что за дерьмо то ёб твою мать а Продолжение следует... 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 Снут... Продолжение следует... 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 Я не знаю, почему репчика нет, были приглашения или отборочные, я тоже не знаю. Я написал кассу, что завтра будет биться уже. Продолжение следует... Так, ну ждем, пока касс подчеркает. И будем врываться. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Я иногда буду в чате, ребят, скидывать ссылочки на поддержку данного турнира. Продолжение следует... Потому что это было условием для того, чтобы попасть в игру, стримить, ребят. Так что... Примите с пониманием это все дело. У кого есть возможность, можете и поддержать. Так, захожу в игру. Так, захожу в игру. Так. 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 Ну что, касс против фера. Судя по всему, помимо меня здесь никто ничего и стремить-то не собирается. Ну что же. Тогда это наоборот хорошо. Что... Мы-то своих будем смотреть, естественно, в первую очередь, а не... Неизвестных игроков. Следующими группами начнется группа, где играют Стрэндж и Димага, я так понимаю. Даже не знаю, за кого и смотреть, но будем прыгать туда-сюда пытаться. В общем... ... Продолжение следует... 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 блин ну да ладно кстати не мешает ли сверху логотип penthouse party вот этот вот take tv takes евро кленово может добавить но тут так вот лучше она будет смотреться не знаю или там нормально было тебя здесь как-то не очень будет ну скажите ваше мнение что перепор переставлю право верхний угол опять и и вот так хорош баянить уже с пролигой окей реактивировал премиум на ваш канал спасибо кирич первый раз сегодня что-то сказал мужик вообще как-то так ну реклама зато есть маленечко сегодня так всем спасибо ребят здорово кирич мне казалось ты уже был наверно кто-то другой был из коронован ким чем зерк было кто-то еще родим и 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 со мной вместе ну и готов вот пошел ну и готово спрашивает Наруто рекламлю я поддержку турнира ребят, ну я вам скинул уже ссылочку ребят, у кого есть возможность поддержать на сколько-нибудь данный турнир поддерживайте, потому что турнир прикольный, ну и про мой канал естественно тоже не забывайте такие вот дела ну что, касс против фиера ждем начала касс хоста не догоняешь что должен стартануть окейра поддержал ваш канал на сумму 749 рублей так, спасибо тебе окейрыч какие-то интересные сегодня суммы Миша вот уже год спасибо на кивасик заслал ты сюда засылаешь спасибо большое спасибо 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 ну что, погнали ребят короче наших городских как говорится касс говорит изи вин адепты типа сейчас не в тренде да я и так уже много раз рекламил что спамить кто хочет тот поддержит в общем я вам ссылочки кидаю вот чуточку фп от касса сейчас я не, что-то мне совсем не нравится как оно здесь выглядит это изображение опять наверх его выставляю 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 наше ксм атакованы рипером на мейн касс к оппоненту прилетает минусует пробку одну я уже это заметил ребят да здесь насторгейт у фьюера пошел в это время пробкой пытается подгрызать касса рипер назад мчит вовсю сейчас успеет должен успеть ну кстати ксм уже 20 15 остается касс аккуратненько еще творишь все ксм продолжает строить сс ну марики одновременно с рипером вышли можно было бы не лететь в принципе спасибо короче спасибо всем за поддержку ребят стрим сегодня долгий будет так что еще успеете есть за что в принципе хотя в ноябре важнее будет рипера минус 0 сейчас очень прикольно адептам прямо лобешник прилетело риперу зал оп адепт нагнал прямо в кучу они идут все надо бы трех соединить сейчас этими подождать отставшего чтобы они одновременно врывались бы да как бы здесь уже третий нет пошел между прочим халяви той как халяви таска сейчас конечно оппонент касса адепты подходят к рампе касс видит адептов кстати прекрасные они сейчас развалят ксм между прочим три ксм как с куста которые застройкой занимались на один полудохлый ксм тоже помогает застраиваться достраивает касс депошечки здесь оракул залетает на второй базе сейчас проблема будет я уже понял мне самому не нравится как она выглядела новейшего мула который упал прямо при феере подрезал он и посмотрите парабам 40-27 у касса да будет стимпак ну кстати от стима нечем особо отбиваться будет фееру с одной стороны но с другой с другой как-то у касса дома вообще защиты нет практически загрузился полетел вперед здесь два оракула какой провал от касса еще испалил происходящее здесь все а оракулов не фокусил короче сам не прилетел ничего не сделал а оракулы подрезали 4 рабочих ни одного не сбил два выжили и улетели инженерка готова туретки надо запилить но из касс 3-й никс не минус нет печаль а марики без щитов скорее всего и не мяснут ничего похоже вообще на 0-1 касс ребята так ну я бы на месте с касс на мейн бы дропнулся здесь вообще идеальная позиция для того чтобы развалить все в хлам один медивак на мейн полетел один на третью со стороны касса нет касс 7 дропается к 3-й фир прекрасно это видит касс видит юнида фира нужно стопануть дропы загрузиться улететь ужасное начало для касс я даже не знаю как посмотрите посмотрите на рабов 29-56 это же просто катастрофа посмотрите на потери не ребят это какой-то вообще просто я не знаю supply block у касс вообще сейчас гигантский просто не знаю может касс он действительно по режиму криво как-то получается у него я не знаю это расписание этого турнира врыв на мейн идет щитов нет мазеркор дострой без мазеркора самое интересное фир играл все это время касс находит уязвимую мертвую зону здесь и кстати можно ворваться таким образом что пилон сейчас моментально касс сфокусит фир выставляет уверчаж 2 марика теряет касс но это фигня 2 марика 3 пробки убил нексус касс решил забрать не знаю правильно ли это решение мне кажется совсем дискут оно неправильно со стороны касс оракул прилетает здесь еще оракула надо фокуснуть оракула касс не фокус 12 пробок убил этого юнита точно надо фокусить в таких раскладах это очевидный момент даже несмотря на потерю 13 пробок 55-35 по рабочим в пользу фира хорошо хоть медиваки ушли будет чем лечиться здесь еще два медивака в другом направлении идет можно четырьмя разгрузиться вот здесь и попробовать четырьмя медиваками а здесь 4 марика здесь тоже в общем-то ворваться здесь уже фотонка например есть пилонов достаточно много нужно ли так врываться не знаю так а почему я чуть не понял у меня счетчик криво как-то работает твич что ли отвалился ребят пытается каст дропнуться сейчас я проверю твич так залетает каст нет твич прекрасно работает и красный мужик опять хотел вылезти но вырубил стрим закантрил все это действие минки бабахнули сейчас ой как больно минки в этот раз бабахнули как же фир криво здесь дел рабочих в стейке по сталкерам по рабочим просто катастрофические последствия для фира харасса каст сейчас несет дальнейшее в общем-то дальнейшие события принесли мазеркорс 60 энергии так сталкеры подблинки надо улететь каст теряет медивак но мариков хоть дроп но дальше каст делает полный провал я вам скажу честно полный провал будем надеяться что это ненадолго покажи чарлик и чарлик не игрушка чтобы его показывать а захочет сам придет сюда куда-то ушел он вдрыхнет туда на кресло наверное в комнате вот теперь тем более ему теперь одному скучно как я уже рассказывал алиса не стала вот два дня она тяжело дышала у нее была опухоль удаленная как бы но она разрослась заново дала метастаза и мама отвезла к сожалению ее в ветклинику и усыпили мама очень расстроена была моя да и я тоже такие вот дела так что теперь чарлик один 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 осенник тут зверя но гуляю с ним очень часто хожу на вручный турник сейчас много поэтому есть куда ему выйти ну что касса опять харассит рабочих много убивает здесь медиваки прямо в армию прилетают сдуваются пусть если бы романовский активировал премиум на ваш канал спасибо романовский если в касс не был если бы пир точнее не был вот такой кривой в этой игре то я думаю что у кассы были большие проблемы потому что пир просто ужасно ее проводит пока что провально отыгрывает я бы сказал но феер еще более провально так пять бараков указ продакшн занимает третью базу ну все черт побери упросту больше лимита когда уже этому пробцу плохо станет чертову фееру вот ну не надо так вначале было провально отыгрывать конечно кассу чтобы такого не было идет феер вперед глефа есть блинг есть плюс два есть емое уже плюс два это совсем плохо для касса раскладываются либераторы сплетанутся успел все несколько элементов умудрился касс потерять адептики пытаются зайти адептики зайдут ведь сейчас эфир телепортируется смотрите депошечки касс поднимает минку копает на рампе много здесь юнитов под либераторов заходит сейчас дестабилизаторы адепты разваливаются еще одного адепта дестабилизатора минус мусор феера больше 68 50 по рабам еще рабов несколько минус ну феер экономикой может давить сейчас почему у него грейды сейчас 2 1 в 1 0 будут это так что да вот чарлик теперь да это кошка она иногда приходила на стриме но редко она уже последнее время была не очень активная 5 чарлик как бы он хоть алису и рычала иногда и грудакум вытеснял сбивал когда надо ну собака с котом что бывает и дружи но грехли бывало на диване вместе они когда особенно прохладно было друг рядом с другом как бы чарлик не рычала и алиси не против была так что тут дело такое 151 касс 165 фир либераторов складывает касс ну как можно взять всех либераторов одновременно сложить и переразложить ну нельзя же по одному этого сделать 117 140 касс разваливается в мясо просто вот это уже катастрофа это похоже на 1-0 в пользу фира я бы на его вместе шел бы и добил бы уже вообще минка столько столько сталкерей были в ее ранже она так и не стрельнула ну вот наконец тайминг стрельнул блин повезло хладнокровному кассу сейчас прикольный момент реально был так залп по сталкерам русские либераторы еще раскладываются ну что же отобьется касс или нет фир терпит терпит я бы сказал просто но терпит не до конца потеря колоссальную пробиться больше чем у тирана потеря ну тут адепт центри танкует и сталкеров не развалить по моему всех здесь пока кассу дестабилизатор залп делает касс сплит это не мое говорит касс и сливает все гг с летательным знаком нужно оттащить что-то касс вообще конечно сейчас прям ну не знаю фир конечно косячил невероятно но касс что-то может по билду как-то не знаю вначале не пошло давайте вторую игру ну что ж болею за касс должен он в десайдер попасть обязан он просто попасть в десайдер чтобы побиться с харстом вот Так, иногда буду ставить сообщение по новой О поддержке данного турнира, ребята Кого есть возможность поддерживать Там на пару баксов может быть За поддержку всем громадное спасибо также Приведаем секретчер, все в порядке У меня, надеюсь, у вас тоже все в порядке Только телефон что-то разряжается Это нет в порядке, наверное, зарядку поставить сейчас Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Так, начинается игра Блин, как меня бесят эти зарядки, которые просто не работают Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Так, вроде позаряжается маленечко сейчас Ну что, Казфир, вторая игра Реванш надо брать Фир ведет 1-0 А то все будет очень-очень печально А то все будет очень-очень печально Субтитры делал DimaTorzok 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 Тогда вообще всё нормально было бы. Так, с большим плазм-клю могу лежать на диване и стримить. Ну, это next level, это уже чисто. Ну да. Не, ну а чё? Прикольно, на самом деле. Можно даже из-под одеяла типа с фишкой вот. Ну, чисто, я не знаю. Стримерство будущего, типа. Как в матрице помещает в какую-нибудь охрень. И ты кайфуешь. И те донатят, знаешь, там, на какой-нибудь там допинг, короче, типа. Быстрее играть, медленнее. На настроении. Так, здесь фейерлоп приходит. Без блинка пытается прессовать. Касс успел вычинить всё. Ну, сейчас лифт начнётся на мейн, карьерный для строкеров, блин. Ну, Кассу нужно этот карьерный лифт превратить в... просто... В этом же карьере, короче, и закопать нужно Кассу Фира, здесь его сталкеров. Потому что на мэне марики великолепт всё делают. Минка под минку. Бах! Одинспробок минус. Похоже на... Хотя нет, если Касс здесь не отобьётся, один-один не будет. Но КСМ-ки Касс выводит сейчас вперёд. Надо медивак бы законтролить, отвести. Нужно бы мариков бы контролить Кассу бы получше ещё. 19-24 парабам. Нет, судя по всему, Фир здесь не сможет задавить Кассу. КСМ-ок, правда, падает тоже громадное просто количество. Фир там чудеса контроля демонстрирует, КСМ-ки возвращается. Нет, Касса отбивается. Это ГТГ, это 1-1. Так, Last HP. Бывают такие случаи. Кошаки вообще я встречал Кошаков, просто которые, ну, собак гоняли конкретно. Правда, ну, таких дворовых, понятно, если собака какая-нибудь жёстко тренированная, обученная, то... Кошака быстро перекусит он, но я видел, как пару даже собак кошак отгонял. Ну, а твой кошак красавец, конечно. что тут говорить. Ну, конечно, так, чарлик устанавливает. Что тут такое? Светы тут стая. Ждём хвост. так, ждём, ждём. Хост тут захостил. Так, ждём, ждём. ждём, 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 ждём. Так, время нет. Там не ру, время, конечно. и, Продолжение следует... 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 Так, короче говоря, за полотенчик согласен. Плюс два барака пошло у касса. Реактора на Старпурте пока нет. Но в этот раз хоть по экономике касс не сильно проседает. Но Хараз, мягко говоря, его был неудачный. Здесь Глев и первым грейдом, между прочим, не Блинк у оппонента касс. Но по экономике очень близко. Здесь третий некс уже на лоу-граунде. И тут по 3к пробки строится. Сейчас. Так, 102-107 по лимиту. Четы с темпап у касса заказаны. Третий цц не наблюдается. Такое ощущение двухбазовый прессинг. Но если он будет неудачный, то для кассы это все очень плохо кончится на самом деле. Висит призма, в общем-то не вылетает пока вперед оппонент касса. Призма этой очень-очень хитро хочет ворваться. Вот ему надо 14 секунд ждать. Вот если плюс один, ну, Фьер тоже сейчас залетит. Просто и призму спалит, и ничего не сделает практически. А между прочим, через сек... А, ну вот, касс внимательно в этот раз. Плюс один доделал, сыграет. Но тут уже пришли адепты-марики. Ну, кстати говоря, без стимпака адепты-марики эти, между прочим. Ой, танки прилетели. Танки очень больно бомбят. Ну куда ты кс-танки-то ведешь, касс? Как же повезло, что 5 всего погибло. Там мог бы быть залп, что еще штук 10 бы погибло. Фьер забыл про призму. Забыл зонтик на пляже, касс его развалил на куски с автомата просто. Фьер мастится понемножку, но лимита боевого касс намного реально больше. С 5-6 танками он прям вперед выдвигается. Крайне сложно будет просто с этим лимитом драться. Касс идет через 3 часа на вторую базу, не сюда вот. И фьер все видит прекрасно от фервера. Кассу бы просканить бы, убить бы его. Но касс... Ну есть энергии много. Кстати, странно, что касс не сканит. Дропываются танки. Касс контролит танк номер один. Касс контролит танки. Что происходит? Стимпачится касс. Как же поздно он стимпачится. Танки, конечно, гигантские демож фьеру наносят. Но касс зашел прямо в армию фьера. Касс развалился в мясо. Это минус касс вообще. Ну, хотя нет, часть юнитов еще держится пока. ГГВП пишет касс. По лимиту-то нормально было, кстати говоря. Что-то касс такое ощущение, что играть не хочет. Короче, фьер против будет сейчас играть, опять же, Занстера. Нет, такую игру от СНГ игроков я не хочу смотреть сегодня, честно. Ну, пока только первый касс был. Но лайв-часть сидит, я думаю, он не даст соврать, что лучше отыграет меня. Если я так скажу. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Причем лимит-то там у кассы боевой одинаковый вообще был в этом замесе. Сегодня был уже политический юмор, почему касс не тащит. Ну, точнее, он не совсем политический, но как его был, озвучивать заново не буду. Но в натуре, походу, я уже склоняюсь к этой версии, что походу так. Так, Занстерфирма ждем. Ну, и другие группы, еще, так понимаю, не начинались даже. А следующая группа, это группа... Так, подождите. Так, подождите, подождите. Группа Е и группа G у нас будут следующие. DimaTorzok и DimaTorzok и DimaTorzok и DimaTorzok. Там первые игры. Блин, почему они местами не поменены? Я не знаю. Ну, будем смотреть. Будем смотреть. DimaTorzok и DimaTorzok, я думаю, посмотрим. DimaTorzok и DimaTorzok это интересно. Ну, там Manna просто абсолютный фаворит, я думаю. А вот дальше стрэнч более-менее равная игра будет. Ну, надеюсь, что буду не прав. Ну, вот, потому что хотелось бы, чтобы наше побольше прошло в финал. Ну, вот, Касс уже точно в финал не прошел. Хотя, в принципе, учитывая, как Занстер Фиер развалил, мне кажется, Фиера Касс должен, обязан был разваливать. Но... Даже Фиера Касс не развалил. Привет из Daimba. Какие-то бабы, иди, уроки делай уже, ё-моё. А то не будешь делать, будут проблемы в будущем. С интеллектом, блин. И со всем. Всем. Продолжаем. 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 Продолжение следует... 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 Ну, играл он в StarCraft, но... Недолго... Продолжение следует... Не знаю, чем сейчас занимается... Поехали, Занстерфир у нас... Начинается батл... Продолжение следует... 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 Когда наша будет еще Есть сетка Ты можешь ее открыть и посмотреть Будут сегодня еще наши Это факт И еще много будет групп Где будут наши играть Будет Стрэндж с демагом Будет Блай Будет Браток Никого-то я еще забыл явно И Вердос еще Вердос там самый последний вроде играет По расписанию Так, здесь у нас Зилок На всех заказан Пилон Гейт на лоунграунде в застройке Гейт Гасник с Кибернеткой Не понял я А, пул первый Фейер испугался Решил, что надо Кибернетку Побыстрее поставить Но поставил, да Так, раскачиваем Понемножку фейер-мейн Вот уже здесь 16 рабов По три на газе Нужно вторую раскачивать Саплай-блок Пилон кривейшим образом запилен Мазеркор не строился очень долго Здесь есть два линга Но как они прибегут же Мазеркор будет готов В принципе Так, два линга забегают Втыкает просто-просто Сейчас с уверчажем Линги расколупали Пробку одну Вторую не рискнул Занстер убивать Ну забежал на мейн И весьма вероятно Но таран еще одну пробочку Сможет снести Нет, подгрыз Решил проверить на мейне А, мув доделался Конечно, не надо тогда Рыпаться особо Можно на лоу-граунд Сейчас уйти Здесь еще одну пробочку Попытаться минуснуть Да минусуй, ты что боишься-то? Все равно рано или поздно Линги погибнут Ну пробку минуснул Да, надежно, уверенно Линга два упали Но здесь еще четыре забегают На мейн прямиком Это минус пробка Точно будет одна Может быть даже и пару Там третий нексус проб Две пробки Минус вообще изи И три линга остаются Смом еще Пытается Занстер подковырять Но видно, что Фир деревянненький Какой-то по сравнению с Занстером Занстер-то очень неплохо Он со Снутом наравне отыграл Так что Даже не знаю Слегка с Фира выиграл Какие у него с Занстером шансы были Но побольше Чем с Снутом шансы Я думаю будет Почти три линга На четыре пробки разменивает Десять рабов уже отставания Это для пробца провал Дарва, Аникс Вот Ну На кимбетик я удочку закинул Может завтра плей-оффчик запилят Вот Не знаю пока Что там будет Данного турнира А так Судя по всему Особо ставок нигде нет на него И посмотрите Что здесь идет Пять гейтов здесь И три здесь Восемь гейтов Адепты со стороны Фира Занстера не проверяет верх Но у Занстера У Занстера Обратите внимание Во-первых У него уже семероучий заказ Во-вторых У него лейер просто делается Он собирается четвертую хату ставить И просто миллиметр до гейтов Он не видит Это очень большой Везение для Фира У него хоть какие-то шансы есть Фир причем Тоже не видит Хату заказанную Блин Лалы какие-то Происходят Пошел выход Здесь видит Занстер Потому что Третий Нексус Запилен Так Спарил гейтами Хатку Сейчас Не, не Злоба Я же вспомнил Потом Вердоса Не сразу Но вспомнил На Team Liquid Кас написано Победил Даже если там написано Что Кас победил То он не победил На самом деле И вы все увидели Прекрасно Адептов 14 штук 17 адепт штук Сейчас будет уже 18 Иллюзии посылаются Вперед Надо заходить Прямо в роучи Сейчас пытаться Я думаю Фир Он заходит Прямо в роучи Телепортируется на вторую Часть на четвертую Пытается четвертую Развалить Фир 41-58 Парабамы По экономике У Занстера Хорошо и роучи Очень много Я ищу сейчас Контратаки Роучи Реведжерами Занстер просто вынесет У оппонента И все Адепты на вторую Телепортируются Лучше пробую Чуть там убил Ей богу 17 дронов уничтожено В этот раз Поуспешнее 27 уничтожено Занстер ничего умнее Как рабами Подраться с адептами В лоб И нашел сейчас Кату подрезает Четвертую Фир Надо уходить Адептами Надо делать Роба 2 Сейчас причем Это все Какое же Какое же Убогое Нагромождение Зданий Я вижу Вот здесь Это не то что Стенкой нельзя назвать Причем Вот эти все Вот 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 Стоят на одном Пилоне Вот эта вот Вся хрень Как бы Вот на этом Хотя Неки Бернетка Игейт Дублирует С этими Пилонами Вру То есть Вот эти Только Но все равно Все равно Это пример Такой стенки Которой быть Не должно В общем то Так Адепт на мэн Рывается Королева минус Дроны минус Здесь Роуч пришли И аннигилировали Вот тебе Пожалуй Старт То есть Спайл им сработал Сейчас Великолепно Роба Отключена Все отключено Пять дронов Дронов минус Это Один Ноль Занстер Абсолютно Точно Так Инпост Ну Димага Перед Везгом Да Играл Право Абсолютно Венолса Вот Абсолютно Надо обходить Сверху Сейчас Минусовать Че пилон Адепт А А Зилки Даже Не Адепт Пилончик Падает Ну Это Один Ноль 140 На 60 Ждем Гагенчика Просто И все Здесь Имморту Плюс Уверчаш Но Это Даст Шанс Продержаться Минуточку Еще Оппонент Узан Сторон Че он Боится Убить В лоб Имморту Блин Боится Не Понять Чего Сех Убить В лоб Реально То Включаем А Имморту Просто Колоссальная Дема Наносит Пять Ро Паучи Уже Убил Это Чензин Как вы Видите Тут Имморту Конечно Просто Поохотился Знатно Но Это Г Все Равно Это Г Дема Дема Амшара Изи убил Найт-Энда в другой группе, я вижу. Вил Мухарстон Найт-Энд с победителем там дальше будет сейчас. Занстер заинвайтил, а меня только потом заинвайтило, но вы видели сами всё. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Так, DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok С лингами, я думаю, несмотря на то, что порой Мортлый Фиер построил, ему тяжеловато будет отбиваться в этой игре уже А зачем Занстрсё столько лингов заводит, я чуть не понимаю Лингами будет его Занстрсё? Так, наломился на Yma Yma не зафокусил Щиты, кстати, вручную Фиер поставил, чтобы вырубались Здесь 5 дронов Занстрсё делает Нахрен ему 5 дронов сейчас уход, я не пойму Но ему нужно, чтобы здесь ещё плёток, видимо, настроить Так, ещё королевы вылезли Здесь королевы с лингами принимают бой Здесь что-то линги тупят А, здесь стеночка уже готова Но сейчас минус королевы будет Но это провал для Занстрсёра, похоже на 1-1 Ну, как-то видно, что Вот, я уверен, что при такой бы теме Блай бы тот же выиграл бы уже Почему? Потому что он на более жёстком опыте в этом билде То есть, зелки отсюда, отбегая сюда С пилоном с этим оверчажем Ну, это не очень-то работает, блин Так, попытка засейвить хатку идёт от Занстрсёра сейчас Линги новая-новая подходит Надо грызть и Мортла, конечно, вот этого демиджа Но урубаются поля Кролевы пошли за ему, не могут его разобрать никак Лингами пытаются за нас так забежать Как же он там, 22 юнита уже перещелкал Придётся играть ещё одну игру решающую, судя по всему Сдаётся мне, что такая хрень не тащится вообще И ещё два линга отменились Уничтожен, 32-50, две хаты Занстрсёра пытается построить Ну, если Занстрсёра здесь выиграет, то будет чудо Фейерниксу ставят при этом, но ему ни в коем случае сидеть нельзя Ему нужно уйти убивать сейчас просто Крипту Мурадин остался важный момент Очень это, почему это важный момент Потому что Без обсервера будет не выбить И у Зерга будет Вижен, как он выходит И у нас будет, как он выиграет И у него нет И у него там, не лучше И у него это чудо А вы свой шаг Безусственного Так, вывел весь крип сейчас Сфир Идет вперед У Занстра только линги Естественно он идет в контрзабегание Но здесь два оверчажа, два адепта Бесшансовое контрзабегание Абсолютно Оверчаж ставят сейчас сам Сфир Ну а здесь призма Это точка в этой игре И нужна третья нам будет Ну Как-то да, исполнил, честно говоря Застройку этот Занстра фейлова Гвардиан шлют против одной королевы Прям роскошь какая, я бы сказал В данной ситуации Гвардиан не критичен Тем более королева Всю игру почти не атаковала ГГ пищит Занстр, посмотрите на потери Сами все поймете Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Ждем инвайта Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Теперь я ему не пишу Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Продолжение следует... 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 Он ведь с волом мне не проигрывал Как утверждал недавно Ну ладно Давайте смотреть Продолжение 6 дрончиков переводит Занстр По одному на минерал Веск буду ли я стримить Веск 21 числа американский будет Кстати говоря Хороший вопрос Там ведь сыграет НИП 200 людей на Твичище Чем вас поздравляют Веск 1 день 17.00 Почему бы и нет Но это завтра будет Блин, это завтра будет Ну групповая там не очень Я думаю будет тема интересна Хотя группа Б достаточно интересна Ну посмотрим Завтра плей-офф данного турнира Конечно же фокус будет На плей-оффе данного турнира Вот Развитие Так Даркшайн попер здесь у нас Ну фера кстати Хара с дарками Насколько я вижу Здесь будет гейт Ну посмотрите Проход куй жирный остался Попытка сталкера откружить неудачно Здесь проход Посмотрите Фирон чё блин У него с глазомером что-то Знаете Здесь не на одного юнита Надо гейт ближе к нексусу было ставить Там проход просто на архонов остался Залетает овер Палит даркшайн Всё становится очевидно Для Занстера здесь И нужно спорки просто запилить Сейчас Призма тем более Что уже летит вперёд Спорка на второй пошла Она не пошла На золоте уже Она добавлена Как вы видите И линги назад вернулись Ну а вески А точно плей-офф Я думаю Постремлю Как бы Которая будет Видимо В субботу проходить Скорее всего Так Четвёртая хата У Занстера уже пошла Лэйр есть Муфроучим заказан 46-50 В пользу Фира Тем не менее Парабан Тут уже Дистанс майнинг пошёл Странный Глефы не заказан Смотрите Играя даркшайн Дарками висит Ничего не делает Просто Глефы не заказаны Блинк не заказан Что делает Протс у меня возникает Вопросы логичные Вполне Один дарк на лоуграунде Два сверху Давайте под споркой Полетаем Да Вообще царь просто И как собрался Здесь этой призмой Забирать дарку Ей бы Самой бы ноги Унести сейчас Все-таки Забрал Все нормально Наши войска Атакованы Так Короче, блин Завязывайте там Национально Национально-политические темы В чате разводить А то будем пресекать Два дрончика Где-то минус было Где они минусуются Вот на второй базе Пришел Нинзак И режет Просто Нинзак Макряк Этот Даркуф Варпит Одновременно Ферсталкеров Там где-то дома И тут много добавил Смотрю Воскресенье Плей-офф Везга А, по одной группе В день Типа Я понял Короче говоря Будет Все ясно Спасибо за инфу Ну что ты Красавчик Подвину Чтоб вам Видно было Волчка Моего Вон он Там Залег 116-142 Ну как-то У просто Уж прям Слишком много Здесь Ейтов И ресурсов Ему бы Варпануть Б-юнитов Еще Не знаю Чего А, ну Ферр решил Что ему Нужно Срочно Выходить Колоссов Либо Дестабилизаторов Я вижу Может быть Он Конечно И прав Но По-моему Здесь Ну Я пишу Лотов У меня Опыта Мало Поэтому Мне Везде Видится Трехбазовый Блинг Пуш Типа По лимиту Нормально Надо Трехбазовым Блинг Пуш Развалить Короче А на самом деле Не обязательно Так делать Все Блинг Доделался Так Здесь Чудом Этот Чудо Чудо Долгожитель Присма Просто Она Изначально Была Продемозована Двух ХП Но Но В итоге Короче Пацан Подумал Куда Ты Летишь Водила Куда Ты Летишь Пилот Ты Че Блин Я Инопланетянин Группа На На Песню Спел Шарик Белый И Плюнул В лицо Лингом Всем Этим Это Было Последнее Что Он Сделал 112 Танец ТС-7 По Лимиту Как Вообще Катастрофически Все Выглядит Для Продца Так Здесь Летит Вперед Иллюзия Зеркио Встретил Гедро И принял Сверху Пытается Занстр Пробить Камни Правильно Делает Надо Бы Еще Здесь Пробить Чарбер 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 Активировал Премиум На ваш Канал Чарбер Спасибо Тебе Кожа Везде Короче Занстр Со всех Сторон Попытался Наломиться С двух Сторон Его Фиер Принял Но Мутка Просто Унижает Экономику К сожалению Конец Так Что ты Пентхаус Пати. Акирыч, ты и наблюдаешь сейчас Пентхаус Пати. Я не знаю, почему это так называется, но это данный турнир. Фьер приходит в лоб атаковать. Занстера меньше лимита. Имморталы просто громят. Они просто разваливают. Потери с этой секунды только у Зерга, по-моему, плюсы идут. Посмотрите, причем какими темпами гигантскими. Зачем Занстер нравился в лоб, я так и не понял. Короче, перехвалили Занстера. Занстер Фьера? Но это мстя Фьера. Причем мстя его страшна. А за что мстя? За первое Бо-3, которое Занстер играл с Фьером, где Фьер проиграл за 7 минут 2 игры. ГГВПГЛ, говорит Занстер. Фьер умудряется выйти в плей-о. Вот это да. Не зря касса развалил. Миша, здорово, Миша. Приветствую в чатике. Устапливает Фьер. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... А, там 2-3 будет, вот это да. Ну все, феер вышел, ребят. Ждем группы, я так понимаю, сейчас мы ждем группы... Стрэнджи и группы Диманги. Так, ребят, громадная вам просьба, отключайте от блоки на ггплеере. Кто на Твиче сидит, тоже старайтесь на гг заходить, у кого есть возможность в отдельном окне открыть. Сейчас рекламы новые подвезли порцию, как бы есть возможность с рекламы хочет кто-то заработать, поэтому всем громадное за это спасибо. Ну и поддерживайте, вот, и поддерживайте. Мой канал, отключайте от блоки, подписывайтесь на премиум. И по реквизитам в описании через плеер поддерживайте. Спасибо. 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 Так, я к Стрэнджу пойду сейчас. Дальше Стрэндж сейчас будет, мы это будем смотреть в данный момент. Спасибо, Дуду Фэлла. Дэд Хавон на СК2. На Твиче привет тебе в Москву и всем в Москву привет. Москва, наверное, тот город, помимо Пскова, в котором я бываю больше всего в последнее время. Ну а как еще столица нашей Родины, как-никак. Ну, ждем продолжения, что говорить. Не факт, что Миша здесь сидит прямо и смотрит так, что аккуратней. Закрываемая какая-то реклама у меня. Это, кстати, то, что я рекламирую. Это девайсы от Lenovo, ребята. Вот. В воскресенье-понедельник я сделаю точно, короче, обзор на них уже, потому что, ну, давно обещал. Выложу и будет конкурс, в общем-то, на... Практикуйся, практикуйся и будешь получать большие деньги. Все это верно, но есть и более простые. Откуда это взялось? Вторая реклама без видео пошла, что самое интересное. После этого. Так. Ну что... Там nue comparing. Практикуйся. Практикуйся. Откуда. Продолжение следует... Продолжение следует... Писун подчеркивания револьвера поддержал ваш канал на сумму 100 рублей и сообщает, чтобы поме не упал, поддержу его канал. Не забываем отключать от блоки точка на этом стриме лохов нет. Спасибо тебе, Писун. Продолжение следует... 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 Нет, микрофон у меня, естественно, не от наушников работает... Продолжение следует... 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 Может быть, там ещё что-нибудь в это купание включено, но это уже, наверное, по желанию, да? Ванная обязательно. Так, Twilight Robo у Стрэнджа, Twilight 1. Фактически без юнитов он сейчас играет. Газ пошёл. Надеюсь, у нас маленькие. Прибарак уже дальше. Дальше CC First была, CC 1. 17 или 18, я не знаю. Вот стеночка пошла уже. Опа, а вот это уже интересно. DarkShine у Стрэнджа здесь. Ну что ж, посмотрим, что в итоге получится у Стрэнджа из этого билда. Призма заказана. До DarkShine ещё 50 с лишним секунд. До Призмы 30. Но она за 20 до оппонента точно Стрэнджа не долетит. Разработка завершена. Разработка завершена. Разработка завершена. Разработка завершена. Ну что, два Даркад Стрэнджа С прилетом поздравляю этих дарков Пытается депуху пробить на второй базе Стрэндж Здесь тоже депушечку ломает Призма есть, можно еще одного Даркана варпануть Стрэндж здесь просто режет мариков сейчас Режет мариков Так, здесь КСМ-ку можно забрать на туречке этой Стрэндж, куда ты бараки-то режешь? Какие лабы там рабочие стоят, блин? Да, походу у Стрэнджа действительно мало практики Смотрите, как он мертвый сейчас контролит Это вообще провал какой-то Сбил... Да, сбил лабу Которой доделались уже щиты Рабочек, смотрите, три дарка Разменено на КСМ-ку двух мариков И пару депушечек сейчас То есть Стрэндж вот потери Стрэнджа, а вот оппонента То есть это называется... Убился сам об оппонента практически Но по лимитов плюсе по всем параметрам Убился дропом, я имею ввиду Не полностью весь убился Как-то так Здорово, офискуль, привет! Я вернулся, чтобы служить Один на один Стрэндж заказал Это хорошо На третьем нексте добычи вовсю идет Это хорошо По лимиту Стрэндж и пережает оппонента Вот еще бы, если бы более удачный этот Харас был Стрэндж бы вообще замечательно Пережал бы оппонент своего по лимиту Но... Какой был по раз, такой и был Собственно говоря Здесь ничего не поделать Так, здесь врыв мариков идет Девять мариков Хорошо, забежать могут Стрэндж вообще никаких юнитов на третьем нексте не держат Смотрите Хотя, нет Сместился немножечко, но это далеко Один фиг Но Филон спас Стрэнджа сейчас немножечко Он вижен дал То есть, если бы марики на лоу-граунд ворвались Могов вообще бы больно быть Под блинг с толкерами Пошел мариков Стрэндж и догнал Надо новый Филон на хай-граунде запилить Марики не так далеко отошли Почему Стрэндж не хочет их сходить поймать В тупую, как бы туда, я не знаю Так, здесь Рэйвен есть Опа, а вот это интересно Игра через Рэйвена Это что-то новенькое Так, пробочка приезжает проверять Мариков спалил Стрэндж Вступили в бой Ну иди-то убей их, ё-моё Кстати, смотрите, какие сталкеры Стрэнджи Необычные Хиповые Телго-римские, что ли, какие-то Один-один, между прочим, у Стрэнджи готовы Пытаются дальше забрать сталкера Не забрал, зато Стрэндж всех Мариков забрал Ну дальше впереди по лимиту Призма у Стрэнджа живая Недалеко находится Дальше в тупую переходит в рейндж Либератором У Стрэнджа 2-2 заказ Стрэнджа по грейдам всё замечательно, конечно Так, дальше заходит ко второй байке сейчас спокойно абсолютно Стрэндж идёт его встречать Ну, встретил как бы Ну, колоссы вот здесь успевают Стрэнджа Не выйти вообще или нет, я чуть не понимаю Так, уверчаж нужно Стрэнджу ставить Один медивак дальше моментально сбил Второй тоже сейчас собьёт Я так думаю На третьем нексте встречает Дальше Стрэндж хорошо Две минки с ХГ закопались Семь пробок минус нуля На мэне дропщик отбит Ну, кстати, ещё продолжает Дальше дропаться При этом с 31 Так, в это время где-то там Так, 16 уже просто адепты минус нуля 18 ксм В это время Дальше передропывается на вторую Стрэндж не успевает слетануться Ну, Стрэндж, посмотрите, сколько убил рабочих оппонентов 28 Это значит, Стрэнджа всё в принципе неплохо здесь Ну, Дальше умудряется просто разводить Очень по-жесткому Ну, Стрэндж вроде как везде справился Сейчас с обороной 54-36 парабам То есть парабам хорошо в принципе После этого врыва Но вот два Как они больно сейчас Те автотурели стреляют И вот уже после автотурели это не так уж всё хорошо стало Но всё равно в плюсе Стрэндж И самое главное Вот это 2-2 на одну атаку Дальше Ну, у Дальше рейндж либератором То есть если Стрэндж сейчас не пойдёт И на 2-2 его не минуснёт И Дальше там подделает грейд-офф И с рейнджом либераторов Какие ужасные ошибки от Стрэнджа Ни фотонок не дозаказывает Ничего, короче Дальше как летал, харасил Так и сейчас продолжает это делать Один медивак сбил Стрэндж, но второй улетел 179 Ре стоит сталкера Ну, наверное, за какие-нибудь уровни там Они Ох, как минки жахнули Всё, рабочих у Стрэнджа уже меньше, чем у оппонента Здесь опять автотурель Стрэндж идёт вперёд Либераторов у Дальше 4 штучки Я наблюдаю Адепт приходит на вторую базу Адепт просто здесь ломают Дальше и рабочих Ну, здесь опять дробь Опять Стрэнджа Дальше и шатать Ну, Стрэндж уже пошёл в атаку Вперёд, в улын фактически Либераторы разложены Но Проблема, знаете, в чём? Либераторов Стрэнджа вообще нечем забивать в этом миксе 17-ое СМУК убил Стрэндж Сам потерял 10 пробок Короче говоря, Стрэндж не справляется с мультитаском Поэтому Вот если бы чуть лучше Стрэндж дома отбивался У него вообще всё прикольно было бы Здесь Марика вместо 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 мародёра стреляют Косяк очень большой Так Адепты доваркиваются Дальше и не законтролил Мародёр Минус Наконец-то Рабочих Стрэндж не строят Просто упорно не строят рабочих, блин Так Здесь адепты что-то ходят Всё везде ходят 115-101 по лимиту По лимиту вроде плюс Есть призма Можно наварпить Пас Сделать этот Как его Так Рейвен Стрэндж наконец-то сбил Можно сделать просто Архивы темпларов Ид архонов наварпить Хорошие О, этих архонов наварпить То есть наварпить и штурмяков Из них слить архончиков 95-72 Тем не менее по лимиту Стрэндж выдвигается Дальше опять Третий никс Ушатать Насколько я вижу Приходит адепт Марик его выгоняет Даёт ещё вижн А вот Дальше и там Возвращается частью юнитов Домой свайп Ну Стрэндж Стэнтри его между прочим Подлавливают сейчас Дальше прилетает Либераторами Стрэндж пытается уйти При адепт на третью Телепортируется Призму Стрэндж отдал Короче катастрофу На ровном месте Призму просто ну Куда он летит На мэн летит Ну уводи Призму Конечно Либераторы собьют Либераторы улетели Стрэндж Заметь призмой то что Одним либератором Дальше вперёд полетел Стрэндж не хочет Упорно идти вперёд Третий нектус Я смотрю на это просто Вроде как Стрэндж стабилизировал Но рабочие не строятся Сейчас либераторы Дальше зарешают всё Абсолютно Они уже Стрэнджом Это катастрофа Немного Абсолютно Адептов Стэндж Пр Doctors не телепортирует Рабов Не строят Я не знаю Мо ктоaddь может объяснить Что сейчас Трендж сделает Он бегает Зад вперед Ничего сделать не может И рабочих не восстанавливает При этом всё Ну что за дебилизм-то конченый? Ну это же провал вообще по уму. Такую сталкер. 10-1 Либератор. Шанс для Стрэнджа. Иди вперед скорее, ё-моё. Либератор в ГГ. Стрэнджа 1-0 в пользу. Дайши, ребят, это факт. Видимо, Стрэндж вообще не тренится. У меня другого объяснения этому нет. Посмотрите, насколько провальная игра просто. Насколько провальная. Дайши с одной атакой был против 2-2. Стрэнджа захарасил Дайши. Он не пытался экономику восстановить. Он просто увяз своём харассе. Вот не своём харассе, а вот и атаки. И всё. Так. Сейчас я открою шторку. На самом деле ещё пока не ГГ. У Стрэнджа есть шанс. Сон, потому что село. Темно стало очень. У Стрэнджа есть ещё шанс. Но он минимальный. Хотя даже вот, учитывая происходящее событие, я думаю, даже им 12 Либераторов дальше. Стрэнджа Сталкеров даже меньше. Он тут всю карту перекрыть может перед Стрэнджем. Вот смотрите. Переживаю за Стрэнджа, поэтому иногда, может быть, вам покажется, что с перебором я его ругаю, но перебора здесь нет, поверьте мне. Я очень хочу, чтобы он выиграл. И не только Дайши. И не только в этой группе, не только в этом турнире, не только сегодня, соответственно. Но Дайши в первой игре Стрэндж уже, скорее всего, не выиграет. Один мародёр успел под Либератора зайти. Стрэндж подрезал Дайши сейчас. Пытается вступить. Дальше и в наглую Либераторов раскладывает перед Стрэнджем. Они очень больно делают сейчас. Ковосы падают раз-два. Ну, правда, мародёры по Деморкову полезли. Это, конечно же, ошибкой было. Так, здесь адепты пытаются, трэндж, перевернуть эту игру. Но нет, не перевернуть. Ещё и под Либераторов имель же лезет. То есть в два телепорту вот очень много можно КСМ-менить. Ну, как, очень много, громко сказано. Но даже эти адепты, вы видите, где-то один адепт 4 КСМ-ки подбрил, помимо тех, что до этого были уничтожены. Так, колосс через Либераторов отходит. Не самое лучшее решение, мягко говоря. Для Либераторов 14 штук. Нечем отбивать. Просто нечем. 66 на 102. Здесь добычи нет, какая не было. Я понимаю, что не готов. Что я могу сделать? Я тоже ничего с этим не могу сделать. Может быть, в следующей игре Стрэндж получит. И на самом деле, эта игра была Стрэнджем. Вот в чём прикол. Он всё чётко сделал. По грейдам, по всем параметрам. В плюсе был. Да, Эшида тоже так себе отыграл. Стрэнджем. Стрэндж пытается чудеса демонстрировать в контроле. Чудес не случилось. Это ГГ. Ждём вторую игру. Стрэндж против Дайши. Также здесь Ламба и Бистик есть в этой группе Стрэнджа, которые тоже очень даже не слабые на данный момент игроки, я вам скажу. Стрэндж. Так, ребят, подскажите мне, пожалуйста. Вот я развернул. Мне вот бесит это, короче. Аль-Т, вот, чтоб с чатиком было стрим на Гудгейме. Сейчас я разворачиваю, чтоб с чатиком было. У меня вылазит на весь экран, так что я не могу канал мой видеть снизу, который находится. Как сделать, чтобы было по-другому вообще? Спасибо, Стрэнджу. Театральный, блин, не театральный. Как мне просто сделать стандартный вид, а? Не вкуриваю вообще. ГЛХФ, ГЛХФ, поехали. Тетры. Блин, пощадите. Блин, пощадите же меня. Как мне это дерьмо убрать, просто не могу понять. Так, приезжает Стрэндж на разведку, я потом вам покажу. Про плеер я имею в виду вот что. Сейчас вам покажу. Вот такая хрень. Канал как бы вот так вот представлен. Снизу комментариев под этим всем делом нету просто. Кажму, получается так, на весь экран. Как сделать-то, чтобы с чатом было и не на весь экран? Я просто не вкуриваю, короче, ребят. Я извиняюсь, конечно. Возвращаю вам захват нормальный. Чё я открыл вообще? Как это закрыть дерьмо? Я вообще не знаю, короче. Как это убрать хрень, бля? Просто психаную. Такая шляпа вылезла. Я даже не знаю, как её убрать. Так, надо смотреть, короче. Надо искать, ребят. А, понял. Ведь откуда это вылезло? Да, ребят, я дико извиняюсь. Я не знаю, что тут делать. Просто не знаю. Откуда это дерьмище-то вылезло? Как её убрать? Тут уже экшн какой-то прориску, блядь. Просто. Прориска завершена. Пристройка завершена. Так, у странички-то гигантские проблемы здесь. Сверху, справа. Всё, это уже проблема в прошлом, ребята. А тут тем временем минус тренж вообще. Реально не могу инфу найти. Третий. Реально не могу инфу. Двя просто вообще. Блин, просто я не знаю, как её убрать. Продолжение следует. Вообще не знаю, как эта обличка убирается. Короче, ладно, забейте. Я выхожу из игры, это полный бред, в общем. Сейчас порестримим что-нибудь немножечко. Так, здесь что-то не то вообще. Поехали. Так, зерго, сейчас досмотрим. Я часто играю в онлайн-казино vulcanoslots.com. Этому меня научил друг. Чё за хрень-то? Просто плеер не разворачивает Steam Liquid. Великолепно. Поехали. Да. Начните покерную карьеру без риска на pokerdom.com. Получитесь. Поехали. Поехали. Мир. Продолжение следует... Ну тут странно, кстати, держится самое интересное. Всё из-за говночатика этого, честно говоря. Вот как он, я вообще ничего с ним не делал. Так, я не понял, как его закрыть. 141, 109 по лимитам. Стрэндж держится пока на каких-то чудесах, но всю игру он, в общем-то, проигрывал. Я чувствую, что здесь тяжело ему, конечно, выйти уже будет. Стрэндж держится. Продолжение следует... Так, что держится 90 лимитов, ну тут, конечно, все печаль, странный взоргоинтерфейс. Так, спасибо за ссылку. Ну тут... Мне вот нравится, у них на сорсе не идет. Хай мне не выбрать здесь тоже. Почему-то. Короче, досмотрим здесь. Слышишь, вперед, 614 на 180, тем не менее. Ну вот. Так, ну ясно. 120 на 170, Стрэндж умудряется тут разваливать еще, я смотрю. Ну, Либератора держит, как бы, Стрэндж, и Стрэндж по земле выигрывает. Идет Стрэндж вперед, тут Либератора, смотрю, развалил, но по земле-то тоже не втягивает. Он, смотрите, Био разваливается еще и... Ой, как Минка жахнула больно, 62 на 139, гг, в общем. Заходим в следующую игру какую-нибудь. А следующая игра, это будет у нас Ламба против Бистика. Ну что, ждем инвайта. Идем инвайта. Идем инвайта. Так я и не вкурил, признаться честно, как вот здесь с чатиками быть вообще. Вот куда мне нажать, чтобы вот это вот появился чатик и не происходило вот этого говна на весь экран. Вот куда здесь нажать, я просто не понимаю, как его реально. Вот что сделать, чтобы чат появился, где он вообще? Кнопочка может какая-то где-то есть, я вообще хаза. Валентик какой-то, плеер в окне, ну это все не то. Не знаю, короче. Ну, бестик ламба здесь, мы ждем. Ну вот, сейчас я включу свет. Кстати, Димага ведь должен играть. Надо посмотреть. Надо посмотреть. Так, мана Димага, не знаю, надо проверить, что там почем. Ничего не происходит пока. Я вообще Димага онлайн не вижу, признаться честно. Может его нет у Кайла? А, вот он, нету, ну вот он. Рядом с профилем. А, все, понял, короче. Спасибо за подсказку, теперь я нашел все-таки в итоге каким-то чудом. А, чат отдельно, типа, получается вообще. Все, понял, спасибо за информацию. Сейчас посмотрим, я думаю, что Димагу пока задержали, мне почему-то кажется, и они не стартовали еще. Я ему написал, он сейчас ответит, наверное. Да, ладно. Так, а группа С у нас когда закончится? А, там еще стрим. Так, кстати, Акерич, тебя я не добавил уже. Плюсом ни хрена. Вот так, короче. Спасибо тебе, Акерич. Ну, так как здесь будет сначала... Сначала Ламбо против Бистика, потом Венера, потом только Стрэндж Мутерах будет играть с проигравшим. Я думаю, что будет иметь смысл Димагу постримить в этот момент, но пока все равно сюда будем врываться. Стрэндж Мутерах будет играть с проигравшим. Все, про чатик уже понял, ребят, про то, как в игре врубают, все равно не понял, походу, типа, где нам локи, там на единичку, что ли, жать надо. Вот. . . . Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Скидываю периодически ссылки, по которым можно данный турнир поддержать. Обещал я, что это буду делать, потому что одно из условий попадания в игру было... Продолжение следует... Так... Так... Бистика... Бистика отправляю туда, захожу к демаге, в общем-то... Да что ж я за кривой-то сегодня такой, а? Прямо бесит, блин... У меня же голова заболела... Это называется... Понервничал как бы с чатом с этим... Сразу ты стичнул в игре, к стичнул везде... Нужно хладнокровнее здесь... Так и в игре... Когда вот... Бомбит у тебя пердак... Тогда ты сразу начинаешь проигрывать... Особенно когда сразу начал... То есть... Проиграл серию, а потом слил... Все нафиг... Например... То есть нужно... Более спокойно, в общем-то, действовать... Это факт... А тем более... В таких ситуациях... Сколько раз... К этому выводу приходил... Как бы, да? Но все равно... Бывает, что пригорит... Нет-нет, да пригорит... Ну, просыпать... ik��цook вверх... Походу ты Продолжение следует... Продолжение следует... Ну, я думал, на респектовый диван. Спасибо, ботаник тебе. Ботаникей. Точнее, большое. Фу, блин, короче, что-то я вообще... Прибомбился. И реально, что-то я даже, блин, настроение упало. Эмоциональный всплеск истощил мои силы, блин. Привет, Carva72. Сетку скинуть могу. Нет, Verdos не играл. Ты увидишь сетки, Verdos, так понимаю, самым последним играет. А сейчас мы Дима Агамана увидим игру. Продолжение следует... 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 Здесь 3д арка, есть фениксы, они собьют оверсира, если понадобится. Пришёл демага, здесь фениксы, маны его прогнал, демага строит гидру сейчас. Ну я понял тебя леший, что в зале, догадался уж по смыслу, 6 фениксов у маны собирает оверов бесхозных, ё-моё, сколько их здесь много, демага уводит ещё тут 2. Расчетил оверсира находит маны, минус оверсира. Ну и вот уже опять же, вот почему демага столько много настроился, сейчас уже соплай блок почти. Так. 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 Овер минус очередной. Су-22, 154. Идёт демаг вперёд оверсиром, прямо на фениксов. Давайте сейчас залетим. А есть у маны вообще хоть один дестабилизатор? Я лично не наблюдаю. Без дестабилизаторов вот, кстати, такой микс демаги будет тяжко отбивать, реально тяжко мане. 167-127. Три феникса как с куста сейчас. Если демага ман управляет, для меня это вообще будет удивление. Просто жёстко ровущий вперёд надо заводить. Конечно, нахрен лезть сюда, если можно вот сюда полезть, я не понимаю. Единственное. Так. Демага выманил два оверчажа. Да, арка минус нул. Да, сменит направление движения, конечно. Вот же в чистом поле можно развалить мясо. Идёт демага. Ну... Так. Развёл ещё на два оверчажа. И заходит на хг сюда опять. Да, заходит на хг. Оверчаж сбречет, фаерболить надо дальше там. Да, пилоны. Архонов фаерболит Дима. Архоны падают. Гидророучи дерутся очень даже неплохо. 150 на 130 по лимиту. Дарки падают все в хлам. Третий Нексус падает. Кажется, демага-то успешно тут ману атакуют сейчас. 15 гидралов ещё заказано. Неужели демага ману сейчас минуснёт? Приморку там много накопилось. Соплайоблок нужно законять. Не лезь ты, не спеши, ты вниз лезь. Дима, что ты делаешь? Пошёл вниз сейчас. На муви частьюм не тут сливает. 136, 184. Линга всё больше и больше подходит. Ещё 14 гидралов до заказа. Нужно додавливать. Нужно додавливать, сидеть. Смысла я не вижу никакого сейчас демаги. Так, а это чё? А, это Чендлин демагин. Подходит ещё гидра сюда. 185, 140. Два первых дестабилизатора. Вот что тянуть-то, блин? Робо-2. Сейчас дестабилизаторы могут перевернуть. Но не факт, что перевернут на самом деле. Идёт демага вперёд. Фронт хороший. Много эмов здесь, действительно. Сплита ноль. Но всё равно демаги больше. И гидра очень хорошо атакуют здесь ману. Эмов выпадают чуть-чуть. Приходят сделки, сделков гидра разваливает. Фаербулы пошли сюда. Неужели додавят всё-таки? Прибежали линги. Мимо касса они подбежали. Просто я смотрю на это. Мана здесь просто берёт и отбивается. Потому что демага сплита ноль. Сколько дестабилизатора разорвали. Просто дичь вообще. 15 вот сейчас юнитов. Это не линги были. Это гидралиски были всё. Вот в чём прикол. Ещё один зал. Уже ли мана вытащит такую игру? Да я просто охреневаю вообще. Ну нахрен так делать-то, блин. Неужели элементарно не сплетануться здесь? Ну всё, сливается всё. 106-101. Рабочих у маны столько штуков у демаги. Называется как проиграть просто игру. Выигранную, блин. Хотя здесь четвёртая хата в принципе. Но у демаги грейды нолики просто сейчас. Он даже эволюшно, по-моему, ни одного не имеет. Нет. Ну это называется деградация демаги. Как он любил грейды в первом Старкрафте, это просто жесть. У него было всё всегда там идеально. И как вот здесь, например, происходит. Вообще офигеть просто. Ну такую-то игру надо брать, блин. Ещё гидра новая выходит. Строится шпиль. Можно караптер впилить сюда, на самом деле, ещё. Четыре рейлджер. Не, демага давить будет. Пенис, очередной минус. Блин, ну давить-то тяжко. Ну можно за счёт экономики сейчас демаги сблить. Вот он побежал непонятно куда. Маны это всё видят прекрасно. Линга гидры много. Неужели хоть рейнджовую атаку-то одну не запилить? На две группы, конечно, надо сплититься и выбивать этот третий никсус сейчас. Сливает там мана архонов, что-то ещё. Демага собирается врываться. Видит, где мана стоит прекрасно. Да всё, заходи, конечно. Идёт демага вперёд. Линга гидра с разных сторон. Залпы под маны, конечно, снайперские идут здесь. Но слишком много демаги, насколько я вижу. Красавчик всё-таки дожал. Разгром. Попотерим больше. ВГ мана пищет. Ман, наверное, удивлён такой прытью демаги. У демаги бонус-дэмэдж по мане просто. Заставил понервничать демагу. Если ману убьёт, кстати, венера вылет, может быть прикольно. Далее иной. Захожу. 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 Но мана как-то тоже странно играл. Пассивно, дарки не зашли особо. Демага сделал пуш, казалось бы. Если бы он улынил бы, он бы вообще в мясо отдался. Там было чем принять пуш этот. Опа. А вот это уже нежданчик для мана называется. Где газ-то? Где газ-то? Пул пошел. Почему пул-то без газа? Ё-моё, Дима, что ж ты творишь-то? А вот газ-пул запиливает Демага. Главное, чтобы мана не рассекретил, но мана пока ничего не рассекретил. Кстати говоря. Проверяет хату, обнаруживает её. Надо сейчас отменять всё. И Демага поехал вперёд. Кибер... Так... Кибернет... Кшвазилок заказан. Ну, не знаю, насколько у Демаги большой опыт в этом билде. Признаться честно. Нужно добывать газ ему срочно. Ставит пилон мана сразу же. Да блин, не гоняйся ты за этим дроном с пробкой сраной, я извиняюсь. Зелок выходит. Похоже на успешную оборону со стороны мана. Честно говоря. Зелок как-то рано появляется. Шесть лингов на мэйне там заказано. Дроны охотят. Может быть с дронами вообще пока не ставить плёток, а дронами Зелкапа отвлекать немножечко. Королева заказана у Демаги. Плётка пошла подальше. Две плётки пошли даже. Мана вообще не видит, как Демага их заказывает сейчас. Это очень хорошо для Демаги, потому что линги бегут уже. Третья плётка пошла. Выходят линги. Мана видит прекрасно то, что здесь плёточки строятся. Как только линги сюда придут. Надо ещё здесь заказывать лингу. Так. Надо развести на оверчаж обязательно. Пофиг на хату как-бы. Главное, чтобы королева... Так, выходит королева. Линги накидывают сейчас на Зелков. Нужно отводить от оверчажа сейчас всё. Плётки, да, делались. Отлично. Демаги нужно криптумор сейчас выставлять обязательно. Что он и делает. Только криптумор не отдай Демагу, блять. Что ты делаешь, блять? Ай, 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 ай. Ребята, ребята, блять. Смотрю, когда на этой. Просто я имел в виду. Ну надо успеть криптумор поставить на этой сране, блин. Демага ставь криптумор, он сейчас выбьет ещё раз. Но только, блин, не пересталкиваем. Вот, вот, ставят Демага криптумор. Здесь какие-то там... Не, ещё можно успешно, в принципе, здесь действовать. Я уверен, криптумор доделывается. Плётки вкопаны, блин, ну как? Вот этот, казалось бы, какой-то криптумор неочёмный, но он всё решил в итоге, блин. Из-за того, что здесь нет крипа, Демага просто сюда подойти не может. Но лингов много, тем не менее. Так, лингов много, мух сейчас будет готов. Надо маны сталкеров этих принять-ка, если они будут лезть вперёд. Наглеет мана. Демага, выбеги ты лингами, отожми ты их от прохода этого, блин, и всё. Перекапываются в лётки. Королева ещё криптуморы поставила. Вот, две плёточки копаются, отлично. И вот же сталкеров, принимай ты и всё. Всё, сейчас эмор вывейт, кажется, мана здесь отбивается. В долгую тяну, Демага, конечно, есть. Так, эморку подходит, оверчарж, ёморку. Демага плётки вообще не контролит сейчас. Нет, здесь мана отобьётся, это 1-1, ребят. Всё, блин, как вот я даже не ожидал, что Демага так грамотно сделает, как он сделал. Что именно? Что-то, что он плётки в невижена маны там хитро поставил, жзелки их даже не отменяли. Но потом, вот этот криптумор один, блин. Это на самом деле, от такой ошибки нужно ожидать. Нужно понимать, что криптумор здесь крайне важен в этом билде. Вот и, короче, вот так. Такая ошибка и в итоге провал. Здесь будет крип весь уничтожен. Его надо дальше было немножечко поставить, криптумора там. Ну, она сейчас вперёд, у него ещё и нет уже есть, вот в чём печаль вся. Короче, упустил Дима, сейчас хороший шанс, чтобы из венеров выйти. Ну, а чё делать? Несколько лингов прибегает, пробку сгрызает, гейт сгрызает, но толку нету. Здесь два Эммортала, три СН3, зелок. Хрень какая, да, бежит? Восьмью лингами это, тем не менее, не отбивается. И даже восемнадцатью тяжело. А здесь ведь у маны ведь и до варп ещё есть. Тут криво СН3, кстати, на рамку зашли, обратите внимание. Ямага-то может отбиться даже здесь, я смотрю. Ну, тут да, отбивайся, не отбивайся, уже ситуация, из которой не вытаскивается просто игра. Почему? Экономика отстаёт по технологиям. Самое главное по технологиям катастрофы. То есть, призму не законтрить, то с Эммортлой будет сейчас по разным направлениям летать, стрелять. Если тут прямо сейчас призму сбить, может быть, какой-нибудь минимальный шанс и был. Даже если вот эта призма, даже если с Эммортлами с двумя погибнет в воздухе, то всё равно маны преимущество будет. Пробиваю тюкман опион свой. Пробиваю тюкан о победе. Лингов демага много строит Хочет видимо отменить Третью базу мания Ну тут и отменить Так, здесь призма летает Лингов у демаги 48 штук Ну вот если всеми этими 48 Сюда прибежать, да даже Если всеми прибежать, смотрите Здесь у мазеркора 129 энергии Скоро на 3 верчажа будет Лингов демага Она все летает, этой призмой Постреливает Так, что-то линги бегают Здесь адепты, вообще Чего демага лингами здесь стоит Везде моя, шпиль пошел Вот это новость, из двух баз шпиль против Трех базового фроцца Да не, боюсь, прохладно как-то С глефами мана вперед выдвигается Есть призма, сейчас будет Даварп, я не знаю Были по архиву темпларов, два архона Сюда сделать, оклик и забыть Вообще-то происходящее Да и даже без архонов здесь Оклик и забыть происходящее В любых юнитах в архоне Все Приходит мана Ну здесь понятно, что ГГ, очевидная демага выходит Чуточку не хватило, чуточку Третью ждем Сейчас мама придет уже Не подлизывайся ко мне Сейчас мама придет Я лишним могу отойти Ну что Так, захожу в игру Вот вы Субтитры сделал DimaTorzok Так Мне кажется, музыка вырублена Я и думаю, что-то скучно 1-1 DimaTorzok не понял, что я проблазил Не, на самом деле ProxyHutla-то работает Особенно DimaTorzok В исполнении, да Нет, не Бигль Мама Такса, отец неизвестен Я думаю, что какой-нибудь спаниель там, батя Потому что морда похожа Ну и лапа помощнее, чем вот так, конечно, у чалика Ну что, решающая мана против Чарлик уже просто хочет погулять Ждет маму И меня зовет на улицу Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Так, муфу у Димаги Здесь два линга пытаются маны пробку поймать Пробку у Димага поймает Сейчас третья хата пока не наблюдается Давайте хоть покомментирую Маленько что-то подзавис Начали-ка смотрю Везде смотрю Дрончик приходит Третью ставит Сейчас закажет Ой, как сталкер вышел А вот и я Ну-ка Ну-ка, отошли от пробки Ну что же Хорошо Туманный какой-то гигантский Саплай блок Сейчас произошел Ну не то же гигантский Но достаточно долго Рабочие не строились Но Кстати, по билду Маны больше вообще Сейчас по лимиту Роуч Ворон делает Димага Это какой-то улын Похоже с роучами Я чуть не понимаю Что здесь происходит вообще Хотя нет Четыре дрона заказаны Димаги катастрофически Личинок, по-моему Не хватает в этой игре Вот шесть роучей заказывается Не рановато ли для того Чтоб адептов встречать Если для встречи адептов То рановато Наверное Следующей волной Надо было бы заказывать Да, там Этих роучей Если же это для того Чтобы пушить Тогда уже может быть И нормально Спурки ставит Димага Тайминговые Боится дарков Насколько я понимаю Дарков здесь не намечается Умана третий Нексус пошел Димага Видит его прекрасно Сейчас этот Нексус Бастер гейта Умана Лэера здесь нету Технологии в этом плане Как бы Парабам тоже вровень Как-то не знаю Раньше СД У Димаги Зажималось получше Чем сейчас По-моему В плане Я имею ввиду Что по макро Он как-то получше Отыгрывал Пришли адепты Маны Прям на руч Попадают Так Линги пытаются Встретить Отменяет мана Они телепортируются Даркшайн В Астаргейтап В лимит У Димага Первый раз Плюс в этой игре Ну где же экономик Еще Вот 9 еще Дронов Заказывает Дима Адепты врываться Не будут Мана уже Подальше Отошел Немножечко Еще раз Адептура Заходит Но Не врывается Мана Димага Да Заказывает Газ Сейчас на мэне На третий Газ Уж тоже Начинает Добываться 6 газов У Димаги В ближайшее время Будет Может в этой игре Он грейдов Хоть пару Сделает Почему Эволюшен Один не сделать Хотя Принжевую атаку Не пилить И с ты Роучей С мувом Играешь Например Здесь у маны Даркшрайн И феникс Кстати Интерь Чем-то Похоже На корсары Дарки В первом Старкрафте По сути Происходящего Да То есть Феникс Контряд Получается Вижен А Дарки Решают Рубят В общем-то С плеча Так Заметил Даршань Димага В миллиметре Блин Пролетел Да что ты Будешь делать А Ну и Четвертую хату Дима Собирается Ставить Лезть не Собирается Хорошо Так Севчатский Куда они проходят Платеж Наши войска Атакованы Развитие Завершено Наши войска Атакованы Наши войска Атакованы Мрак Атакует Ули Наши войска Атакованы Развитие Так Попробуй Севчатский Еще раз Обновись Если не получится Еще раз Платеж Сделать Тоже Отпиши Мне Третью хату Тут минусуют Димаги Мана Димага Тем временем Пробивает На рампе Кибернет Почему он Не хочет Ворваться Ну здесь Много Адептов Достаточно Блин Ну там Робок Там и Морк Уходит Димага Ну нескоро Еще потеряет На отступление И куда Они проходят Ты мне через Плеер Хочешь В смысле Поддержать Или напрямую На Яндекс Деньги Я не знаю Если через Плеер То должен Работать По идее Вчера Точно Точно Все Работал Саппорт Собака Гуд Геймру Если что Тоже Можешь Подписать Ну как бы Я думаю Что Что Ты там Не то Делаешь Просто Гидралов Очень много У Димаги Строится В этот раз Ман Дестабилизаторов Пораньше Выходит На самом Деле Так А что В 2 Спорки У Димаги Здесь Минеральная Линя Димага Выдвигается Вперед Куда Он Собирается И пока Непонятно То есть Име 2 155 По Лимиту Что Там Мана Тут Фениксами Честно Димаги Надо Вот сюда Было Идти Я думаю Пробивать На шее На 12 Заходить На 3 Потому что Сюда Он Сейчас Гидрой В этом Рампе Узкой Ничего Не Сделает Скорее Всего Тем Более Он С Браунда Заходит А там Можно Было На Одном Уровне Зайти В Принципе Да Как бы Здесь 3 Гейта Надо Заходить По 3 Гейта Но Если Димага Пришел Ему Надо Что-то Делать И не Бегать Зад Вперед Димага Бегает Зад Вперед За Четыремя Зел Камер Дрейды Не Делаются Ни Хрена Не Делается И бегает Зад Вперед Что-то Что бегает Непонятно Просто Просрал Ну Это же Не Вол Ну Ё-моё Ну Просто Нельзя Фениксы Где-то В тылу Там Наглеют Летают Дронов Там Димаги Мана Убивают Мана Уже Лимита Больше Короче Ну Тут Без шансов Дестабилизаторы Есть Архоны Грейдов Вообще Нету Блин Судя по Всему Здесь Димаги Ничего Не светит Уже В этой Игре Мана Унизил Всю Экономику Ну Может И громко Звучит Но На самом Деле Так И есть Королев Нет Ни на Мане Ни на Второй Еще Ну Что Димаги Вот Что Он Сюда Прибежал За Феникс На Фениксах Посмотреть Как они Висят Их Нечем Атаковать Ну Видимо Да Волюшенов Нет Грейдов Нету Ничего Нету Привел Сугедру На Мане То есть Даже Здесь Часть Не Оставил Димага Непонятные Действия С Его С Странные Абсолютно Он Говорил Димага Чтобы Его Строго Не Судили Потому Что У него Не Было Время Немного Трениться После Того Как он Взял Первую Игру Мы Рассчитывали На То Что Димага И вторую Возможно Возьмет Там Третью Да Как Б Но Что Пока Не Выходит Дестабилизатор Залпы Делают В этот Раз Димага Получше Уворачивался Дестабилизаторы Упали Но Что-то По-моему Здесь Многовато У мана Лимитов Все равно У Димаги 3 400 На 2 500 Почему Пораньше Заказаться Нельзя Было Не понимаю 25 Муток Это Хорошо Но Здесь Минус Третья Не Ребят Даже Если Быть Не Ну 50 Муток Было Может Что-то И получилось Конечно Но У мана Ведь Есть Два Старгейта Он Элементарно Свич А Здесь Ёма Здесь Еще Фениксов О чем Димага Думает Вообще Не понимаю Здесь Еще И Фениксов Миллиард Висит Маны Сразу Начинают Контролить Естественно Фениксами Этими 18 155 Здесь Все Очевидно В этой игре Уже Последние Действия Димаги Будут Сейчас И мы Ближайшее Время ГГ Увидим Это Очевидный Момент Лид Биконы Там Гэшмут Еще Постраивает Мана В чем Димага Все Это Делает Абсолютно Без Единого Грейда Мазеркор Ждал Одного Зилка Как будто На самом деле Просто Мана Забыл Бля Этот Мазеркор Вот и Все По земле Здесь Унижает Вся Это Группа Маны Димаги Юниты Димаги Надо было Вот Пришел Он Тогда Кая С лимитом Сюда Нужно Было Вот Пробить Камни Эти И вот Сюда Пушить Я думаю Все Как бы Сюда Тяжело Было Может Что Нибудь И Вышло Димага Затянул Побегал Зад Перед Потерял У него Не было Преимущества Но он Потерял Даже Равную Экономику Равную Армию Он Потерял Перспективу Грубо говоря В этой игре Время Не на него Работало Совсем Чтобы Она на него Работала Нужно было Чем-то Контрить Фениксов В общем Четвертую Раскачивать И делать Грейды Безусловно Потому что С нулями Против Процесса Мана Не особо Тоже Грейдж Но Три Атаки По земле Против Нулей Поверьте Это Вообще В чем Нулей Как на Муху Так Архоны Два раза Вжитую Клубки Нет Так Так А если Бтренился Ну если БДК БЫ Как говорится То Может быть Да Чего-нибудь И было Но Не катит Чего-то Такие Темы Если Бтренился Ламбо Бистик Так Ламбо Бистик Еще в игре Что-ли Судя по всему Да Так Я на секунду Отойду Во-первых Дверь Открою Ну на ключ Закрою Чтоб Мама Могла Сама Открыть Во-вторых Нужно Что-то Не перекусить Сообразить Ждем Пока Димуслим С ДНС Почеркают Продолжение следует Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Так Ребят Повторяю Еще раз Перекусываю Сейчас Вот Вы же ждите Продолжение Игр Еще будет Много Вот Помните О том Что Сейчас Есть реклама И гигантская Просьба Поддерживать Мой канал Отключен Метблоками На премиум Подписывайтесь Ну и материально Через Кризит В описании Плеера Поддерживайте Ждем продолжения Бистик там бьется И где все бьются Я хочу Икстренджу Икдемаги В следующей игре Попасть Ну посмотрим Что из этого Увы Продолжение следует Продолжение следует Продолжение следует Продолжение следует Продолжение следует Продолжение следует... 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 Так, ребят, все, перекусывал как метеор просто... ДНС Димуслим у нас начинается... Поехали, в общем... Продолжение следует... Ну что же, интересный матч чем интересен... Неплохо... Димуслим сыграл... Чуть ли не 2000 игр там... В этом сезоне активно тренируется... Прямо очень активно... Ну и достойный оппонент, я думаю, для ДНС, так что смотрим... ПМ-чик можно глянуть... Тюди Муслиму всегда... Он был не маленький... Так, Севчатский... Так, я понял, с Яндексом... Ты ни хрена не разобрался... Пристройка завершена... Присыпка топ! Давай, удиви меня! Рисыпка топ! Перисыпка топ... Давай, удиви меня! Так, привет всем, ребят. Сетку скидываю еще раз, всем, чтобы никто не попорядил. Вопросов много? Гелик заезжает со стороны Димуслима. Но ДНС его хорошо, адептами очень встречает. Их три штуки, плюс Оракул. Ну что, адепта Оракула врыв сейчас будет? В итоге просто Димуслим потерял 2 гелиона, ничего. Вообще ноль юнитов, ими убив. Это, конечно, не катастрофа для тирана в такой ситуации, но приятного мало. А здесь строится инженерка, смотрите. То есть будет туретки. Баншу, вот если Оракула еще Баншу спалит, это вообще будет фейл тогда. Принимает ДНС там. Ой, здесь вторая минка существует в наличии. По адептам еще залп. Как-то ДНС здесь, в общем-то, косячно действовал в каком-то момент. То есть вначале вроде хорошо зашел, а потом, ну, хз как-то, не знаю. Может быть, даже Ревелэйшн лучше на минке было бы кинуть. Но с другой стороны, толку на них кидать Ревелэйшн, если адепты не могут вне ранжа минок их убивать, да, как бы. Поэтому Ревелэйшн здесь особо бы тоже не сработал. Все, Банша с инвизом. Есть роба, а в сервер уже сейчас. Будет в ближайшие секунды. Ой, ДНС пробок у... Так себе контролил Димуслима, я бы сказал. Еще пробочку Димуслим подрезал. Можно еще подрезать было, но их больше не законтролил Баншу, не смог. В итоге 49-36 парабам в пользу ДНС. Это, мягко говоря, не очень хороший расклад для Димуслима. Второй Апсервер вылетает. Банша туда-сюда чуть-чуть полетала. Пытается, пытается Димуслим. Не, он не пытался свалить, он пытался еще пару рабочих убить. За это была уничтожена Банша. Здесь Банша залетела, будет принято. Апсервер есть, два сталкера встречают, отгоняют. Ну, хорошо, ДНС отбился. Я бы сказал, что у Димуслима не очень хороший. В итоге ситуация. Привет, Озбин Рил Рил. Привет всем, ребят. Я уже перекусил, больше перекусов пока не будет сегодня. Сбил ДНС Баншу, Димуслимовскую. Сколько потерял он? Две штуки, вторая была. Ну, больше у него и нету, собственно говоря. Здесь уже медиваки строятся. Ну и стимпак достаточно ранний. Банекин разваливает, это можно было знать, но я не знаю. Я не знаю, можно ли было это знать. Вот, но... А, СГЭЛ еще идет. СК плей-офф СГЭЛа будет, вопрос хорошим. Я надеюсь, что не завтра будет плей-офф. Если он будет завтра, то тогда он пересекется с плей-оффом данного турнира. А там матчи-то крутые. Очень даже. Так, Димуслим пытается фресовать ДНС. 79-107 по лимиту. Ну да, он приедет ДАВЕРС. Что такое-то? Ё-моё. Без специально открыл. Открыто, зоё. Открыто, наблюдаю. Кому навешали-то? Ваши войска атакованы. Прошу прощения, ребят. Я надеюсь, не пропустил замес. Мне вроде не пропустят. Хотя 4 минки погибло. Вот. 6200 ммр. Но 6200 это неплохо. Но я видел, что после резета у братка 6300 ммр, что ли, повысился по цифрам? Я сам сыграл отборы. Один раз убил револьвера, один раз убил этого ТЛО. Еще кого-то одного и две слил. 3-2 вроде отыграл. И у них 35700 ммр. Вообще. Так, 126-138 по лимиту. Димуслим пытается прессовать. Но ДНС что-то реально здесь много. Прилетает Феникс. Вздуло вообще, беднягу. Как-то ДНС здесь боится. Посмотрите. И Димуслим реально на халяву заходит. И просто его прессуют сейчас. Причем приходят еще и минки сюда. Вот Апсервер пришел. Апсервера не мешало бы сбить сейчас. Потому что... Так, минки 3 уже. Еще один Либератор прилетает. Смотрите. Пришел Димуслим. И реально на халяву здесь просто какие-то жестики делает вообще. Залпы минок идут жесткие. Еще одна минка сейчас залпанет. Вот это да, просто. Как же Димуслим здесь разменялся халявно вообще. Просто наразваливал там ДНС. Просто как вообще по жестику. Минки полетели вот там. Три штучки. Ну, здесь ДНС оставил сталкеров, на самом деле. Здесь аж целых 4 иммортала у него. А с имморталами-мародерами делать нечего вообще. Буст врубай! Не успел буст врубить. Ну, а, кстати, минку дропал. Там был звук такой. Не успел врагу ничего дропаться. Он написал... Все получится. Он работает. Он говорит... Ну что, ребят, пытается здесь что-то побегать Димуслим. Его пытается ДНС с адептами принять. Ну, кстати, у ДНС лимита всего больше. Посмотрите-ка, экономика у ДНС хорошая. Тут никто никуда врываться не будет, абсолютно естественно. Четвертый сэшка доделается. У Димуслима рейндж-либератором и армори, что ли, у него нет? Я не понимаю, почему 2-2-то не заказывается? Столько много зданий, а армори нет. Зато в Южн Коре есть для рейнджа-либератором. Рейндж-либератором, это, конечно, халява. Димуслима 6, их уже сейчас 9 будет. Рандомно с ММР. Ну, там как-то очень решают 5 отборочных матчей, я так понял. 7, КНС, Мак-минус. 8 даже. Но Димуслим держ... Так, ЦЦ-ху убил, что ли? Мда. ЦЦ-чка летела, да не долетела сейчас ЦЦ-чка Димуслимовская. Мне кажется, у Димуслима может бомбануть от сильных протасов сейчас просто. 2-2 заказано. Вот Димуслим. Вот как КАС играл, всех либераторов складывает, Том раскладывает. По очереди надо, как танки в шахматном порядке в первом стартах. Так, адепты приходят, адепты напрягают. Здесь бы вытануться бы. Чуть-чуть на центре. Димуслим идет вперед. Так, марики застимпатчились. Призму минус 0. Либераторы на муви слились. Какой фейл от Димуслима. Просто жесть вообще. Ну сейчас бомбанет у него, я чувствую, походу. Ну ему контроля не хватает. Сейчас вот мультитаска не хватило вообще. У либераторов еще 6 штук осталось. Это много. Ну больше Димуслим не строит, а там уже по 3 темпеста строится. Похоже, что Димуслиму здесь уже особо ничего не светит в этой игре. Плюс колоссов добавляют, а колоссов темпеста это печаль при таком раскладе. Третья атака пошла, а там у ДНС ему еще грейдов побольше бы делать было хорошо. Димуслим не вычинивает либераторов. Это совсем нехорошо. Так, на кейбете ставок нет на данный турнир. Но странно, что у тебя доступ уграничен. У меня в ссылку добавлена на самом деле добавлена работающая ссылка на данный момент. но если и даже это у тебя не работает, то у тебя только пользоваться прокси или какими-нибудь программами, там, фригейт, еще какая-то там есть штука, которая позволит доступ получить. Так, пятую ставит ДНС, где Муслим на четвертую залетает минками. Здесь темпест что-то сострельнул в раз. Три минки копаются. 16 пробок как пустая, это больно реально было. Но чем отбивать темпестню непонятно пока. Их уже штук шесть, шесть штук. Единственное, на воздух грейд тоже делается, ревелейшна не наблюдается. Вот был бы ревелейшн, был бы вообще замечательный. Так, Минку сейчас выбит ДНС. Да, убил Минку очередную. Здесь что-то ставить. Можно адептами и иллюзиями запускать иллюзии сейчас под тех же либераторов и пытаться их выбить в это время. Так, ну 179 лимит, один муслин сам успел отстроить, ну ДНС что-то слишком много темпсов, здесь вот он в либераторах, викингах фокусе. Я не знаю, если вот эта ссылка не открывается, то тогда надо только, пользоваться какими-нибудь торами, прокси и так далее. Так, плюс 2 на воздуху, у Де Муслима. Ну ДНС не решил сломиться сейчас, сделает второй армор. Вот нахрен ты, у тебя воздух, ты шариков масс делаешь и делаешь армор, блин. Армор-то на телков только работает. Очень жестко Демушким и мысли, эти темпсы-то задолбали. Привет, Костяки, все в порядке. Дела хорошо, что-то прям дико затянули ДНС здесь с Де Муслимом. Кривая битва от Протца, почему? Часть юнитов с ЦСХа дерется, часть с армией Прот, с тирана точнее. Ну ДНС отступает назад, у Де Муслима госты сейчас вывод. Викингов 10 штук у него. Четвертая добывается, мулы летят, Де Муслим живучесть демонстрирует хорошую. Так, мулы летят, мулы летят, Так, здесь что-то на 12 Все добывается ДНС там делает третий уже Армор наземный, второй воздушный Атаку, Шторм готов Масс-фатунки по всем направлениям Там строятся везде Реально много фатунок образуют Еще-то мародеры бегают Не понять, что они А, нормально тут Демуслим Штормовиков побил, но Билон Прихлопнул Спасибо, Тиаверс Вижу тридцаточку с твоей стороны Признак явился Так, спасибо Тиаверс Так, не знаю, сообщение пришло Ну, сообщение от 30 рублей пишется Я видел там, когда поддерживать Сам пытался там проверить, как работает Не знаю, 30 включительно или нет Не знаю, почему не пришло, кстати 30 включительно вроде А может быть, я не могу тебе сказать Так, заходит Демуслим в центр ЕМП-ки пошли Еще ЕМП по всем юнитам ЕМП попадает Как же мародеры в кучу дерутся Штормы просто в стейке Там такой демедж наносят Вообще жестко развалил Демуслим ДНС Это жесть Да, ДНС Демуслима, простите Дайши уже бьется с кем-то С кем он там бьется Я не знаю, кстати Вообще группы не обновляют Ждем вторую ДНС Демуслим Все, я здесь вторую игру смотрю Иногда буду кидать вам ссылочки Ребята, на поддержку данного турнира Потому что это одно из условий Было попадание в этот турнир Да, как бы У кого есть возможность поддерживать Турнир прикольный Прямо по ссылкам все увидите Это поддержка ТВ 50% пойдет на турнир, естественно Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Вот они Ссылочки Сейчас кидаю Как раз синхронизируется там, наверное Субтитры сделал DimaTorzok Так, ребят, вторая игра ДНС против Демуслима ДНС ведет 1-0 Все, я в игре Гейт, газ, никсус, кибернетка Здесь был билд А Демуслим через Рипера стартует Рипер факта А, или Рипер что? Два, газ добывается Да, факта пошла А, Рипер, интересно, один будет или нет? Не будет ли реактор Здесь строиться Вопрос Да, будет реактор Здесь строиться Рипер летит вперед Дилок готов Надо запрыгивать на ХГ Ну что? Прилетел Демуслим Продемиджил несколько пробок Ни одной не убил в итоге Нужно отойти Немножечко назад Лаба на факте Реактор на бараке И Старпорт делается Рипером пытается По максимуму Демуслим тянуть время Но Что-то, по-моему, не очень Хотя, нет, смотрите Даже ушел опять Конечно, нужно уходить Конечно, нужно регенить Рипера сейчас Но не надо Только напротив своих зданий Его держать Это факт Ну, ДНС проверяет Что же Что же здесь происходит Рипер опять пытается Прорваться Ну, Сталкер не сможет Его убить Вот вышел второй В итоге Демуслим Все-таки пробку Одну забрал Даже здесь Сталкером Находит ДНС Наконец-то Где же Где же Демуслим Здесь проб все делает Пошел танчик Сейчас уже вышел Точнее, первый танчик Его можно засиджить Сейчас будет Медивак И пойдет прессинг После медивака Должен, наверное Либератор Строиться По билду Я так думаю Но пока Нету Демуслима Ресурсов На этого Либератора Два выстрела Танка Аж целых Два выстрела Танк успел ДНС Строит Пилончики Новые Бункер Ставит Демуслим На лоу-граунде Где-то будет Увы Ну, в общем-то Тут прессинг Ну, Демуслим Конечно же Ущерб Таким там Либераторам Строит Просто сейчас Танчик Еще один Танчик Сиджится Нужно Медиваком Посвечивать Демуслим Косячить Вот Вот Ну, что-то Находя Конечно Танчик Еще ближе Пошел Падает Пилон Надо Заходить Мариками На ХГ Что и делает Демуслим В итоге Марики Достаточно Много Медивак Надо Ну, что За косяки Ну, вот Приоритетная Цель Для процесса Медивак Надо Как зеницу Ока Его беречь Почему? Да потому Что без Медивака Просто Танки Не сконтролишь Ну, никак Фокус танка И все В сидже Он сразу же погибает Идет ДНС Опять Танк Забирать Забрать Не получилось Мисклик Косяк ГГ От Гинадин Ну, это Сильный Билк Конечно Зикки Поддержал Ваш канал На сумму 114 рублей И сообщает Привет Поми Вечерок В радость Чефир В сладость С международным Днем Овея Диспетчера Всех Твердый Знак Твердый Знак Твердый Знак Твердый Знак Твердый Знак Спасибо тебе Твердый Знак Спасибо тебе Зики Спасибо 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 Всем Ребят За поддержку Пошел Инвайт Запрыгиваю В игру Про 2 Активировал Премиум На ваш Канал Спасибо От ров 2 Спасибо Всем Ребят Поддерживайте Меня и мой Канал За это Всем Громадное Спасибо На твиче 180 Человек Аж Смотрят И 600 На Гудгейме Почти 800 В общей Сложности Мы ждем Пока Это Вторая У нас Группа Соответственно Бьется Группа Демаги Демаги Один Два Мани Слил Сейчас Больше ДНС Демуслимом Доиграет Третью Игру Сыграет И будет У нас Игра Победителя Здесь Победил Мана Будет Победителем Вот этой Игры Встречаться А Стрэндж В Лузерах Там уже Венера Играют Там Бистик Сыграл С Ламбо Я думаю Уже Играют Вроде Как Венера И Вроде Как Это Бистик Вот С кем То Там Не С кем То Точнее А С Дальше Бьется Вот Ну Не Обновлено Нифига На Сам деле Готов Ну Что Пилончик Тут На Маню ДНС Попер Две Пробки У ДНС Газ Добывают Нужно бы Направить Еще Одного Мазеркор Строить Сейчас Чтоб Ничего Не Случилось Здесь Рипер Пробочку Нашел Рипер Пробочку Забрил Прокси Не Будет Никак Их Теперь Можно Не Бояться Да И ДНС Не Собирался Ну Дальше Диму Слим Не Знает Зато Где ДНС Живет Рипером Не Туда Летит Поэтому Будет Мазеркор А Деп Встречать Его Вот Робок Я Вижу Первый Зданием Везде Рипера Ждут Ну Не Потому Что В Гости Хотят Позвать А Потому Что Наоборот Принимать Его Надо Пса Ну Твайлайт На Мэйне У Нас Так Заехали Два Гелика Насколько Я Вижу Но Так Надо Пробок Направлять Две Все Еще Стоят 33 28 Вот Наконец ДНС Заметил Всех Направил На Добычу А Здесь Даркшайн Между Прочем Которым Димуслим Понятия Не Имеет Сейчас Но Даркшайн Самое Интересное На Одном Гейте Ну Правда Два 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 Гейта Добавляются К моменту Появления Даркшайна Они Успеют Доделаться Ну Призма Летит Сюда Димуслима Инженерка Доделалась Но Туреток Пока Нету Тайминговых Ни Одной Банша Летит Прямо С Призмой Встречается Дайши Ой Димуслим Халявщик Димуслим Туретки Сейчас Пойдут Я так Думаю Или нет Неужели Димуслим Не вкурил Что происходит У него Тоже Инвиз Но Банша Она Будет Встречена С Аксервером Здесь Это Прекрасно Понимает Сейчас ДНС Что Банша Он Был Внимательным Что Банша Сейчас Разваливать Он Начнет А сам Варпаню Сейчас Просто Три Дарка Это Будет Печально Для Димуслима Но Пока На два Только Ресурсы Есть Так Что Аксервер Аксервер Вылетел Банша Стоит Без Инвиза Пока Заходит Дарк Раз Дарк Дарк Два Это ГГВП Наверное Для Димуслима Я так Думаю Две Пробки Погибли Но Вот Залетает В общем Призма На Мейн Призма Точнее Дарк На второй Наваливает Здесь Просто По дичи Еще Один Третий Дарк Варпится Куда Ты В цеху Ты его Послал Вась Такой Лапилок А Блин Туретку Надо Резать Туретку Режет Конечно ДНС Моментально Развалит Туретка Падает Еще Один Дарк Третий Варпится Надо Сплетануть Дарков Один Убьет Стимпак Естественно Он точно Не доделается Один Убьет Реактор Один Убьет Дорогую Гущую Дэпоку Сейчас Все Ключевые Здания Короче Сбревает У нас ДНС Пытается Сбрить Я бы сказал Так Дарк Чудом Выжил 20 ХП У Дэпошечки Она горит С просто Невероятными Темпами Сейчас Бабах Не успел Димуслим Ничего Вычинить Соплай блок Минус 16 Лимита Сейчас Просто Было Все Сканы Все Потратил Кстати Еще Можно Дарка Сюда Завести Еще Раз Развалить Например Лобу Эту ДНС Получил Хорошее Преимущество Стрэндж Дел То же Самое С Дайшей Но Он Вообще Ничего Дарками Не Сделал Просто Ничего Не Убил Посмотрите Как ДНС Убил У него Другой Тайминг Совсем Был В принципе В итоге У Димуслима Везде Туретки Ну Дайминг Решил Что Хватит Димуслима И так Нормальный Дэмэдж Нанес Ну Почему Он Не Построит Ну По Туретке На Мэйни На Второй Чтоб Просто По Фатонке Просить На Мэйни На Второй Чтоб Просто Оверчаж Если Дужно Выставить А Вижен Уже Был Не Знаю Так Сталкеры Ушли Куда Ту Группа Куда Сталкеры Группы По От Деймпункса Даймпункса Обсервер Где-то Не Здесь Был Еще Видим Услим Одного Сталкера Убил 104 93 Полиамет А Призма Есть У Даймэса Он же Ее Не Терял Вот Чем Прикол Мазеркорна Второй Патрулирует На Третьей Базой У нас Что Банши Вернулись Домой Сейчас До Варф Еще Адептов Идет Кажется ДНС Не Собирается Медлить Он Двигается Сейчас Вперед Призму Надо Взять Викинг Висит Заходят На Силлагу ДНС Минку Выбивает Смотрю Ну Минка Выстрелила Сейчас Жахнула Не слабо Что Есть У Да Ничего Нет В принципе У Димуслима Особенного Здесь Заходит Вперед ДНС Здесь Даже Щитов Еще Пока Нету Правда С другой Стороны Здесь И плюс Один Нету Вперед Опять По Сталкерам Залп Надо Адептами Врываться А не Поним Что А Вот Пошли Плд От ДНС Короче Его Вполне Достаточно Чтоб Развалить Димуслима Он Будет Дальше Скорее Все Убиться Со Своим Со Отечественником Залп Еще Отменки Умудряется ДНС Тут Развалиться Вмясо Всеми Юнитами Причем Либератор Устревает Димуслим Вовсю Отбивается Но Тут Нет Ребята Здесь Три Базы Адептов Варку Хорошая Идут На Фокусе С Мародеров Что ДНС Делает Мародеров Отфокусил Иммортлами Адепты Подходят Контроль Продолжается Димуслим Пытается Уйти Ну Куда Ты Уйдешь А сталкай С блинком От адептов Не уйдешь Это Очевидный Момент Что Происходит Не Понимаю Продолжение следует... Продолжение следует... Димуслим Димуслим Не сдавался Ну что Не бомбанет У Димуслима Сегодня ГГ Нет Не бомбанет Молодец Димуслим Не надо Бомбить АПМ Почти Одинаковый Странж Все Еще Ждет Оппонента Сейчас Я посмотрю Короче Что там у нас В Венерах Димуслим Не сдавался ГОЛОС И Немного Димуслим Немного Димуслим Продолжение следует... 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Так... 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 Карты Blizzard Марус... Так... 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 DimaTorzok Так... 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 Все... Спасибо за внимание! Поехали в игру! Так... Слегка вроде подзарядился маленько... Мой, но сообщений все равно нет никаких поддержки или о чем-то еще... Минуту, плиз, говорит DimaTorzok 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 Никаких кастрюль Чарлик не ронял, не надо придумывать тут... Улучшение завершено! Улучшение завершено! Два... DimaTorzok 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 Так... Сццеха доделываются... Посмотрел я, как выглядит этот захват с Чарликом. Два... 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 Брюшко погладит. Граблями, если только. Почесать. Так. Два гелика и это Димуслима. Еще два строится. Я на весь баншам какой-то олдскульный опенинг гелики банши в принципе. Так, брэк на Team Liquid в виде брэк. Так не получится. Вот я скидываю вручную. Привет, да Худжи, спасибо тебе, что посмотришь. Зики поддержал ваш канал на сумму 114 рублей и сообщает. Поми, а ты смотрел Зеленый Слоник, интересует мнение твое по фильму данному. Так, зики. Ну так, я его урывками смотрел полностью, не смотрел мне, как бы, ну не очень такие фильмы, честно говоря. Нравится. Опыт это специально 114, да, первый раз присылал, чтобы 228 быть. Спасибо большое. Спасибо большое. Опа, Димага хорошо. Тут Геликов на Ксилнаге поймал, обратите внимание. Минус Гелик, минус Рипер. Ну, у Димуслима что-то слишком много геленов. Димага, тем не менее, не боится. Накидываются на них. Димуслим вообще не контролит. С Баншой законтролился сейчас. И потерял все абсолютно в центре. Это провал был со стороны Димуслима. Сейчас я вам честно скажу, Банша тоже может сейчас провалиться на спорке, но нет, Банша не проваливается. Парабам, правда, сколько? Погодите, Димага два дрона потеряла. Потерял все два дрона, а рабочим от тирана отстает. Ну, это разве годится куда-то вообще? Вот, конечно же, нет. Продолжается движуха здесь сверху, в районе третьей хаты. Димаг пытается отфокусить Баншу. Не отфокусить, может быть, из залба по Банше сделал, может быть, и у билда. Спорка перекапывает сюда, на третью базу. Вторая раскачена, 45-42 по рабам, но по боевому 20 на 8. Пусть Димаги лимитуют. Хорошо, у него почти готов армор. Это типа Снутовский билд. Нерч, как сейчас тоже играет, подобным билдом. И еще 12 дронов заказано, насколько я вижу. Так. Хорош, Димага, хорошая реакция. Второго дрончика спас, но Димуслим может фокуснуть его. Привет, Рейнбит. Всем привет. Ты правильно понимаешь, что группа с Верди еще не играла. Еще не играла группа и с Братком. Еще не играла группа с Блайем. Еще много ЛСНГ игроков будет биться здесь. Так, здесь Гелико принял, в общем-то, Димага. Почему будет сюда королеву и сюда не завести? Мне, кажется, будет доставать по банше. 53-50. Пуравам. Полиамет. Димага в хорошем плюсе. Главное, чтобы он на дальнейших стадиях не проседал. Заведи ты наверх, одни. Ёбарестевлен. Что за дела? Так, что со стримом? Все в порядке со стримом. Задержка 20 секунд, помните об этом. Поэтому, если я вам и отвечаю, то не сразу вы это слышите. Можно 2-2 армор заказать и 2-1 градита будет у Димаги в ближайшее время. Ну, начало, я бы сказал, для Димаги очень неплохо. Здесь какое-то забегание с Бэйнами готовится. Куда оно? А, Димага думает, что третья. Вот здесь, видимо, боится цеха. А ее-то там не будет. Она будет в центре. Вот в чем проблема. Банша возвращается. Сейчас спалят овера. Диму Слим его сможет выбить спокойно абсолютно. Димага овером, видящийся ксм, его все катается назад. Боево сейчас ввести. Сам четвертую хату ставит. Оверы на мувику отлетают. Сейчас соплай блок может быть. 10 минут овер абсолютно точно. 1-0 стрэнча. Отлично. Медведь Дмитрий. Ты хорошие новости приносишь. 108-103 по Леомету. Здесь Диму Слим вперед уже по Леомету вырвался. Димаг, что тут? Хорош Димага. Дронулся. Транслизил просто. Прикольно. Сейчас было это. Ну что, есть порох в пороховницах. Игры-иды даже Димага в этих играх начал делать. Если Стрэндж выиграет Бистика, то он будет играть, в общем-то, Десайдер матч. И это очень хорошо. Блин, ну успели ли мы на Десайдер Стрэнджа? Даже вопрос. Потому что здесь какая-то макроигра затевается. В первой. Ну вот. Бейлингом есть покатухи? Есть у Димы Бейлингом покатухи. Но нету Бейлингов на обороне здесь. А Диму Слим уже выход делает. Ну Димага, ну я тебе маленько. Только Бейлингов успей на Морфи здесь. Димага ни хрена не Морфи. Ну что за дела-то? Заходит Диму Слим. Начинает Крип выбивать. Надо Бейнов Морфи. Димага не реагирует вообще никак. Пошел Морф Бейнов. Ну Крип пока Диму Слим выбивал. Нормально. Здесь забегание Линга Бейлингов. Здесь слишком много юнитов Диму Слима стоит. Поэтому Димаге здесь ничего не получится. Скорее всего уходит Димага. Смещается к центру. В центре кстати к силнагу никто не контролит. Можно подморфить. Было несколько Бейлингов. Еще и развалить. Например на третьей базе рабочих. Но тремя тоже можно развалить. Между прочим. Морфи приходит. Морфи не успевает двух Бейлингов покуснуть. Хорош 7 КСМ. Димага подбревает. Но 7 это конечно не дико много. Вот и проблема у Димаги. в билде сейчас. У него смотрите. Боевого лимита мало. Но у него правда Линга Бейлинги. А Линга Бейлинги хорошо принимают. Вот. Что за динозавры бегают по карте? Ну здесь есть точно Лиот. А где еще? Ты мне скажи на скольки часах. Я посмотрю тогда. Если кто-то еще. Помимо Лиота. Я здесь никого не знаю. И вот такой волчок серенький. В который за бачок может вкуснуть. Вот такой он там. Волчара какой-то. С рогами непонятными. Так. Здесь Дима заходит. Минус Мареки. Просто Бейлинами развалил. Ну хорошо. Димага держится. Пока 2-1. Мгреды есть. Есть Хайв. Адреналин. Второй куголь пошел. Третьего армура пока нет. Димаги в десяточку рабочих еще на минералы. И у него вообще бы идеальная экономика здесь была. Но нету чертовой десяточки рабочих на экономике. Вот в чем проблема. Так. Есть Баншо. Но Димага минус нул. Пытается не муслим разгрузиться. Не надо здесь разгружаться. К черту. Говорит Димага тебя. Ультра каверн заказан. Третьего армура пока нет. У Димага держится. И на четырех базах держится. Зики поддержал ваш канал на сумму девяносто четыре рубля. Спасибо тебе Зики. Что-то у тебя там поперло сегодня. Спасибо всем братва за поддержку. Очень приятно. Короче. Димага забегания. Делать здесь мародерчиков пару сбыстрых. Но Бэйнов. Бэйнов надо морфить. Дима Бэйнов. Здесь что-то Бэйлинги на муи бегают. Третий армор заказан. Хога делается. Уникальный ультралом пошел. Тут уже по три либератора. Грейт на либераторов. Игра пока равная абсолютно идет. То есть Димага все нормально делает. Так. У всех турниров свои правила Крозер. Поэтому. Каких-то можно в каких нет. Но вообще на рандомом не запрещает никто играть обычный. Так. Сейчас поребавлю потом тебе 24. Зики прошу прощения. Сейчас я быстренько. Сейчас я быстренько тут посмотрю, что в игре происходит. На некоторых турнирах раньше в первом Старкрафте были правила, что нельзя менять расу во время игры. Но сейчас такого, насколько я знаю, нету. Здесь у нас линги сейчас согреться. Вот этим пацанам загуляли, братва-то. Ну куда наркоманы претесь? Грис нафиг Димага. Четыре юнита ценных. Два марика, два мародера. Ну особо ценны мародеры, конечно, здесь. Но ультра уже много ультры. А либераторов сколько? Шесть. Ём, ну шесть сейчас, девять будет. Без рэнжа, правда, все это дело. Так, будет Димага драться здесь? Пошел замес. Ультра, линга, байлинги идут вперед. Вот что Димаг забоялся? Мог бы, мне кажется, пробрить сейчас оппонента своего. Но что-то побоялся. Отошел, делает шпиль. Здесь бас везде, ёму, три хаттлинга. Нихран Димага в первой Старкрафт, походу, играет сейчас. Здесь вот Бэйна... А, ну здесь планетарка, Марик и Туретка Бэйна здесь, скорее всего, не прокатят. Мео Гейс активировал премиум на ваш канал. Как он сказал, спасибо, биджис, тебе. Я даже не понял. Шпиль поздний у Димаги. Нету карапторов, которые бы законтрили все это дело. Ультра, хоть и с уникальным армором, но посмотрите, как разваливает здесь Димуслим. Димага мельноеносную контратаку предпринимает на базу третью, Димуслимовскую. Заходит Ультра, линги, бэлинги, заходят. Здесь Марики встречают все дело. Марики будут уничтожены ультралиском плюс лингами. Здесь можно КСМ-ок пошатать вместе с Бэйнами и ультралами. Я понимаю, почему Димага этого не сделал. Странно даже. Так, здесь Туретку крызут, скорее всего, линги. Здесь Димага пробегает на вторую базу, к Димуслиму. Либераторы сейчас разложатся. Бэйнами пробивает, депошечки пробивая, пробивая депошки. Бедный ультрал падает. Не закрываются депухи на Мэйне. Раз шат хороший идет со стороны Димаги, попробует тут отбей еще все Димуслим. Димуслим тазбит. Ну, 23, так СМ-ки уже как с куста, сдуло просто. Нужно Акараптеры нужны. 11 заказано. Грейт бы на них еще в спилении пригодился бы. Плюс два Димага сгрызает. Димага радует игрой. Меня своя реальная. Смотрю сюда, когда смотрю сюда. Но я больше никуда не смотрю, кроме как сюда, ребята. Рыбачок пошел сейчас. Приятную игру смотришь и покомментировать сразу хочется. А не мутаку какую-нибудь. Но пока она приятная, но дальше она может стать любой, в общем-то, другой, собственно говоря. Но 68 дронов. Вот три хаты нифига не раскачаны здесь. Хотя пробов заказал бы Димага, не знаю. То хорошо бы было. Гараптеры летят. В Грейтер Спайер бы не помешал бы. В Руды бы не помешали бы абсолютно здесь вообще ни разу. Вот коронованные все из чата испарились. В кламе сиделись. Даже в админах нет. Четверг заняты все, походу. Ну ладно, завтра пятница. Завтра плей-офф данного Турика. Завтра много еще можно посмотреть будет. Так, здесь ССХ улетает. У Димуслима наверх. Димаги можно караптерами сейчас бы ССХу поймать было. Димага, что ты делаешь? Куда-то лезь. Чего Димага делает? Объясните мне. Только попвалил. Вот ССХа завалит ее зеленью вот этой вот разогревающейся. Караптеров 7 еще за хат. Димага дэмиджем решил забрать. Спалил хат свой в итоге. Здесь Линга Беллинга на четвертую заходит. Сможет планетарку Димага завалить? Нет. Смог. Линги заблочили починку сейчас. Саль, чтобы планетарку завалил. Здесь ССХа падает. 7 караптеров подстраивается. Полиамид у Димаги мало все еще. Ну здесь масс-ченжинги идут вперед. Много чего вперед идет. Либераторов сколько? 19. Где они вообще все? Вот здесь группа. Ну здесь малая только часть их. Вон смотрите сколько здесь двород. Е-мое. Ну сразу видно Англосакс вообще. Собрался демократию походу распространять тут, да? Ну Димага это вам не какая-нибудь банановая республика. Здесь вон уже, е-мое. Технологии. Технологии как надо. Идет вперед. Караптеры наламываются. Либераторы падают. Ну по-моему здесь их столько, что просто ультралы будут загашены в момент все по земле. Но Димага продолжает ломиться вообще. Димага продолжает ломиться. Димага валит здесь с Либераторов. Королевы подостали. Караптеров не отдавай на Мариков, куда же ты, Дима, лезешь-то. Линги со всех сторон налетают. Линги танкуют, давая ультралам шанс выжить под залпами Караптеров. 44-166. Заказ большой. Все, Либераторы упали. Вот тебе и банановые республики. Разваливает Димага. Клам вообще. Королевы где-то. А что королевку Димага не привел? Димуслим контролит. Тайца развести. Ультралу похрен вообще на контроль Димуслим. И он идет и разваливает кабину всем просто. 16 юнитов минус. Джи-джи. Коррсавис. Крошавис Димага. Ну, хоть Димуслима пошатал. А Димуслим, между прочим, много сейчас играет. А там, если мана ДНС-то пробреет, можно ДНС и развалить будет, мне кажется, почему-то. Ждем вторую игру. Я же схастовал. Так, храм в Альдах. Так, храм в Альдах. Так, Димага уже разве. Поехали. Все, все готовы. Мовия Георо активировал премиум на ваш канал. Спасибо, Мовия Джерти. Мовия Георо. Мовия Георо. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Ну я надеюсь, Стрэндж 2.1 развалит И мы как раз DimaTorzok успеем Хотя здесь тоже Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok А ведь это крайне опасное явление Когда ты масс риперов Не отбиваешь с роуч вороном Лингами можно его в принципе Не отбить такой билд Две плюс королевы делает DimaTorzok Две вышли сейчас на рампу Как вы видите Четко пока контролят DimaTorzok Заказывают Рипера надо демоджить С того заднего, блин Криптумор вот сюда обязательно нужен Чтобы вижен был Королевы уходят на мейн Гранаты Е-мое, сейчас Демуслим разведет Как вообще молодого Ай-яй-яй Королевы уходят Три здесь на мейне Криптумор пошел Млайс Димага сообразил Что Криптумор здесь необходим Даже два запилил Сейчас ну два-то с перебором Может быть даже Спорочка перекапывается Спорку не успел отменить Димага, Димага, что творишь? Ну вот Димага против риперов не готов Что-то совсем Я уже не первый раз, кстати, вижу эту хрень Что Димага против риперов Совсем что-то не готов Кидаются гранатки Димага пытается врываться Да куда ж ты в лоб-то ломишься так, Дима? Что творишь? Надо ловить их аккуратней Три королевы живых Все нормально Здесь крипа много на ХГ Риперы куда-то свалили назад Ну и здесь уже ИЦС-шиков Три дрона плюс Димага делать Но пока ситуация у Димаги вполне себе приемлемая Я скажу Четыре королевы здесь есть Гранаты накидываются прямо под Криптумура Это нагло я сказал Лейнгов надо бы спустить вниз сейчас Так, Криптумур убил один Димас Лим Но второй-то живой Коверами все Димага видит прекрасно Лимит плюсы Здесь две инженерки пошли Может заболен басить его вообще нахрен Не знаю Так Так Макью поддержал ваш канал на сумму 128 рублей и сообщает Сколько комиссия Спасибо Макью Сейчас я тебе смогу сообщить через несколько секунд Как операция это будет Там В общем-то Ильяна я тебе скажу Спасибо тебе за 128 Спасибо всем братва за поддержон Ну Гранатки Как хорошо Димуслим Хочет Вслепую Криптумур найти Ну Кстати Вот по Примерно Дуге Вот этого Крипа Понятно где Вот блин Шарик Димуслим Вот понятно что И раз такая дуга Значит где-то в центре Примерно Вот это радиус Можешь сказать Значит диаметр здесь Значит где-то здесь Криптумур в смысле Понятно что Диаметр Не важно радиус Не радиус Ну получается Это да Как бы К радиус Какое-то отношение имеет вообще Это дуга Ну да Это получается Полуокружности Вот этой вот А Криптумур Ровно в центре Вот что я хотел сказать Сам запутался Чету Радиус Хотя примерно Вот от края Вот этого От края центра полуокружности Радиус как раз таки Расстояние Вотités Вит? ВИЧ геометрия с ПОМИ Геометрия Старкрафта У Алекса математика ПОМИ геометрия контроля Ёма обоссанного Вот, ладно Шутки шутками, короче, продолжаем смотреть Хорошо, Димуслим криптумары контрит Но Димага живет, это самое главное Макро хата пошла, леера нет, вот что плохо Риперы вообще все живы, кстати, гляну А они, посмотрите, дэмэдж минимум нанесли Что-то фризит немного Ну, может быть, сворачиваюсь, вот и фризит Ретает рипера Так, сейчас я кое-что гляну Спросил, макью Короче, 180 за 128 рублей от тебя пришло Так, ну, это 20 минус Со 130, сколько это процентов-то будет Больше 10, явно, как его, да? Намного больше Это 16, наверное, процентов примерно Чуть больше, может Короче, ты, видимо, с карты банковской кидал, я так понимаю Может быть, я не прав Так, лейер у Димаги Четвертый хатик Рип тут напиливает Надо окружать чертяк вот этих Пытается Димага это сделать Хорошо, как окружил Ну, блин, они вышли часть равно И погромили несколько лингов Блин, какие риперы больные для собак Когда гранаты кидаешь нормально Это просто жесть Я смотрю, я не знаю Ну, на крипе окружают собаки Псы войны 13 дронов у Димаги По боевому лимиту не ахти Сейчас, если щиты доделываются Димуслим минуснет Димагу, это, кстати, один из любимых его билдов Вот этот выход И у Димаги нету контроля в этом направлении Очень проблема И без покатух здесь Вот были покатухи, а клик просто, блин Без покатух тяжко Криптуму развалил Димуслим опять Наглый яец Наглец Стрэндж Вина Отлично Так, пытается Димага принимать Хорошо, врывается Мариков принимает Неплохо Спасибо за инфу про Стрэнджа Но мы на Димаге тут зависли Димага тоже может победить Причем в этой игре у него вполне все нормально С Димуслимом Я так посмотрю Сейчас 1 в 1 грады будет Правда Димуслима 2-2 уже делал Все, покатухи есть Надо идти катиться туда Рубрика для Наряберского соревнования Да нет, у меня рубрик не будет Просто я, помимо просто стримов турнира Хочу сделать еще несколько моментов интересных Там 1 StarCraft возможно самому даже чуть-чуть сыграть Может быть что-то постримить Старенькое из старых водов Вот Кстати, просьба У кого есть, кто шарит Где находятся какие-нибудь воды По первому StarCraft Там в СВЦГ, например Вот я в СВЦГ бы посмотрел Напишите мне нам его ссылочку Также хочу ладер покатать в волок Вот, вспомнить прошлое, так сказать Вспомнить все с Арнольдом Помидором В чем? Глаза на лоб, блядь, полезли Короче говоря Ладно, что-то я уже угораю Но это хорошо, значит настроение неплохое Значит мы смотрим игры И значит наши все-таки после касса провального И провального Кого там еще? Кто там еще провальный у нас был? Ну пока Стрэндж только слился Хотя да, провальный касс пока только что был Смотрю, неплохо А Димага отыгрывает Хотя от касса я как раз-таки гораздо больше уже ждал Чем от Дима, например 10-17 бэйнов в счет Димаус Лема идет на креп Че Димаг боится-то? Окружите вот эту всю хрень И просто изничтожить В хайф делается Может с брудами лучше здесь было бы Димага биться Так, заходят бэйны Повезло пацанам, смотрите Газ забрало, депошечку И бункер, а эти такие Опа И стоят такие Так, здесь минки жахнули Еще раз, это минки дэмэджа много Димаги наносят Димуслим веет королев Здесь криптумор, новая пши Димуслим собирается минуснуть королев Ну у Димаги много здесь бэйнов, лингов Тканет Димуслим Королеву криптумор один выкакали Но Димуслим его сбил Стратегический криптумор я бы назвал Пробивая Димага камни Понимаю, здесь двух сторон придется драться Ему скорее всего Ультралис Кеверн пошел 2-2 грейды доделают Димуслим уже 3-3 вовсю делаются Ну вот либераторы против вот этого микса Димаги, они не очень эффективны Объяснять я надеюсь не надо Почему? Потому что по лингам, по бэйнам Они не так уж эффективны Пошел на лом Линги заходят вперед Минки жахнули просто адски сейчас По бэйлингам, по лингам Ой-ой-ой, как больно сплит Да даже дело не в сплите Димуслима Сплит-то так себе здесь Но как же жахнули минки Ну вот Димаги хватает абсолютно Нет Хватает, нет Хотя не хватает, да Что-то я часто тут меняю В общем-то Позиции, да А вот это больно было только что Как же она жахнула Последняя вот эта мина Это просто дичь вообще Так, репки Спасибо за репки Репки тоже важны Но больше нужны воды 116-180 Ну здесь Димуслим давит Даже если Димага войдет в ультралов В этот раз не такой тайминг Как в прошлой игре Абсолютно в ультралис Вот Похоже на 1-1 Очень-очень сильно похоже Здесь, в этой встрече Сдается мне, что навряд ли Димага Перевернуть сможет Сможет Поперся Димага Но это уже врыв отчаяния Такой ультрала под либераторами Минус здесь все в итоге 80 на 180 ГГ не секунд Как говорится Ждем ГГшечки Димага отказывается что ли От дальнейшей игры Ну-ка, надо узнать у него Тройной глаз корейский Ставлю Так, галактический процесс Так, галактический процесс Игра продолжится Нет, хватает ли Димаги или нет Отвечаем на вопросы Типа Вы должны прислать смс 50 рублей Димаги не хватает 100 Димаги хватает И тогда все решается Поехали Третья решающая Галактик процесс Галактический процесс У нас Карта Погнали Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Второй когуть ждет В первом Линго Беллинге Невыгодно размениваются Поверь мне В такой движухе Когда столько ошибок Вот всяких Там второй когуть Уже минимум решает Хотя под грейды Нужно подстраиваться Безусловно Но я уверен Что Дима Там именно Второго когтя Не ждал точно Вот там Тут важнее было Как бы правильнее драться Окружать тирана Там Крип свой Законтраливать А не именно Ну там С когтями Разбираться С этими СМ готов Так Сейчас я на СГЛ Ребят Подождите Гляну ссылочку На завтрашнем Улучшение Завершено Так Глороксический процесс Чуть-то мы все Димауслим Это смотрим Прошу прощения Лайфенд Меня попросил С ликвипедии Разобраться на СГЛ Завтрашний Ну спасибо Большой Юре Конечно За то что он Помогает С этим всем делом Разобраться Но к сожалению К сожалению Такой великолепный Турнир Где столько Корейцев Будут биться Финалов Он пройдет Без нашего Участия Потому что Потому что Блин Он будет Пересекаться С данным Турниром Плей-оффа А этот турнир Поинтереснее Все-таки Весь топчик Европы Здесь присутствует Дайте Кстати Нерч здесь был Или нет Еще не вижу Кстати Нерча Почему-то Нет Странно Нерч Видимо Готовят С каким-то Другим Турниром Хоть Убейте Не вижу Вроде Его нет Не знаю Почему Отказался Может Нерч Может Тейк Его там В ванну Насильно Посадил Как-то На Home Story Кап Когда-нибудь Ряд Некентос Сколько У Димаги Док Жизней Он Димага Может Один раз Свалиться В лузера Потому что Он все равно В финале Как бы Лишний раз Так Рипера Отогнал Леньги Вперед Выдвигаются Здесь Минка Блин Мазершип Этот Улетел бы Сейчас бы Медиваг Было бы Вообще По-царски Если бы Димуслимовский Но Димага Ждет Смотрите Марики Здесь стоят Плюс Минка Сейчас Димага Окружит Это все дело Сгрызет Хлам Собачий Так От Минки Надо уйти Димуслим Залпанул Но Димуслим Так себя Залпанул Я бы сказал Мула Пробревает Димага Ну в принципе Дивиденды Свои Этот врыв Уже принес Депошечки Димуслим Отменяет Пару Рабочих Подгрызет Я думаю Что Димаге Есть хороший шанс В плюс Выбиться Так Спасибо Теф У меня есть Ссылка Как раз Из нее Надо было На ликвидию Перенести Юра Перенес Ему Громадное Спасибо Но Нужно Еще Поставить По времени Все Скинул Лайфенгу Пусть проверят Так Здесь Рипер Прилетает Крептумора Видит Димуслим Ну Крептумор Выбез Димага Отменил Сам Себя Гранаты Бомбанул Ну В итоге Давайте Посмотрим Как По ресурсам Кажется Что Димага Хуже Даже Замеялся Но Не обязательно 23 лингов Все было Терять Но Во первых Три КСМ И погибла Во вторых И очень долго ЦСХ Не добывала И наглый Димуслим Даже Смотрите 600 На грани Горения Просто Вычинил Ее Какой Жадный А даже Минералов Жадно Чтоб До зеленого Начинить Дочинить Надо Наказывать Надо Наказывать Гада Треть ЦСХ Пошла Так Возможно Тебе надо Обновиться Макью Или Перезайти Там В Так Прилетел Димуслим Димага Не бегай Под танками Надо Лингами Оббежать Вокруг Крипта Внизу Есть Уже Королевами С Хайграунда Выбивать Медиваки А лингами С Логграунда Сюда Надо Забегать Но Димуслим Может Танками Перелететь Например Попытаться 14 лингов Еще Дима 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 Сейчас Спорка Подлетит У Димаги Сюда Рингами Вниз Спустись Дима Молодец Спускается Рингами Вниз Спорка Прямо Логграунд Одна Идет Хорошая Операция Это Такая Смотрите По Выживанию Отсюда Наглого Тираноса Наглый Тирас Какой А Ну Наглец Димуслим Падает Один Медивак Димага Отбивается Просто Красавчик Я вам Скажу Что-то Мне Прямо Сегодня Димага Радует А говорит Не тренился Ну как С тиранами У него Неплохо Может По Димуслиму Бонус Дэмэдж Какой-то Танк Димуслим Забывает Теряет Все Кончился Харас СД Жмем Один С рабочих Один Один Доделывается Два Два Хрен Закажем Лэйра Нету Извиняюсь Конечно Но Хотелось Бы Просто Мне Чтобы Два 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 Заказан Рипер На Лингов Габ Короче Под Медивак Вообще Бычара Привет Зерата Димага Браток Статистика Какая На Олегу Лаке Ищи На Сайте Думаю Разберешься Как Пользоваться Им Я Скинул Суку Так 99-91 По Лимиту Хрипа У Димы Много Реально Посмотрите Двух Либераторов Видите Четвертую Хатку Занимает Сколько Королев Шесть Есть Надо Возвращать Всех Сюда Вот Они Два Либерка Сюда Внаглую Летят Просто Внаглую Я смотрю Ну Раскладываются На Три Часа Дима Уводи Рабочих Куда 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 Как Дайши. Дайши. Ламбу убил. Дайши. Стрэнджер реванш. Дайши. Может выиграть. Спасибо тебе за реплей, Алексей и Дип. Но не факт, что они там работают все будут. В общем, проблема. Либераторы на мейн залетают. Ой, на третью, простите, залетают. Две королевы на мейне стоят. Можно помочь же этими королевами, Дима. И что же ты так все сливаешь-то, е-мое? Бесполезно как-то. Так, здесь Либератор пытался, пытались залететь. Погиб один. Возвращая Димага рабочих на добычу. А наглый Димуслим опять блочит. Ну что ты будешь делать? Надо дронов заказать. Парабам просел, Димага уже семь слил. Димуслим летает, наглую шатает. Два-два доделываются. Ультра каверн пошел. Димага. Пятнадцать дронов. Красавец. Сейчас это очень нужно, потому что минералом добыча слабенькая. В Димаге здесь явно четвертый пытается занять Димуслим. Реакторы, там все дела. Грейды тоже делаются, выходят. Технологии жесткие самые. Здесь прилетает Либератор, но здесь все заблочено. И здесь спорка в итоге есть уже. Так, здесь какой-то выход идет от Димуслима. Так, стимпак. Так, не скаминок здесь Димага сбрил, но что-то отдался при этом на заказ 42 лингов. Есть бейн это вообще у Димы сейчас? Восемь штук. Надо новых подморфить. Морфить новых бейлингов. Что-то их очень немного, я вам скажу честно. Скан криптумора выбивается. Димага идет крип свой прикрывать и правильно делает. Бейлинги заходят сюда вместе с королевами. Линги новенькие выходят. Надо зайти сюда, блин. Надо крип прикрыть. Почему бы его не прикрыть? Здесь Лингена второй врывается. Димуслима КСН с одним армуром, поэтому Лингена 2-2 нормально грызут, я вам скажу. Смотрите, как марики без лечения улетают. Просто в секунду. Даже мародеры чуть не сгрызли сейчас бейлинги. Одна минка на лоу-граунде. Здесь есть видит Димага эту минку прекрасную. Если бы она была не перезаряжена, было бы жесть. Уже начали с дайшины, я понял. Но здесь у Димаги напряженка. Так что, что, я уж раз сюда пришел, надо здесь и стримить. Шпиль в этот раз Димага пораньше пилят. Молодец. Газа нету у Димаги. Газ бы нужно подзаказать, потому что ни на караптеров, ни на 3-3, ни на что нету, блин, газа. Вот в чем проблема. Так, здесь что-то мародеры-марики через центр рываются. Здесь много мародеров-мариков, притом здесь дальше этот Димуслим шатает, в общем-то, камни. Силнаги частью рабочих видит, частью боевых кемиентов видит, где Димага находится. Ультрала-мармор доделся, но здесь уже 6 либераторов. Ну, а вот ультрава-1 здесь есть. Так, королеву-либератору встречают, смотрите. Иди, Димаг, дерись на оклике, ты что бояться-то? Королевы идут вперед, королев либератора там минусует. Хотя здесь позиция, вот я говорю, иди дерись. А позиция-то провальная для Димы 146-193. Это печаль полная вообще. Так, тут Димага что-то оббегает. Хорошо, ультрал здесь бомбит, Беллингев как принял сейчас. Ответочка заходит от Димаги. Неплохо здесь прошел. Ну, королевы-либераторов-то куда полезли, Дима, свали вон отсюда. Одна королева остается, 116-148. Ресурсы у Димы есть, рабочие у Димы есть, газа у Димы нету. Дища-то какая, где газ-то? Кто газ? На второй базе газ до сих пор не впилен. Ну почему? И на мэнни. Матом сейчас хочет. Вот хочется матом ругаться. Вот здесь вот пилит, а здесь забыл вообще. Про то, что газ что ли есть, я не понимаю. Типичная какая-то хрень вот эта. Королев надо восстанавливать, 6 восстанавливает Димага сейчас. В принципе, экономика у Димы неплохая. В принципе, он все четко до сих пор делает. Только здесь надо быть предельно внимательным. Так, линги вперед идут, ультралы сзади. Но королев нет смысла лезть на либераторов, непонятен мне сейчас. Королевы вышли, новые надо взять, привезти. Здесь к СМ-очке дистанс майнингом уже занимаются. Диму Слим спалил, что забегание пошло от Димаги. Но Димага сныкался там внизу. Ну вот он попал на юнитов Диму Слима, надо уйти. Вон. Так, под споркой либератор один оказался. Только не лезь вперед. Вот спорочку сюда. Посмотрите, в наглую здесь. Без каких-либо юнитов Диму Слим здесь в наглую вообще разложился. Я вообще в шоке. Димага делает забегание. Все правильно. Вот на вторую базу вот этим забегание. И все. Здесь отступить назад. Построить прирост. Красавец Димага. Все правильно делает. Ультру только с бейнами надо вперед пустить. Ну тут минка есть. Надо не тупить, Димага. Забегай. Диму Слим все видит. Ё-моё, Дима. Ну что ты встал-то? Конец. Сообразил Димага. Залп дикий. Надо проходить из либераторов. Рейнджа, выходи сейчас, Димагит. Он этого не делает. Это ужасная ошибка с его стороны. Очень больно. Либераторы бомбят. Ну один ультрал и два линга все-таки прошли сюда. Ну еще один либератор здесь есть. Это ГГ. Забеганию всему. Здесь димаги надо драться обязательно. Заходят с линга-баллингами. Либераторов контрить нечем. Они просто унижают. Блин. Насколько юнит жесткий, когда с ним неаккуратно так действуешь, как Дима сейчас действует. Так, Сэшка новая пошла. Не, ну вот это уже катастрофа. Вот это проваленное забегание со стороны димаги. Ну тут минка. Насколько минка в тему, да, была? Жахнула, всех бейнах убил. Были бейны? В секунду до кошки пробиты. Ультралы зашли, землю снесли. Один сюда, один сюда. Все. Попробуй, либераторов разложи. Здесь хат у димага потерял. 150-200. Ну зато сверху база есть. Парабам-то у димаги все неплохо. В принципе, ресурсы добываются неплохо до сих пор у димаги. Но не хватает, не хватает. Здесь либераторы жестят уже, блин. Причем они без рейнджа, между прочим. Это траша самая интересная. Вот эти камни давно можно было бы дозгрусть уже. Хараптеры, а дима летят. Здесь масс-минки, здесь мариков много. Здесь лингами нужно срочно сюда врываться. Отвлечь контроль димуслима. Отвлечь его внимание немножко. Здесь димаги что-то делают. Все, линги пошли вперед. Надо в рабов ворваться сейчас. Димага это делает. В рабов врывается, димуслим поднимается в цеху. Прироста здесь нет. Ни хрена нету. Можно на рампу забежать. Но димага не то грызет. Он в это время просто занят обороной очень сильной. В итоге димуслим тут, димуслим, он не те здания вообще грызет. Хотя сейчас третью атаку грызет, например, ему. Это важный грейд. Блин, ну караптеры, они просто не могут залететь. Здесь такой ад. Посмотрите, сколько мин. Посмотрите, ё-моё. Нет, в лоб невозможно здесь для димаги успешно драться. Это факт сейчас. На третью ворваться вот это можно. Это да. Потерял димага хату здесь. Димуслим попустит 12 часов. Это уже провал полный. Димага 12 не контролит, не защищает ничем. Всё, остаётся фактически без добычи. Выходит прирост. Хату. Хата выжила чудом. Протрамсюсь. Дима пока живёт. Ультрал один побежал. Ну, на такой стадии такие ошибки уже это, в принципе, нормально. Тут как бы тяжело у контроля. Стрэндж 1-0. Дайшимин уснул. Отличный. Отличный Стрэндж, я вам скажу так. Ждём Стрэнджа в плей-оффе. Разыгрался Стрэндж. Разгромили Либератора Королев. Ультралы зашли. 101 на 176. Сливается Димага. К сожалению, здесь уже не хватит ему экономики. Это факт. Но сражался достойно. Мне понравилось, как Дима играл. Дима с ним сейчас в очень хорошей форме находится. Это бесспорно. Прошёл навес. 108 в Европу попал. Может, он, конечно, и не только 8 однозначно. Но у него миллион, он, примерно, там 2000 игр с играми. Димаг пока не сдаётся. И мы, походу, не успеем дальше Стрэнджу зайти во вторую игру. Но я сейчас перестримлю тогда. Ну а что делать? Делать нечего. Димага теперь уже всё. Менее минуты, блин! Менее минуты! Что так долго Димуслим Димагу добивал, а? Две минуты в игре только. Ну ладно, сейчас тогда я поставлю стрим. Кто там, кто-нибудь-то наверняка стримит. Нет, Бэйстрейдс эту тоже тему стримили. Дальше Стрэнджи Тэктиви стримит. Молодцы! Ребят, сейчас подождите на секундочку. Я кое-какую ссылку возьму с рабочего стола. Скину вам, потому что этому турниру нужна поддержка. У кого возможность есть, поддерживайте. И вообще это было условием пропуска в игру. Реклама данной ссылочки. Кидаю вам. Здесь поддерживаешь Тэктиви. 50% призовой идёт. Так, надо зики прибавить. 24 рубля, 294, плюс 8, 302. Ах ты хитрец, ах ты хитрец. Три, точнее вот так вот. Три, точнее вот так вот. 208. Что-то у меня. Ну да, всё правильно. Что-то я загнался прям. Ниди Муслим Адайши прокомментировал. Что он имел в виду, я не понял. Стрэндж, видимо, играл Билл Свойса. А Глев и Адепты и плюс 1. Семь гейток. Ну что, ребят, вам просьба, естественно, поддерживать меня мой канал. Отключайте отблок, и реклама сейчас присутствует. А это очень хороший момент. Бест подчеркивания, Петрович поддержал ваш канал на сумму 450 рублей. Спасибо, Бест Петрович. Ты реально, Бест Петрович. То, что у Дайши бомбит пуканчик. Это очень хорошо для Стрэнджа, ребят. Значит, у него есть шанс Дайши развалить. Дайши, кстати, обратите внимание, играет из Тэйк Ти Ви. От Стрэнджа Призма Блинк делается. Но если будет третья игра, я смогу ворваться на самом деле тогда. Димак, к сожалению, проиграл. Спасибо. 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 Так, пошел инвайт. Так, я Стрэнджа подожду, я не знаю, что там за игра сейчас начинается. Стрэндж прессуют, кстати, жестко дальше сейчас, очень жестко. Да, варпу адептиков идет, это улыновые сталкеры какие-то здесь, получается, блинка, ой, это стимпака еще нету, дальше вот это да, Стрэндж здесь разваливает, смотрите, адепты зашли, КСМочки падают, просто Стрэндж валит, хлам, 82, 58, пока я не ворвался, надо вырываться было здесь уже ГГ, дальше это точно, смотрите, варпу еще Стрэнджа сталкеров идет, принимает дальше медивак, пишем ГГ, выходим, хлам вообще красавчик, Стрэндж сейчас бомбанет, бомбанет у дальше, и что-то пишет, что-то пишет. Спасибо. Дальше, и что-то там пишет. Ну все, Стрэндж завтра будет в плей-оффе, говори, что красавец поджег пацанчика. А кто у нас начал, у нас Димуслим, получается, начал, или кто у нас начал? Нет, Димуслим пока не начал. Блая группа скоро начнется. И братка. Браток и Лазер, Хиромарин, Гунгфу, банда сначала. Так, нам нужен Димуслим против Мана ДНС, как сыграли вообще, чуть не понял. А, они по очереди, походу, играют. И банка. Брает. 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 Брание. Брает. Брает. Так, дару вам еще. Так, дару вам еще. Спасибо, Юрий, на ликвипедии все запилил. Дайши начинает биться против Демуслима сейчас. Погнали. Спасибо, Юрий, что запилил сетку там. Вы поддерживаете меня и мой канал, естественно. Отключайте АДЛОК и реклама сейчас есть. Появилась новая реклама, некоторое количество. Кстати, скажите, идет вообще или нет. Должна идти. Ну и много-много всего там полезного. Ну что, Демуслим против ДНС. Десайдер матч группы, где играл Димага. Димага, к сожалению, хоть и достойно сражался, но проиграл Демуслиму. В лузерах. Это Десайдер матч у нас. Стрэндж вышел через Десайдер матч со второго места. Красавчик. Проиграв Дайши в венерах, он выиграл Бистика и Дайши. Потом в лузерах. А Ламбо забрил всех с первого места. Там вышел. И посмотрите, что делает ДНС на проксе Димуслиму. Отвечает своим прокси из-под мейна. Кажется, мы стали забывать, как делается оракул прямо у тирана под ЦЦшкой. В 5 секундах лет. Таких 5 тут, секунду 3 лететь на самом деле. Сюда даже. Так, ребят, секунду. Так, не понял. Хэлс Толлен. Без подчеркивания Петрович. Мне же с подчеркиванием Петрович послал. Или это ты и есть, скажем, я чуть не вкуриваю. А, здесь факта Старпорт, пруфси. Вот здесь что такое. Ой, как адепт в миллиметрах-то проходит здесь. Но на самом деле оракул здесь объяснит Димуслиму. Возможно, даже, что он не прав. Мазеркор летит вперед. Сейчас минку спалит Мазеркор. Заметил минку. Мазеркором у нас ДНС. Приходит Старпорт, дальше делается. Пролети дальше-то, сбей КСМ-ку. Если получится сбить, будет печаль. Не получилось сбить до готовности Старпорта. Печаль для ДНС. В итоге здесь два пилона. Оракул сейчас будет готов. Адептик с пробочкой заходит. Но адептика разваливает Димуслим сейчас, кстати, жестко разваливает. Илончики сейчас тоже погибнут. Оракул залетает в это время. А, после Димуслима ДНС-то сразу. Ну, смотри, Таастрим как раз будет жнать тайминг. Вот. Хорошо здесь Оракул бомбардирует, я вам скажу, КСМ-ок. Девять уже минус. В это время врубает Суверчаш. А как быть дома-то? Что ждал-то Димуслим? Здесь на муве можно минками было зайти. Даже необязательным и диваком было лететь. Просто испугался он. Здесь робо запилено. Но робо-то не успевает. Прилет у минок, ребята, это серьезная проблема вообще. Приспешник, кого буду стримить? Две минки залетают. Раз, два. А робо-то, кстати, в тему. Оно, ну, еще не успели доделаться здесь юниты. Посмотрите. Не успели доделаться здесь еще эти... Фу, блин. Чего я несу? Апселлер успевает доделаться как раз вовремя. Точка сбора ставится. Надо запиливать минку раз. Запиливает минку два. Убивает... Раз, убивает минку два ДНС. Оракулом вернулся сейчас он. При этом всем. Димуслим проверяет, где же Старпорт. Найдет сейчас. Я уже тысячу раз объяснял, почему только одно ухо одеваю. Так. Василий Васильевич на Звер 2500 присылает от Алиса, как обычно, от души. Спасибо. Спасибо тебе, Алиса, большое. Очень-очень приятно. Сейчас я тебе добавлю. Кстати, в этом месяце ты что-то много пилил. Ты должен в топчике быть 100%. Блин, а у меня смс-ки в этом телефоне все похерились. Если не в лом, отпиши, пожалуйста, сколько присылал мне до этого куда-нибудь. Хотя, куда ты отпишешь, я даже не знаю. Блин, этот вонючий телефон. Надо срочно купить смс-ки. Здесь просто памяти. Телефон памяти на 50 смс-ки хватает. С50 есть. Удаляю дальше. Так-то в обычном моем хоть посчитать можно было, кто со Сберой поддерживает. Все дела. Блин, а так я хрен чего и посчитаю. Надо на Сбер онлайн заходить. А, ну, кстати, можно, да, попробовать. Так сделал. 49-45. Ну, кстати, после всей движухи вышли вровень примерно сейчас оппоненты. Здесь Мазеркор с Адептом держит просто до седьмой минуты оборону на Рампе у Димуслима. Адептом проверяет здесь все. Старгейт без пилона остается. Спасибо всем за поддержку, гигантские ребята. Залетает Либератор. ДНС готов. Никсу ставится. Все в порядке. Пилон падает. Уверчаж. Адепт телепортирует в ходу Уверчаж. Нет, это минус Адепт. Да и нужно ли было Уверчаж этот, точнее, убивать это все дело. Дроповец пытается Димуслим Мазеркор схоронить здесь. Ну, и его встречает хищный циклон от другой стороны, бедняга. Вроде летающая тарелка, а такая медленная. Ну, и будущее еще поделаешь. Тарелки уже не котируются, как бы, что тут. Здесь уже авиация. Поколение не то, что там. Уже десятки, наверное. Космическая авиация. Так же не знаю, как тебе Алиса напилить. В чатиках тебя нету. Ну что, ДНС принимает бой. Циклон поднят. Либератор-то вкуснее. У него ХП 2, там 10 ХП. Ну, что ты делаешь-то? Ё-моё, ну как так невнимательно-то можно играть? Ну, ДНСик, ну что ж ты творишь-то? Не знаю, может, ты каким-нибудь сообщением, там, 5 рублей пришли. И скинешь. Ну, я одно снимаю, чтобы не орать, потому что если два ОПа будет одета, у меня будет слышен звук Старкрафта. Вот. Я буду что-то думать, что тихо говорю, а на самом деле буду орать просто на всю комнату. Невролог поддержал ваш канал на сумму 300 рублей и сообщает. Добрый вечер. Недавно в магазине видел изделие антипригарный коврик. Донат целевой. ПС, спасибо за стримы. Спасибо, невролог. Учту твоё предложение. Ну, знаешь ли, на антипригарный коврик есть кандидаты более, чем я, подходящие у нас в СНГ особенно. Вот, ДНС здесь отбился, Нексус занял, рабов бы подстроить на этот Нексус, бы ему сейчас не мешало бы. Ждёт Иммортала, будет врываться или не будет? Будет врываться, но куда он будет врываться? Здесь СС-чика подстраивается, ещё не готова. Вот, нужно отойти назад. Кому навешать? ССС готов. Время действовать. Экипажа занять боевые посты. Месторождение минералов... Так, сейчас, подожди. Ботаники вроде там 250 присылал. СС готов. Брось с дороги. Сейчас рванём. СС-чика. Ответный огонь. Улучшение завершено. Так, ребят, сейчас, ладно, всё настрою. Здесь игра в самый экшон идёт. Так, а Т-13 как прем активировать? Ну, тебе на мыло должен был прийти код и где... Так. А, что, погодите, премиум. А, вот. Где покупаешь ты премиум код плеером, ты должен нажать на премиум, тебе вылезет хрень и там слева будет активировать премиум. Туда код вставляешь, активируешь. Вот так вот, а Т-13 это делается. Вот. Блинка нету, ДНС идёт вперёд куда-то. Кстати, здесь такой интересный микс. Был бы блинк, вообще пробрел бы, скорее всего. Но без блинка хз тут как. Но зато есть призма. Ой, как иммортлый подставляю... Мародёры, простите, как подставляются. Пару мародёров сейчас минуснул ДНС оппоненту. Заходит дальше. Гвардиан шилкру, блин, поспешил с гвардом немножко. Иди вперёд, ты ё-моё, сплитился. Гвардиан в пустую прошёл в итоге. И пока ещё действует. Ну всё, он кончился и бой-то... А бой в самом разгаре ещё. Только нападение идёт. Отбивается Димуслим, похоже на минус ДНС. Сдаим бы. Ну, не самый плохой вариант. Вот. Ну, флудерастов всяких на кол сажаю посерьёзнее, как Иван Дрозный. На бочку скоро спущай, полетаю. Чтоб в чатике не блудили. Короче говоря... 30 сэщики у Димуслима. 15 на 37 парабам. Вам кажется, что парабам всё плохо? Нет. Не так плохо у тирана с тремя мулами сейчас будет. Спасибо всем, ребят, ещё раз. Ну, хватается ДНС этим Димуслим пушить, у него ничего не выходит. По лимиту уже, в принципе, в плюсе. Так. Адфикс. Миша вот тебе правильно всё говорит. СНГ. В бою. Пока вылетел только Касс и Димага. Вот. Прошёл Стрэндж. Биться сейчас будет браток Блай. Самым последним в бой. Ступает Вердосич, эскиз. Вот. Поэтому мы это всё ещё увидим в ближайшее время. Здесь же у нас, как вы видите, идёт движуха вовсю. Игра на слабые экономики. Мне нравятся такие игры. Глефы есть. А нету... Нету... Единственная блинка здесь вот. Так. Что происходит? Здесь рыв. Здесь рыв. Везде какой-то кипиш. Идёт. Выходит обсердер. Здесь кибернетчика упадёт. ДНС никак её спасти уже не может. И сталкеров будут не наварпить. А чем выбить либератора? В итоге либератора выбить нечем. Три СН3. Какие СН3? Чем они вообще... Как они выглядят? Никак не выглядят. Здесь Мазеркор падает. Всё-таки расшатал вроде Димуслим ДНС. Я так понимаю, здесь уже ничего не сделать будет. Слишком много... Ой-ой-ой. Ещё и уходит сейчас ДНС. Пишем ГГ. Выходим. Это называется. Здесь без шансов. Пока он идёт, он уже... У него уже эллиминейт. Димуслим. Рабочих осталось 13 штук. Здесь Дарк один есть. Здесь есть прирост. Надо просто уйти за ССС-чику, видимо, сейчас. Адептики и имморталы двигают вперёд. Но я не знаю, что ДНС хочет здесь делать, признаться честно. Он уже ничего не успеет сделать за свитопарк. Ну, по земле здесь ДНС убивает. Да, но понимаете, юниты понемножечку его кончаются. Почему убивают имморталами в храм? И почему Димуслиму не взять КСМок и просто КСМками не подраться? Чего он тут порезит-то, блин? Здесь разваливает всё. Даркшайн надо убить. Даркшайн... А, уже и на Даркоп и ресурсов-то нету ДНС. Он пишет ГГ. Браток начал играть, я насколько вижу. Блин, не успел Братку. Ну ладно, досмотрим вот ДНС с Димуслимом. И... Потом Блайя начнет играть. Братку, возможно, тоже успеем зайти ещё. Так, нет, Револер почему-то не участвует. Не знаю, это надо у него спрашивать, может быть. Так, 100 рублей на Киви вижу. Дефакто Лис Олдскулов в поддержку. Спасибо тебе. Если Шарик знает, что значит сам такой же, по-видимому. Спасибо большое. Так, сейчас на Сбер зайду. Посмотрю, может, Алису смогу отследить историю. Но сомневаюсь, я чё-то. Все группы на стриме будут, говорят. Так, сейчас... Продолжение следует... Продолжение следует... Рестримов точно сейчас не будет? Пацаны, я все, конечно, понимаю, но надо стримить это некрасиво, рестримить, ведь есть официальные стримы. Так, сейчас я кое-что посмотрю. Какая уж убогая выписка здесь, просто жуть вообще, а? Сбербанки онлайн. С сообщениями нигде в интернете нельзя найти, я так понимаю, да, ребят, историю? Ну ладно, ничего не поделаешь. Спасибо тебе, Алиса, еще, видимо, в этом месяце все-таки первый раз ты прислал, что я не вижу там таких ровненьких сумм подобных, вижу тысячи там, еще что-то там. Спасибо всем, ребят, за поддержку кромотную еще раз, что очень приятно. Опа, и Миша сюда пришел. Так, зерк выходит, он что там, к вратку пошел, видимо, я так понимаю. Если что, смотрите его, потом переключайтесь ко мне. Здесь мы сейчас досмотрим и будем... Одимуслима, фапроксифакта, это пуш его любимый, с фактой здесь будет, с танчиками, видимо. Либо передропминок, опять, я пока не понимаю, что именно это будет. Ребят, не расходитесь, конечно. Время еще 21.00, самое время такое, когда нужно посмотреть StarCraft, поболеть за наших игроков. Впереди нас ждут игры Блая, браток уже стартовал, за него также будем переживать. Браток играет со... Ну, видите, что-то настолько много StarCraft, что одновременно идет. Браток играет со лейзером у нас сейчас. Так, надо бы глаза капнуть, мне что-то... Подождите, я эту операцию сделаю, ребята, что... Мы уже подустали глаза за сегодня, стрим сейчас огня все-таки идет. Слезу счастья пустил за выход Стрэнджа из группы. Ну, и теперь все обязаны просто втащить. Здорово всем, ребят. ДНС против Димуслима. Факторка перелетела, сталкиватель приходит. Здравствуйте. А что вы здесь делаете? А мы здесь мутим, баламутим англо-санксонские здесь козни, в общем-то. Минка сейчас на мейн ворвется. Пошел пилон, кажется, Дэна здесь в хлам законтрил, где муслимовские вообще... Димуслимовские наглости. Надо забирать танк сейчас с медиваком. Что и делает Димуслим. Минка 5 пробок, минус 0 сейчас. По октаве улетает низ, танк засиджить надо. И пострелять бы по юнитам, которые на хайграунде находятся. А что сейчас лабу заново запилить? Минка 11 секунд. Стремительно кэдэ идет выстрела. Здесь выходит Димуслим. Бункер, ну куда ты в рейнш-уверчажа-то ставишь его? От меня Димуслим бункер успевает. Молодец. Привет, Фиерер, еще раз. Как так-то, ребят? Я же сказал, я не успел в первую игру, но я не буду рестримить, потому что рестрим нафиг не нужен. В игру можно попасть. Сейчас досмотрим эту, и потом уже Лая, Лая, Стрэнджер будем попасть. Попадать, стараться куда-то. Мы успеем посмотреть всех. Браток не одну игру точно будет играть. Он будет играть две. А, ты на работе сидишь, Миша. Ну, понял. Так, минка по имморталу Бабах делает опасно. Либератор на вторую. Либератор второй тоже на мэн. Сейчас, видимо, залетит на второй. Раскладывается, Димуслим. На мэн врывается, тоже разводочка идет. Наверное, Илюха тебе скалмишь, или не знаю. В ноябре, походу, отбой с приездами всеми. Потому что конкурс этот не в тему подвалил стримера. Придется мне залипать вообще круглые сутки. Ну, а что делать? Надо в топ-3 входить, пробовать. Все-таки, как бы... Во-первых, шансы есть. Ну, ну, че. Не, ну, отцы основателя Гудгейма, это Миша. Но я тоже почти у самого старта, как бы, начала стримов. Вот. Поэтому надо, надо будет бомбиться. 30-17 парабам. А Димуслим-то, посмотрите, уже игру перевернул. И уже надо ДНС уйти и че-то делать там. Иначе беда. Кто-то тут пришел какой-нибудь симпатичный. Сейчас я прям за моську затреплю. Потом. Ладно, спинни. Человек уже переживать начал че-то. Я пальцем махаю, как будто ругаюсь че-то. Так, здесь бункер. Давайте цусечку сейчас отдадим на ровном месте. Нет, такое количество сталкеров точно не успеет любить. Есть бункер, есть. Ну, идем, а, и идти надо отсюда, ДНС-у. Возвращается медивак. Ну, куда ты через сталкеров-то ведешься, блядь? Уходит, уходит. Ушел медивак. Среагировал. Ну, Димуслим, у него, что мне нравится в нем, у него очень хорошая реакция всегда. Вот, контроль у него на высоте, как бы. Это точно. На Твиче, ребят, привет всем. На Гудгейме привет. На СК2ТВ привет. На ВИДе, кто есть, тоже привет. Ну, и на Одноклассники. В виде Одноклассники не контролю, потому что, ну, на ВИДе некуда мне открыть эту вкладку. Ну, там мало крайне людей в чатике. Если что, сюда пишите в чат, там смотрите, суков, где-то что-то не работает. Ну, а на Однокласснике вообще чата нет, поэтому так. Пишите, пишите письма, господа. Еще один медивак откуда-то летел. Вот они строятся, и мы Димуслим ведет на Мури все. Сливает чертяга, блин, а. Здесь идет атака, и Моргл подставляется. Так что, Миш, может, я не знаю, смотрите, если Илюха там не полетит на Су-34 уже к декабрю, то в декабре пильнемся, что-нибудь там сделаем. Обязательно. Так, дефончик выбивается. Заходит ДНС, ДНС улынет, короче, это очевидно, да, вполне. Секунда до стимпака, готов, стим, бери КСМ-ки, стимпач с Димуслим. У меня аж что-то горлом иммортло убивает, сталкеров убивает, да, варп идет от ДНСа. Это ГГ, это 2-0 Димуслим, Димуслим еще из группы выходит. Просто Малорик, Малорик чё, как говорится. Аблай у нас первым будет играть, давайте-ка посмотрим мы. Марин Лорд, Соки, Соки. Так, браток в игре одновременно. Белый Зовин, Белый Лорд, Белый Лорд, Белый Лорд здесь. Хаски 2016 Визин Сегодня масса игр И сейчас как раз будет не просто зерк, а зерк Блай, наш зерк Вот Что нужно, чтобы попали в эти топ-3 Нужно смотрели, чтобы вы Старкрафт как можно больше Подписывались на премиум как можно больше Подписывались на мой канал снизу Вот эту зеленую кнопочку Жали как можно больше И как можно больше поддерживали Материально мой канал Причем не по реквизитам, а именно через Плеер Из Москвы Владимир свалишь Илюх, что да, за боровичками ездил А я между прочим вчера вышел с друзьями Сидел Опять взял из Владимирской области Банки маринованных С лучком их Хич-хич-хич Маслица нерафинированная Подсолнечная маленькая Оп И просто Кулинария, короче, на канале Вот такие вот дела Продолжение следует... Продолжение следует... Все, вижу ответ Так, браток сыграл или нет? Я вот что-то не вкурил Продолжение следует... Так, браток говорит 0-2 Ну тогда я иду в группу, где играет Глай Почему? Мы постримим первый матч А, Блайсоу стартуем Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok Пошли ссылочки. Вот какой у нас радужные модераторы сегодня сидят. Желто-красный, фиолетовый. Локич, Миша и Ледокович. Открыл окно, холодно закрыл, жарко. Готарея вырублена, еле греет. Ну что, бродяга, потрепать тебя маленько. Сул заев кашился, поэтому... Да не боись. Че ты боишься-то, че? Да не боись ты, че ты боишься-то. Кто тебя упадет-то, упасть-то даст. Чарик сразу, когда так колбасину это возьмешь, становится такой... Чарик такой на зиму стал. Я понял, лай, как недавно с Дашей смеялись, что... Самую лучшую форму в нашей семье имеет чарлик физическую. Потому что я его гоняю, он просто... Хоть и таксомотор длинная, но сплошная мышца в нем. Мощный, короче, грудак. Лапы. Да и челюстухой жрет очень часто палочки всякие. Так, а кто там в двоей группе-то еще? Майнлорд Сойкич. Ну ждем, в общем, я никуда не врываюсь больше. Я жду вас. Че тут греть? Бумфу-банда против Хиромарина, но я была я жду. Так, сейчас виза раствора. Нос промоем, погодите. Субтитры сделал DimaTorzok Так, все, я здесь. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Что универчане втащу, пусть не гонят. И не таких через бедро кинали, как говорится. Почему часто военные самолеты в гости, Петрович? Люблю авиацию я. И здесь летчиков в чате достаточно присутствует. Иногда человека три-четыре даже. Довязывайте, спорите, братаны. Так, короче, я давно попить хотел сходить. Сейчас приду через минуту. Буквально. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Easy Так, зики, что влетное не пошло? Мозгов не было. Спасибо. Опа, блайсоу. Тебе, какого хрена? Блять, вот дают-то, а. Просто блайп дрочится, ё-моё, сказал же, блин, инвайтель. Даже не знаю, кто сейчас стримит. Придётся рестримить. Придётся рестримить. Придётся рестримить. Придётся рестримить. Придётся рестримить. Придётся рестримить. И походу никто не стримит. Просто великолепно. Если кто-то стримит, скиньте ссылку. Просил заинвайт, никто не заинвайтил. Придётся рестримить. Придётся рестримить. Придётся рестримить. Придётся рестримить. Придётся рестримить. Так, ребят, чего гейминг стримит, я вообще не знаю. Кто-нибудь может запустить о-гейминг? Я не могу лично. У меня что-то не работает вообще. Придётся рестримить. Придётся рестримить. О, гейминг стримит. Ну что, в Лайсоул играет? Давайте, смотрите, я изменяюсь. Не успел ворваться, закосячил. Всё, я уже понял, что гейминг на высокое качество было не сменить. Вот. Это был Кадав однозначно. Нет, это кошка, да. Нет, это кошка, да. Нет, это кошка, да. Так, я прекрасно знаю, что Блай. Я просил ребят, заинвайтить чатик меня. Ну меня, ну меня ни хрена никто не заинвайтил. Потому что, ну, что-то этот провтыкал немец там маленько. Я, к сожалению, я не виноват там. Сейчас рестрим посмотрим. Так, хорош Блай, гелика встречает. Ну, поначалу хорошо встретил, а потом провально, ё-моё. Какой фейл вообще. Развёл СОЛ четко Блай сейчас в невижену. Вместо того, что через Аклик грызть, Блай что-то там начал бегать и в итоге закосячил. 6 роучей, Блай, Блай, смотрите. Тоже моделечка эта новая роучей. 5247 парабан по лимитру в плюсе. Блай через верх обходит, СОЛ уже вровень с Блайом по лимиту. Внутри КСМ облай подрезал сейчас. Что-то тиховато слышно французов. Я всех приветствую ещё раз. Пока рестрим забыли меня заинвайтить, в следующую игру зайду всё будет окей. Обычно просто инвайтили каждый раз. Здесь в этой игре уже вечер подустали, все внимание падает и уже чел забыл заинвайтить меня. Вот. Мы ждём пока доиграют, а не первую. Но пока что тут битва в самом разгаре. У Блая, смотрю, хайф тут делается уже. Вот. Ну, играют роучи реводжеров. Точнее, пока просто роучи. Ну, если нужно будет реводжеров под Морфет. Напомню, что Take Penthouse Party турнир называется. Вот. Репетиция перед Home Story финальная фактически. Уфууууу. 憤icha все равно. Уфуууууууууу! хаски 2016 какие новые модельки 129 127 но посмотрите на ресурсы и не думайте что у блая с тираном одинаковые лимиты все плохо просто у блая уже строится ультра кавер и блай его как раз таки ждет чтоб ультралов запилить он отсиживается сейчас на минимуме юнитов просто нам вообще минимуме самым то есть если сейчас соул не пойдет вперед это для блай идеальный расклад вообще а соул как раз нужно двигаться соул дропаться начинает значит блай ультралов успеет скорее всего выйти я так думаю нам врубили вот юнитов продакшн не врубать где продакшн вот я вижу ли ми по лимиту блай вскому что уже заказанная ультрала сейчас сколько их заказано непонятно 5 5 1 коготь шоу 2 армор доделывается уникальный ультралов армор 6 ультралов supply блок у блая был сейчас оверы построили собой блока больше нет разводит на steam пак соула в этом нул активировал премию на ваш канал спасибо ну а ну ну это значит неизвестные с какого другого сайта спасибо всем ребят забегание царская лингов от блая на третью базу к соулу идет в это время в центре несколько юнитов принимает блай тут ой какой врыв пошел где ультральчики на третий бать пока блай здесь забежал ему третью просто соул громит блай возвращается из центра но на ровном месте потерял значительную часть экономики нужно отметить сейчас спасибо всем ребяту на премию подписывается и поддерживает это очень важно следующем месяце еще важнее будет но и в этом тоже помните что поддерживать канал надо тем более я стараюсь тримить сейчас все по максимуму абсолютно вообще ни одного турнира не пропускать вот ущерб стримом не расслабляться кота там не уходить посидеть потупить где-нибудь а пилить все 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 проверю-ка я сейчас так блай вперед пошел до идет блай вперед нет не стал наламываться упа понял так здесь блай принимает налом будет сейчас видимо будет налом здесь блай в районе 4 190 160 по лимиту ультралов просто немерено все это идет вперед фаерболы падают все под микозом блай месит месит просто в хлам здесь все ультра заходит разгром просто разгром 160 на 107 сейчас gg соу напишет блай царский здесь все делает ну все главное затащил хвалю блай перехожу туда а новые модельки юнитов ну так прикольно я правда не знаю где там что стоит как бы где они берутся ребят все я в игре и сейчас вы в великолепном качестве будете естественно смотреть блай против соула болеем поддерживаем браток тоже скоро будет биться очень-очень он уже проиграл лазеру 0-2 прикольная морда у чарлика когда он чешется блин он о э о э а э э э а э Продолжение следует... Так, Солгрид купил Рейнарс Войс. Блайгрид Абатура, типа озвучка. Крутая очень. А Солгрид я Рейнара купил. Блайгрид хорошее, а не говорит Сол, нет. Как раз, ну, сам в турнирах я не участвую уже давно, потому что тренируюсь не так уж много. Нету особого времени на это. Все сейчас в качестве великолепного, ребят, вы уже смотрите. Как бы просто я вижу, что еще пока игра не началась. Вот. До этого был со гейминга стрима, а там только высокая максимальная, поэтому не очень. Два барака Рипера со стороны Соула. Блай видит все прекрасно. И третий барак пошел. А что третий Блай не запалил? Как собаку зовут? Чарлик зовут собаку мою. Тебе он уже ответили. Братана знают моего. Если что, за чарлика спрашиваю у пацанов. Его все знают. У Блая хата доделывается. Третий барак спалил Блая вообще? Нет, пока не спалил. Так, у Соула Соплай Блок словил сейчас. Но Рипера главное строится. КСМ-ка там некоторое время не строится. Но КСМ-ка это вообще все мелочи жизни, я вам скажу так. Ну вы поняли. Минус дрон. Зажимай ты его в угол! Вали его на пол, ломай ему хребет. Уходит, короче говоря, Рипер вниз. Королева встречает Роуч Ворона 13 секунд еще до него. Нужно как можно дольше здесь отсиживаться. Целингов не терять. Пытка ворваться в ровочек. Врывается Соул. Блай вроде как отконтролил, отвел. Блин, стрит этого Рипера надо было попытаться убрать. Не убрал. Здесь два залетают. Еще один дрон. Минус. Надо королевой встретить. Королевой встречает. Блай где под контроль королевой? Да блин, смотреть мне больно на это. Ну что ж такое-то? Они летают наглую. Тут Соул сам говорит, я отдавать Риперов хочу. Блай не забирает. Ну что ж. Не забирает свое. Сейчас будет минус Блай. Четыре Роуча заказано. Лингов доделся. Да тут Риперов уже больше, чем Лингов в итоге. Так. Сейчас Роучи выйдут первые. Выходит Роучи. 21-24. Главное отбиваться. Блай. Все. Еще шансы есть. Слона взял так себе. Вот вам делать-то нечем. Че их брать-то блин? Ладно. Ну то есть это уже Близзарда началось просто какая-то. Я не знаю. Герман Грефт там что ли у них стал этим менеджером. Ладно по фри-то-плей было как бы. Ну это из-за этого ну турнира можно было с этого делать еще что-то. А это просто так они впуливают все как бы и все. Эти ж ничего не меняет вообще. Ну ладно. Кто как хочет, тот так и делает. Масс гранаты. Тут от Соло выходит. Реведжер одного репера минуснул сейчас сразу же. Файербул по бараку пошел. Ну Блай демеджит барак. Ну очень долго у него конечно будет здесь демеджить. Фактау Соло. Третий ССХ. То есть достиг он цели своего Хараса. Экономика просто жесткая сейчас. Так. Блай разводит Соло. Соло что на мейн решил? Прорваться Блай как ты упустил ты сюда. Соло. Лингов нет. Ни хрена нет. Дронов надо уводить. Сваншотит дронов Соло сейчас. Прорывается вперед. Королева рипера хоть одного-то минуснет. Одного-то минуснуло. А вот а другие-то другие уходят просто. Ну я мая. Опять короче Блай как-то разводит на ровном месте Соло. Просто на ровном месте. Золото Блай собирает ставить. Но риперов четыре штуки стало. Это уже мало. Нужно бы арактов все-таки королевой обстрелять бы. Сбить бы. Попытаться. Дронов Блай подстраивает. Здесь гранатчики все выкидываются. Блай еще и реводжеров несколько морфит. Обратите внимание. Оп. Еще один минус реперончик. Здесь марики на рампе стоят. Блай заходит. Минус реводжер. Раз минус реводжер. Все. А эти три куда пошли? Тоже на отдачу. Ну нифига не Дарк. Я думаю помните как Дарк на пролиге. Которой. Больно говорить это. Но ее не будет больше. На пролиге как-то отбился от прокси. Я не помню чего. Просто двумя или одним реводжером. Там он мариков катил. Просто как царь вообще. За фаерболил лай. Барак-то минус. Уже не вычинется он. Четыре хп осталось. Сгорел на работе. Но здесь прилетают марики. И стим как раз доделался в ту же секунду практически. Вот. 15 мариков Блай абсолютно не готов встречать. Это 1-1 я думаю. Здесь для Блая уже мало шансов на самом деле. После вот этого. Эволюшн соул подрезать на хрен мою малюшку. Эволюшн то сперся здесь как говорится. Еще дронов подбивает соул. 21 дрон минус ребят. Вы видите 48-24. Двухкратная разница по рабам. Поэтому если Блай сможет перевернуть. Я очень ему респектно конечно. Но я вижу что здесь скорее всего ничего не перевернуть уже. Я не знаю. Я не знаю. У меня нет в комментах. Соблаев не хватает. Нужно больше препарсов бить. Или Лунтик на нас напали. Ну или грейды не заказываешь. Я тебе сейчас линейкой по пальцам дам. Когда грейды доделываются или не делаются. Что-нибудь типа того. Блай опять не контролит ни хрена. Опять минус 7 дронов. Еще здесь риперы и гранаты кидают. Да что ты будешь делать. Сбейте вы. Сбейте вы этот сраный медивак. Никто сбить его не может. Потому что 80-100 по лимиту. Блай то причем очухался. Сейчас парабам почти сравнялся. Везде отбился. Но в итоге беда. Соул занял золото. Это печаль. Почему не будет в пролиге? Ты тоже слоу хочешь. Потому что больше не будет. Ублай 1-0 ведет. Это не последняя игра. Но тяжелая эта карта конечно. Но она для всех тяжелая на самом деле. Но соул развел. Масс риперами. У нас два здесь. У масс рипера на этой карте лететь то близко вообще. Прям с мейна решают. Заходит соул, стягивает всю свою армию сюда. Сейчас реводжеры еще доделываются. Роучи с хайграунда приходят. 180-122. Боевой лимит почти одинаковый. Реводжеры танкуют перед роучами. Соул разбирает все. ГГ 1-1, ребятки. Ждем третий. ГГнет strictly. Почтение так. Почтение гнешино. Масс реткой при extraction дальше. Ребятки. Почтения increaseder供ESами района. Грин. Граусь его в рукаве не такlyn. Граусь его в лес. Гриньhalем в пять ом prevents. Отличность друг меня трик Sharon. Иoshanna промол cruel ряк 지금 очень умныйđ. Хау-млеттет��啊. Потому что их дверь будет край точнее. Ну всё, угла 1.1.3 решающая сейчас будет. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Всё, ребят, начинается следующая игра, третья решающая. Блай Соук лучше выходить без условно изменеров. Ещё в Блая группе есть кто у нас? Марин Лорд и Соки. Ну, кстати, навряд ли Соки выиграет Марин Лорда. А против Блая у Марин Лорда просто реально бонус дэмэдж есть. Он его разваливает в хлам обычно всегда. Это свидетель, что счёт того, что матча Бо-31, где 28.3 он кончился. Ну, Блай говорит, что на 16.2 они тормознулись. Хотя там все матчи должны были сыграно быть. Здесь пул первый от Блая, но это будет забегание вокруг лингами. Сейчас попытки взгрызть там КСМ от пара. Так, ну прощальную, прощальную пролигию. Видео я оставить не буду, потому что у меня на Ютубе забанят запись. Жизнь, которая в стриме Старик или в котором встал, например, пилотом. Пилотом нет, и лётчиком. Пилот это гражданский. Наверное. Ну, Ирюх соврать не даст. Хотя и так, наверное, называют. Короче, не будем выбирать жизнь. Но по-другому я бы сделал, конечно, конечно. Если был бы выбор, конечно, стал бы, наверное, лётчиком. Но так нельзя утверждать. Не всегда можно пожалеть о чём-то. Как бы, ну, это всякое может быть. Ну что, ребят. Прилетает рипер. Вот раз один рипер от соло. Блай делает забегание. Реактор, до свидания. 50 на 50 минус. Здесь лабу можно грызануть. Грызани лабу, Блай. Да какую рабочую лабу грызани. Вот эту, блядь. Лабу грызи. Лабу грызи. Лабу не грызёт, Блай. А зря. Ну, две КСМки. Сгрыз сейчас третью ещё минуснёт. Великолепно окупилось забегание, вам скажу. Четыре КСМки. Реактор. Минус ещё. И здесь ещё КСМка. Минус начало. Просто царь начала. Начало всех начал просто. Пятое с газом минус. Четыре газа ещё уносит с собой. Но это я не знаю. Лучше просто. Лучше начало и провальнее для тирана придумать невозможно. Мало того, что дэмэдж экономики какой-то. Так ещё сбиты тайминги, представьте, насколько. Факта не строилась там. Старпор будет позже. Реактора нет. То есть тупо тиран Мариков в 16 не успеет добавить. Ну что, 8 будет дропать, что ли? Или сколько там будет? 10. Это уже значительно снизит вообще силу этих всех прессингов. А Блай все не уймётся. Все не уймётся. 14 лингов заказано. Куда ему? Нужно 14 этих лингов. Рипер залетает. Криптомор минус нул. Но этот криптомор отменить нельзя. А вот эти можно. Так, линги готовы. Рипер улетел. Блай сразу же побежал мимо рипера. Сейчас, смотрите. Он просто не палит, соул. И здесь очень-очень хорошо можно ворваться будет. Только лингов кучу собери, Блай. Кучу лингов собери. Там Мариков пять. Куда ты? Все, кучу собирает. Молодец. Третью хату видит, Блай. Линги забегают. Сюда, но соул уже успел уйти на рампу. А это печаль. Да, тут забегание не очень-то прокатило. 40-54 парабан. Две ксмки. Блай минуснул. Ну, еще раз. Минусует. До пушки пытаются. Мариков-то, кстати, смотрите. Мариков немного. Надо окружать. Блай забегает. Минус Марики. Еще линги подбегает. Это почти, что пишем ГГВП. Ну, Блай, ну, чертяга. Великолепно сыгранная игра просто. Ну, как великолепно? Тут ошибки соула были. Конечно, конечно. Во-первых, с Блайом можно это предбить. Он частенько играет. Во-вторых, во-вторых, так рипером и промечиво улетать, это опасно. Многие корейцы просто дома стоят рипером. А если что-то подозревает. Ну, соула ничего не подозревал. Улетел. И Блай просто аннулировал всю экономику вначале. Помножил на ноль, черт побери. Вот. Соула чертягу. А потом еще грамотно очень реализовал это. Все нужно было, я должен отдать. Очень четко мимо риперолингами оббегал сейчас вообще. Что такое? Опять секунд, что-то не то. А вот, все, теперь все то. Так, Марин Лорсоке прошу инвайт. Я не знаю, как там другие группы играют. Ну, что, Марин Лорсоке победитель с Блайем вообще будет сейчас. Продолжение следует. Так, кто-то кидал ссылку, чтобы Старкрафт, в общем-то, работал. Если там ошибка на 32 битов расставить, в общем. Ну, что, ребят, Марин Лордика ждем. Марин Лордик скоро будет. Если Соке выиграет Марин Лордик. Это для Блая будет чудо-расклад. Это, конечно, он просто, ну, Соке сможет изи одолеть. Я думаю, с Марин Лордом минус мораль. Блая уже сразу говорит, я 0-2 проиграю. Ну, если проиграет, надо через десайдера выходить в любом случае. Но и с Марин Лордом сдаваться раньше времени тоже не стоит. Соке сможет изида. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok 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 Добавил субтитры 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 DimaTorzok А эта группа Друг за другом Ну что, ребят Много StarCraft Не мало Поэтому будем смотреть Ваша задача Законтать данные стримы и поддерживать его samp А как вы знаете Отблоки отключайтесь от рекламы есть просьба большая отблоки заключайте от блоки хотя бы раз за день отключить чтобы она хоть раз прошла что возможно один показ только на уникальный айфишник принципе или не знаю как там распределяется так вот ну и премиум по реквизитам писания напрямую через player также поддерживаете здесь прокси факта минки старпорт роба первая вот соки как же блин тиран и полюбили чизить в лотве а эти минки все летучие эти танки всякие прокси и здесь однобазовая шляпа в чем видимо переход будет танк как и всегда бывает так 2 не то соки еще пошло файлайт достраивается будет выход блинк соответственно 2 минки да лаба делается либератор заказан либератор танк видимо прилетит сейчас нужно ли без густа врываться сейчас 5 секунда marine lord в наглую залетает здесь просто просто в наглую как она успевает меня знаете что бесит больше всего сейчас во втором starcraft и вообще в принципе ну сталк уже прошел почему она когда закопалась дэмэдж не наносится почему дэмэдж то не наносится что за чертовщина вообще куда она девается и туда же выстрел прилетел первом starcraft и такого беспредела не было тут что-то не удалось что-то не удалось ну что ребят ладно не будем еле снести здесь танк полетел марики либератор короче здесь приходят короче здесь все короче говоря это 1-0 судя по всему в пользу marine lord я вижу что соки просто не может отбиться он мечется взад-перед просто мечется взад-перед танк стреляет по пилу ну куда ты стреляешь танк стреляй по стреляй по сталкерам по адептам еще один танк на мою приходит минус мазеркор как же он громит вообще посмотрите на юнитов потери это но с такого уровня тиранами против таких тем если ты не обнаружил вот я я не знаю просто дефолт не работаю тут это я сколько игр не смотрю но не работает этот дефолт тут нужен либо ранний блинк либо дарки либо stargate а вот этот робот вайлайт уму не очень работает так братка показывали но не здесь но еще не вечер еще возможно буду я братка показывать что группа тоже играет он лузера жмет жмет ждет пока не жмет никого ждет гунфу банды кстати брату будет играть в перспективе но сейчас и лейзер хиромарин будет там и потом только брату но блин братка судя по всему игра сопоставимингом была я против победителя здесь и я даже не знаю так и Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Да, сейчас, ребят, хочу вас обрадовать очень-очень сильно. Посмотрел я сейчас календарь и получается, что Близконта у нас уже на следующей неделе будет. Вот оно как. То есть он будет, получается, в следующие выходные. Не в эти, а в следующие. Это очень круто. Жду с нетерпением, я думаю, как и в ЭП. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Покатить себя пришлось задонить. Пока же ты задонил только на то, чтобы я тебе коврик-багажник постелил. А нормальные пацаны, которые в салоне поедут, они нормально пилят, понимаешь? Продолжение следует... Вторая игра Малин Лорд в Соке. Не повезло, здесь опять одна базовая хрень. Как Малин Лорд вообще наглеет? Не, ну наглеет же ж. Наглеет же ж. Карбо-72. Почему пролигу сокрыли? Пришел такой жирный кореец, короче, рассказываю, как было. Ну а там в Корее все вообще там старшим в ноги кидаются. Ну типа ты буржуй жирный, там директор завода, типа царь вообще. Ну такое есть на самом деле. Вот все кланяются там. Он говорит, слышь, чего бичи, сука, проиграли нибу-то вообще все, черти. Закрываю пролигу. Все, короче, работать. Все. Так и было. Не вру вообще. А на самом деле, на самом деле... Ну, проблемы были. Подставные матчи, не очень большая аудитория. А в Корее второй сфраб не так популярен, как первый был. Ну и еще какие-то там были, видимо, проблемы. Так, здесь два гелика. Медивак сейчас будет готов. Заказан еще гелика. Это маленький геликий врыв? Офигеть. Старый, старый, добрый врыв. Три гелиона, восемь мариков летит вперед. Ну, летят марики, гелики едут на муви. Так, здесь имморталы. Первый почти готов в арп. В соке какую-то агрессию. Никеш активировал премиум на ваш канал. Спасибо, Никеш. Марики сейчас зайдут на муви. Гелики заедут. Вскоре после них. Спалились гелики. Марин лорд их отводит. А в это время марики зашли. Две пробки минус. Три минус. Надо принимать бой. Гелики возвращаются. Марики разваливают. Четыре рабочих минус. Уверчаж выставлен. Гелики заезжают за пилон сюда. Будет минус несколько. Фулгорь активировал премиум на ваш канал. Спасибо, Фулгорыщ. Давно не слышал от тебя звуков мужика. Ну, ты не понял, не правильно? Чтобы он что-то говорил, что он что-то активировал. Спасибо всем большое. Вот. Либератор на мейн прилетает. Здесь контр-пуш от Соки идет. Пять сталкеров и морфл. Странный пуш без призна, без всего. Танчик раскладывается. Но сейчас... Блин, как же Соки долго думал, прежде чем его покуснуть. О. Бомбит потихонечку Малин Лорд Соки. Здесь Либератор разложился, блочит весь мейн. Фантомер 2. Пролигу по СК-1 еще закрыли году в 2010 или 2011. Не буду врать в каком. Ну, конечно, по второму Старкрафту закрыли. Два сталкера и морфл улетят. Мейн Храйст. Опять Либератор на мейне полетел. И, суки, пилон так и не впилил вообще. Ир-39 пока здесь наших нет. У нас будет играть в следующей игре с победителем данного матча. Кто его победит пока... Не ясно. Так, улетает Призма Либератора. Майрин Лорд пытается его завалить. Не завалит, я думаю, сейчас сталкер в Соки дропнет и просто отгонит. Так, и есть здесь 3 адепта плюс 2 сталкера пытаются врываться. Танчик покуснул сейчас в Соке очень неплохо. Что он делает? Зачем он в лоб-то так прет, блин? А, он типа решил сейчас все развалю вообще в лоб. Призма падает с имморталом, по-моему, да. Призма-то как сюда залетела, вообще не пойму. Хрена, а он там за тонкие материи заговорили. Ну, с Финдерой согласен, дело он говорит. Да и вообще, ну, с научной точки зрения нужно все рассматривать. Но нужно понимать, что наука, она будет совершенствоваться всю историю существования людей, в принципе. Поэтому некоторые вещи еще и пока не могут объяснить. Ну что, 69, 79. Как-то опять все плохо, высокие, плохо, высокие и хорошо у Марин Лорда. Здесь еще плюс 2 барака запиливаются. Один на лобе, один на реакторе. Три лаба, два реактора, соответственно, будут на бараках, как в старые добрые времена, собственно. Здесь два дар... А где дарки-то? Где-то вот они, в призме наварпились. Надо лететь, дропы, че их... А представьте, кубу призму не потерял. Вот так, по-каку-то, суки, какую-то мутату, честно говоря, делает. Какая-то двухбазовая. Ну, третья вообще не пытается выйти. И дарки, блин, и колоссы. Вот это раньше называли мы, как еще, да? Играть не умели, в первую скорость. Домов настроил, все. А армии нету. А что домов настроил? Здесь дарков принимает, Марин Лорд. Вот здесь на мейт заходит дарк, получает от двух танков. Больно, наверное. Получает... А, сейчас, а... Здесь тоже видели танки? Походу, и здесь видели. Так. Блай в десайдере. Блай так-то в венерах пока. Что? Будем в венерах смотреть, а потом... Как попрет. А браток непонятно еще, когда будет играть. Фантонер 2. Говорит на твиче. Кстати, дружище, было бы круто смотреть турнишки с совместными стримами. Тебя из РТВ, например. Думаю, сейчас захват большой аудитории, как бы и строить ТВ. Вот. Не, бывают стримы, а там за Uber, DOS, у кого-нибудь еще, там, демагу, ну, по коменте. Всякое бывает. Могу и зергам, но боюсь, что пацаны будут против многие из чатика. Может случиться отток в аудитории, например. Пушат Марин Лорд 120 на 80. ВГ, ВП, 2.0, изи. В общем, я здесь только это наблюдаю, ребят. Пришел танки. Ну, тут больше боевой лимит в разы был просто. Во-первых, здесь одна убила достаточно было с таким количеством медиваков, чтобы смять то, что там было у соки. Во-вторых, тут еще танков три штучки. И это не вообще разгром. Продолжает давление Марин Лорд, прирост сюда ведет. Двух бас просто пушит. Пока выглядит уверенно. Марин Лорд виден уровень, то есть, но Марин Лорд очень нестабильный игрок, как вы знаете. Бывает выиграет, бывает салют, но против Блая у него какая-то плюс мораль всегда. А суки пока, ну, хоть это старый, очень опытный игрок у скульных, таких, как наш Димага, там, и все-все-все. Вот. Например. Ну, что-то пока у него не дотягивают до того-то, или немножечко. Я бы сказал, не немножечко. Либераторы прилетели. Танчик третий здесь есть, подходит прямо к Либераторам. Сиджатся. Два других пересиджатся, тоже вперед идут. ГГ, стурки пишут. Марин Лорд против Блая ждем. Буквально на секунду отойду, ребят, вот. Топ-перекусывал, давно не ел, надо что-то сообразить. Вот. Вес к Америке буду стримить. Скорее всего, ток плей-офф, он будет в воскресенье. Посмотрим, как там служится. Вес к Америке. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Так, Блая уже говорит про 0,2. Спасибо, Озот, тебе. Вот. Сейчас я перекушу быстренько. И как раз на Блая Марин Лорда ворвемся. Может быть и на Братка успеем. Продолжение следует... СССР готов. СССР готов. СССР готов. СССР готов. СССР готов. СССР готов. СССР готов СССР готов СССР готов Улучшение завершено Смерть на пороге СССР готов СССР готов СССР готов Пристройка завершена СССР готов СССР готов Пристройка готова СССР готов СССР готов Давай удиви меня СССР готов Улучшение Так, все, я здесь, ребят Прошу прощения Кушать было позже, поздно потом Слишком Пока самое время, учитывая, сколько стрим Примерно еще будет идти Идти вам будет часа три, наверное, еще Вот, как минимум Грамотно очень Марин Лорд блочил Сейчас Блайя добычу на золоте, но Блайя нормально Все-таки продолжил добывать и шпиль делает На мэне он На этой карте Блайя всегда Играет шпиль, я заметил По-моему, тайминг Стимпака просто великолепный У Марин Лорда, он уже Примерно, когда стим доделается Придет сюда, а у Блая, возможно Посмотрите, до стимпака 60 Грубо говоря, секунд до шпиля 50 Грубо говоря То есть, может Марин Лорд прийти А Мука только в заказе Еще Блая Так, дрончики еще поехали Тремя ночная газ добывать На минералах 17 Перебором по 17 А, не 14, не 14 Нормально абсолютно 13 осталось Добычу Блая повыше Третью хату сразу пилит Рипера окружил Марин Лорд на ровном месте Отдал Это косяк, безусловно Все, теперь отвлекаться Сегодня точно не буду Артанис А, в смысле Это голос был, озвучка Черт побери Но я ничего не покупал Это чья была озвучка? Здесь Муталевского заказано Вот то, о чем я говорил Но Ой-ой-ой Это то, о чем я говорил Как раз, да Мута-то еще не вышла Катастрофа для Блая Похожа на 1-0 Вообще Линген и на позиции Дал дропнуться всем Мариком Просто дичь, ребят 16 наркоманов на мейне Где только-только вышла Мутка Ну, Блай отбивается Блай отбивается С потерей, правда, Муталевских Несколько штучек Ну, куда ты Пятью Мутки-то Пятью Муталевсками На Мариков ломится Ну, Блай дает Здесь Либераторы пошли С щиты Плюс 1 А, у Малинворда Озвучка Ортанис То есть я слышу Озвучки, которые там идут На Углая послушать будут Надо ловить Медиваг Здесь хорошо, Блай принял 89-77 Еще и Либератора Принял одного Просто царь Муталевсков вообще не отдает С тех пор И третья хата Вовсюду бывает Сайроу чуму делается Блай есть шанс Пробрить Марин Лорда В первой игре Казалось бы Что в этом дропе Мне показалось Что все Но все-таки Марики без щитов Не так дико сильны Поэтому Ой-ой-ой Согрелся Ну, одного Муталевска Отдал Почти забрал Либератора А вот это уже минус Еще Муталевска Ну, нахрен Демеджинг Надо контролить Ну, кто Кто, в общем-то Не пробует У того и не получается Здесь такой принцип Да, казалось бы Да, Блай Ошибку совершил Муталевска Отдал на выбивание Либератора Попытки Ну, тем не менее Тем не менее Нужно делать Куда, Блай Кого бьет Я не знаю Двух Либераторов Забирает Хорошие Размены Со стороны Блая Я считаю Сейчас происходит Мариков Забирает 122 120 Ну, 122 70 на 40 Там с чем-то По лимиту Видел ли Блай В каком направлении Пошел Марин Лорд Прекрасно Я думаю Видел Видит Либератора Видит Мариков Стимпатч Сэмлорд Вот у Блая Хорошая Развучка Действительно Интересная Идет Куминка Куда ж ты Блай лезешь Та Ёпара СТ Где фаербулы Где Оверсиры Как это Все выбить Блай Роучами Пошел Отбивать Хорош Красавчик Убивает Все Здесь Марин Лорд Крип выбил Ну, 2 базы Марин Лорда На 3 базы Блая Хотя здесь Третья Сэшка Есть Ну, почему бы Резкий врыв Вот сюда Не попытаться Сделать Например Но нечем Просто пока Делать Месторождение Минералов Опустело Заходит Блай На рампу Роучами Приходит К Марин Лорду Тот Не готов К рыву Вообще В это время Блай Дома Дефиц Сто сорок На девяносто шесть А Блай Это хорош Кажется Это на один ноль Очень-очень Смахивает Правда Здесь на золото Дров Которому Блай Что-то Совсем Не готов Здесь Роучи Как ущербно Дерутся Блай Законтроль Смотреть Это блин Линги Прибежали Но Блай Законтролил Слава богу Дальше Сколько он Роучей Потерял Сейчас Это просто Ад Какой-то Здесь еще Мародеры Падают Рост большой Разводит Марин Лорд Ну 118 57 Блай Больше Либератор Прилетел На дальнюю Базу Убьет Блай Или нет Здесь Роучи Два Выжило 22 28 Вот просто На ровном Месте Реально Сейчас Да Блай Иди Ты Добей Его Ну что Ты бегаешь Взад Вперед Пожалуйста Надо Добивать Чертягу Роуч Падает Здесь Очередной Дроп Но только Не возвращайся В 7 5 Роучи Строится Хрен с ней С этой хаты С 4 Надо Его Убить Уже В лоб Блай Идет Мас Роучи Сюда Идут Надо Заходить На рампу Блай Заходи На рампу Стенки Нету Заходи На рампу Куда Он там Спускается Заходит Блай Да зайди Ты Убей Ты Углобен Ческис 118 52 Блай Заходит Блай Что Берет За последнее Время Один Из Ну Блай Врубил Сейчас Грамотных Наших Прогеймер СНГ Стиль Поприбедняемся Типа 0-2 Там Все дела А сам Бах И втаскивает Просто Неожиданно Время Уважаем СНГ Зυгипет С СМЕ СМЕ СПОЙ СПОЙ РАС ДИНАМИ neden ГРАС ССМЕ А ШТОЛ Ну что, на секундочку буквально отнесу тарелку и к вам вернусь. Продолжение следует... 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 А, Тейк ТВ две игры одновременно стримит. Соки против соул у нас будет в этой группе. Ждём начало. Но я пока что братка вам поставлю. Здесь я вырублю звук просто. Спасибо всё за сей. Я просто вырубил Тейк ТВ, там другой матч был в это время. Так, что такое-то? Ставлю я... Ставлю я Source. А, тут высокое ставило что-то. Так, уже штука 600 баксов. Пристал. Всё, спасибо всем, ребята, за братюню. За братюню респект. Спасибо, услугая за поддержку. Ребят, поддерживайте меня и мой канал. Естественно. Естественно. Без этого никуда. О, сегодня 11 человек на премиум подписалось. Это серьёзный расклад. Количество по руке. Так, ну тут братьюня играет во что? У него какие-то циклоны-либераторы, вообще полумех такое, начало я смотрю. Так, я просто поставлю на пустое место на карте, чтобы звука не было, там не слышно будет ничего, чтобы если там игра кончится, услышать инвайт следующий, ну или то, чтобы там кончилась игра. Так, Феникса Адепта от Гунфу Банда идут вперед. Чупка поддержал ваш канал на сумму 100 рублей и сообщает, поддержал отблок, вырубил премиум. Я ничего не напутал? Спасибо, Санька, тебе, всё нормально. Так, Адептики на Мейн, братку, пришли. Очень большие проблемы, что-то у братка вроде лимит боевой нормальный, но на халяву тут просто Адепты шатают и Феникса, и Мариков, и Циклонов вырубают. Где у братка? В чём у него боевой лимит-то вообще у братка заключается? Я понятия не имею. Это, похоже, минус браток, ребят. Что-то у него вообще здесь, смотри, 39,78, 24,55 по лимиту, это катастрофа просто. Просто катастрофа. Ну а мы ждём продолжения, в общем-то, Блая, получается тогда, вот у нас соки соул уже показывают, а чё они переключили? Всё, не верят в братка, вы чё, бля, браток мажет ещё? Порву за братка, за братка я дво стреляю в упор. Не верят в братку, не верят, что браток затащит, уже переключают нам, ребят. Верим в братка. А я турнир их поддерживаю, да? Они в братка не верят, что ли? Поддерживают, значит, мой канал там, всё. Всё, ребят, вырубили братка. Ну я думаю, там, скорее всего, всё. Соул против соки, давайте смотреть, победитель этого матча с Блаем будет биться, как вы понимаете, прекрасно, я думаю. Больше, больше вратка не стримит. Нет смысла смотреть рестрим игры, в которой я нахожусь. Собственно, здесь рипер на мэне, чё-то соул бомбит жёстко, но рипер окружён, и как он умудрился вылететь-то опять соки? Нервные соки куда-то всё ведётся. О, просто тут има... Рипер верткий попался вообще. Так, ну соки из тех трупаков, которым вот это здание мешает. То есть, посмотрите, просто не добыв... Вот, посмотрите, рабочий едет сюда, а этот минерал не добывается. Ну что это такое вообще? Ещё разве остались такие прусы уже в Корее, перестали, да, ну тираны это делать, здесь ещё всё напрягает это всё кого-то. Я имею в виду в плане добычи, так-то это и Вижен там даёт, да, там есть помимо как бы добычи, там плюсы в этом свои, но они не дико большие. У соула Сэшка начинается добывать, Сэшка начинает добывать уже. Сэшка начинается добывать, Сэшка начинает добывать уже. 3.21 уже не буду я адово орать, а то опять будем соседку писать будет, ребенок там снизу, вот. Ну, хотя уже, в принципе, не такого адового эхо нет, диван, в принципе, решают. Так, здесь бункер, бункер кривой, чем кривой? Тем, что его чинить вообще невозможно. Здесь то редко было, что тут здесь только в пространстве, и здесь пару рабочих могут вычинить. Здесь депошечка, даже вперед не выдвинута. Ну, в принципе, и такой бункер более-менее сойдет. Три барака, выход медиваки идет, там третий нету, здесь третий ССС уже вовсю качается. Ну, даже не знаю, кто для облая лучше, хотя знаю, что соки для облая 100% лучше. С проксами как-то у Блай и получше, мне кажется, чем с тиранами. Хотя, может, мне кажется. Ну, а соул у Блай проигрывал. Я припоминаю моменты такие на гол поиска. Вот, плюс он уже его выиграл сегодня, а это значит, что может соул построиться как-то. ССС на третью. Короче, все пока пассивно, очень-очень. Опа! Что за билку соки? Блинкой после блинка сразу колоссы. Как-то очень ранний РУББ. Обратите внимание, через два гейта соки выходит в колоссы. Ну, соки ольтскульщик, он еще и в воле играл, а в воле, я сам еще любил, но это было придумано как бы практически сразу. Вот. Просто три колосса плюс гейтовое мясо такое было с тиранами, как бы тяжело контрящийся тогда был на тот уровень игры. И я еще его помню как раз перед турниром Ассемблев, который в Финляндии и Хельсинки проходил, куда я ездил, там, в топ-8 попал. Вот. Апгрейдил его иллюзиями еще использованием архончики. Плюс колоссы, как бы, и там его применял как раз-таки. А проиграл, ну, мог, проиграл победителю этому, как там его, с Голландией, Третлу. Вот. 1-2 проиграл, и проиграл в третью игру, должен был 2-0 выигрывать. Он меня улынил ровущей лингами на карте Шакура с Платону, а то в версии, кто помнит еще, где были камни, которые, ну, вертикальные позиции были мейной соединены. И я на стримах всегда говорил, ставьте Фатонку одну, чтобы вам быстро их не прогрессить. Ставьте Фатонку. И сам на турнир приехал, в 1-4 просто, блин, насосал, потому что Фатонку не поставил. Как бы он пришел, я не успел подстроиться. Все. Ну да ладно, это все минувших дней битвы, конечно же. Вот. А тогда я ФП очень много стримил. Выход идет от Соула. Ну, Соки мне картак. Есть, во-первых, есть рейндж колосса, а во-вторых, есть глефы. Не боись, Соки. Ты что-то боишься, я он. Полетел он, да, вперед. Куда ты полетел-то? Куда ты, Соки, сам-то полетел? Делал две СН-3, два колосса, вперед сталкеры, отстали. Здесь две минки, ба-бам. Делал 10 пробок. Пожалуйста, зачем потеть, зачем страдать? Построил минки и всех готов матерное слово с ними делать. Как говорится, 128-150, но у Соки две фажей. Сейчас еще, ух, ба-бах, минус. Рабочий. Где обсерверы-то все летают, не пойму. Пробок Соки восстанавливает? Фажей бустится? Нет, в плане, кстати, вот если Соки сейчас дать пожить, он нормально все может сделать, на самом деле, как мне кажется. Пробиваются камни. Ну, 140-150. Не, по лимиту Соки на 20 встает, это боевой лимит, но... Но, на самом деле, лимит более-менее адекватный. Единственное, что сейчас Соки бы 2-1, бы дождаться градов было бы неплохо. Соки идет вперед, видит либераторов, видит то, что здесь есть у Соула. Минусует Марика, нужно отступить мучка назад, сканит Соул, видит четвертый Нексус. Прекрасно. А в сервера надо завести, сейчас минки выбивать нужно Соки срочно. На мулю Соки идет вперед, на минки попадает, либераторы падают. Остальное все на мулю сбривает, просто минки залпают, залпы дают по адептам. Хорошо Соки подрался, смотрите. Причем на 1-0 грайдах подведит и апса. Если бы он еще апса в этом замесе взял, можно просто было бы спокойно и делать АС вперед на лом просто и унижать вообще. Вместо того, чтобы подстроить сейчас еще сталкеров с призмой и пойти убить лоб, сколько-то адептов заводит, отдает их просто сейчас в хлам все. Идет вперед и что? И Соул уже отмасился. Сейчас нужно просто ворпануть еще адептов, ворваться вот сюда под либераторов, под био, блинкануться. В итоге сталкеринка и иллюзии телепортнуться, синхронизироваться грамотно и просто убить. Ну и куда адепты-то идут? Ну что Соки делает? А, он вообще атаковать не собирается. Ну зря, зря мог убить. Ну, Шторм делает, Соки решил сыграть с оборону, но я бы не шути с рейнджом либераторов, как говорится. Ну вот, пожалуйста, я же говорю, не шути с либераторами. Ну вот, смотрите, один налом и все как бы уже у Соки нет абсолютно. Абсолютно никакого преимущества. Ну вот, причем я не понимаю, ну вот ты здесь победил, каких-то адепт сюда ворпанул, отдал их в флам, выходишь в шторм и еще ломишься. Но отдались адепты, если ты не собираешься наломаться, ты логично, с четырьмя Нексусами, а четыре Нексуса это великолепная экономика, там у Тирана еще не было, между прочим, третьей базы в это время. Если ты собираешься в это все уходить, нахрен ты ломишься-то вперед тогда, я не понимаю. Дождись-то, шторма, и со штормом развали просто. Все, нет, он ломится куда-то, отдается в мясо просто. В итоге везде проблемы. Хотя здесь 25 КСМ-ок только что Соки забирает, а это круто. И вообще нет обороны, нигде вообще ни юнита, кроме либератора нету. Соло, это просто катастрофистик вообще. Смотрите, что Соки учудил. 40 рабочий минус, 41 просто. Еще будет больше или нет? Здесь адептов шмалей. Так, здесь минка до сих пор жива, минка сейчас жахнет, но минка не убьет 40 рабов, их здесь 40 нету, просто физически. 2 убьет, здесь марик мародер, еще живые, куда они там, живые, да, переколотые к вам зато. В лоб не наломишься штормовичков. 4 штучки есть, заштормит Соки неплохо. 3-2 нужно ждать. Ну, пару сталкеров сюда, неужели не варпануть, а? Ну и все, а как с рейнджом либераторов выбивать? Здесь в размен надо, Соки, идти, а куда идти в размен? Куда идти в размен, непонятно. 60-27, чем дольше тянет Соки, тем лучше ему, но, ну, чтобы тянуть грамотно, нужно встречать вот эти выходы все. Ой-ой-ой, все, отрезал СОУ, ГГВП. К сожалению, почему? Потому что Соки не в размен здесь пойти, не может, не в лоб подраться. Штормовики не подойдут, шторм не кинуть, почему? Потому что либераторов у них в приоритете. Либераторы адово штормовиков бомбят, вот уже разбомбили, а минус Соки, как же ущербно он сейчас отдался, а? А все вот тот на лун, мертвый. 1-0, СОУ. Мог-мог Соки развалить, да не хватило маленечко. Пошел инвайт, спасибо. Тем, кто инвайтит. Остальным тоже респект. Тем, кто инвайтит. чё грелок не сделать да я не уверен более высокий с высокий старгита то даже не было во первых во вторых грелка мальчики развалит мясо на таких грейдах тем более вообще примут в хлам просто однако и а и и и и и и и и Так, 1.0 стол. Так, прокси-бараки от соула, между прочим. Вот, легко видеть, когда всю карту видишь, если ты будешь слушать ушами, а понимать головой, а не другими частями тела. Яндек поддержал ваш канал на сумму 186 рублей. Спасибо, Яндек. Отчет 186. Спасибо тебе, Яндек. Так, честно, признаться честно, я не знаю, почему такая сумма, просто до сих пор, я так понимаю, они ввели суммарную вот эту, блин, статистику за месяц, чтобы, смотрите, поддержавших. Вот, так вот, я все объяснил, почему Соки косячно все сделал, предельно ясно. А в первую очередь, потому что если ты умишься, то ты не должен выходить в штормы и так далее, как в той движухе. Ну, короче, Соки решил, что ему просто хватит на все, на все не хватает, а здесь проксимарики, ребята, это минус Соки. Делком, куда ты, вот куда ты пошел? Ну, зачем, ну, блин? Ну, запилить ты здесь пилон вот здесь вот сверху. Он и рампу перекроет, и бункер, и, блин, оверчарж ты выставишь, и он пиу-пиу сделает. Все, пилон форжа, это же улын полный вообще. Сул разваливает Соки, я думаю, что навряд-то он здесь сможет отбиться. Вот пилон поздний в итоге, хотя, смотрите-ка, вот был бы этот пилон вовремя, я уверен, что шансы были бы великолепны отбиться. Хотя здесь сталкер плюс мазеркор еще бьются, что надо. Может быть, я Соки рано похоронил, действительно, парабам-то у него все в порядке. Пожалуйста, верчарж попер. Бункер надо минуснуть, бункер СОУ уже продает. Продавай имущество, пока есть, чего продать. Здесь рабочие не добывают, направь же ты их обратно, братан. Хотя нет, тут слишком что-то много. Мариков приходит, нужно блочить их, чтобы на рампу не ушли. Красавец, все правильно сделал, как говорится. Ну все, пора пробок отводить. Что с руки и делает, 9-10 парабам, сливается боевой лимит. Но представьте такой момент, что сталкер сейчас сверхтехнология просто. По сравнению с тем, что есть у тирана, по технологиям, соответственно, у просто колоссальное преимущество, ему нужно просто идти убивать оппонента. Все, вот два марика вводят. И все, иди добивать там. И все, ГГ пишет СОУ. Ставит СССРщику и пишет ГГ. Ну нахрен. А увел бы одного марика здесь бункер. Вот реально, одного марика вот здесь бункер посадить. Две депошечки, СССР сверху. Все. Для Проца катастрофа. Ну хотя это будет в течение катастрофы, это будет фактически равная игра. Проца будет выходить. Нексус снизу, он будет рабов отстраивать так же, как тиран. Тиран с мулами нагонит, потом и все. СОУ затупил, марика не отвел ни одного. Короче, 2-0 СОУ. СОУ против Блая. Тиран с мулами. Тиран с мулами. Так, ребят, я туплю уже реально. Стрим идет с часа дня. То есть уже 11 часов почти. Я тупить уже начинаю. Пишу, что 2-0 СОУ выиграл. СОКИШ только что выиграл. 1-1, ребят. Каких 2-0. Зерга стали превратительно таким и управлять. Оно с HomeStory. Как Зерг знакомым. Он туда ездил, очень часто кто там тейком и так далее. Вообще, я спрашивал у Наруто. Он говорит, уже скорее всего есть стрим на HomeStory. Походу Зерг там будет стримить официально. И это очень печально. Признаться честно. Если так, но еще пока до конца не выяснено, что там да как. Да-да, я затупил, ребят. Все правильно вы говорите. Все абсолютно верно, братва, говорите. Все правильно выяснено. Так, опять прокси-бараки из центра от СОУЛа идут. Не, ну это уже наглость. СОКИ проверяет. Ну блин, карта гигантская правда. Здесь тяжело будет найти. Опасный билд у нас. СОУЛ что-то наглеет. Он побыстрее хочет видимо отыграть. Он устал или я не знаю в чем дело вообще там происходит. Вот. Ну сейчас СОУЛ доиграет и будет Блай биться соответственно. Блин, ни хрена они так затянули. Вердос уже после 12 начнет играть. Ну это перебор же реально. Давай, удиви меня. Внаружи у СОКИ в центре бараки. Отменяй Нексус. Что ты творишь-то, блин? Да отменяй ты Нексус. Какие фотонки, емано. Отменяется Нексус. Какие форжи, точнее. Идет в СОУЛ не в том направлении. Все сейчас просто с фотонками с хайграунда, в общем-то, принимаем это дело. И все. Второй газ СОКИ вообще затупил. Надо давным-давно было ставить. Две фотонки СОКИ ставят. Адепт Мазеркор. Все здесь с Мазеркором СОКИ сейчас отобьется. И с фотонками. Для оппонента фотострофа. Так, ну что, адепт, ну не надо спускаться. 11-22 парабам, конечно, это катастрофа. По экрану, если так, после изменения своих зрителей, не знаю, что я просто мнение по этому поводу, по поводу игры высказал. Вот с чего ты взял, что мне и кому-то здесь надо твое мнение. Ты там ГМЛ или Мастер Лига, или ты можешь чемпион какой-нибудь турнир, я не знаю. Я, во-первых, никого не гноил. Во-вторых, нужно понимать то, о чем ты говоришь. Когда ты говоришь. Идет вперед СОУ, СОКИ выводит ра вовсе. 46-50 по лимиту. Оверчаж нужно выставить. И все, ГГ СОУ сейчас будет. Все, попер оверчаж. СОУ решил отдаться два раза. Я не знаю, почему СОУ спать, видимо, хочет. Или бомбанул пердаку СОУ. Да нет, по-второму твои матчи не начнутся. Сейчас БЛАЙС СОУ сыграет, и твои матчи начнутся, я так понимаю. Отказываться уже поздно в любом случае. Да, все грубо, все не играется. СОКИ БЛАЙС сейчас. Тем более, СОКИ с БЛАЙС, я думаю, недолго должно быть. СОКИ БЛАЙС. Ну, БЛАЙС ждет, конечно. БЛАЙС говорит так. Он, походу, СОКИ шансов нет, меня вот и сливался. Блин, типа СОКИ, типа БЛАЙС недавно СОУ не проигрывал. Ну как, относительно недавно, там, в течение пары месяцев последних. Было такое точно. Иво подчеркивание 774 поддержал ваш канал на сумму 200 рублей и сообщает, помни, спасибо большое за стримы. Спасибо тебе 874, а почему желтым написал? Я чуть-чуть не вкурил. Чем-то желтым написал. Тебе не надо группу ТЛО ждать. У вас же одновременно ставит опыт старт группы с группой ТЛО. Они уже начали вроде как бы играть. Ну, ты напиши просто им тогда, что, ну, объясни ситуацию, что, как бы, сколько у тебя времени-то там, скажи и просто, ну, скажи, что, блин, давайте уже начинать как бы, а то мне хочется спать все-таки или тогда что, сливаться мне что ли? Спасибо. 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 Так. Так. Местерлодором не придумаю это уже хренер в чатике. Там фигню какую-то пишет. Искал, что легко судить с открытой картой. Как бы, типа, я не шарю, как бы, и херню какую-то морожу. Поэтому я тебе предупредил, что не надо писать. Слушай, Эвердос, тебе решать, я не знаю, как бы, может быть, эту группу запустят после вот этой группы, была, я не знаю. Потому что еще следующую ждать, это реально перебор, я считаю. Ну, я не знаю, как они хотят сделать. Прочищаться, водички налью и приду. Спасибо. 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 Так. Все. Я здесь. Спасибо. 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 УСНГ. Я загуглял значение. О-о-о. О-о-о. Значение имя Артем просто. Здоровый. Здоровый. Ты же здоровый. Ты должен вообще пофигу два часа ночи всех нагнуть. как бы. Да, тем более, раньше двух начнется точно. Вот. Как же мы без тебя в плейерфинг будем. Так. Сейчас, да. Поддерживаю. Купащиши сделаю. Хорошо. 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 взяла выкинул все за прикол то совсем что ли надо ничего блато с вот и вот биться или нет не понимаю а Продолжение следует... 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 тебя никто не банил, успокойся когда банят, то описать нельзя я просто вынес предупреждение вот, короче все, ладно, не отвлекаюсь глеф, усоки, третий гейт все стандартно, абсолютно парабам чуть в плюсе, но блайвоз 8 дронов заказы, третья хатка есть считаю, что экономика у влая очень даже неплохая вопрос в том, как он будет контрить адептов сейчас бейлингами, роучами, посмотрим ну, бейлингами я не видел, чтобы влая контрила если честно, так что, наверное, как все-таки это роучи будет вот, посмотрите, залетел овером нет бы куда-нибудь улететь сокер не будет дураком сталкера сейчас построил минус овер будет, в начале оверов терять не очень приятно ну, блайза то по экономике в плюсе уже в неплохом можно и лишнего овера, в принципе, заказать одного но даршайна он не видит, поэтому нормально адептиками сок вперед идет, их 7 штучек телепортируются идет, естественно, через узкий вот этот проход, через это направление ну, кстати, вот то, что бла овера потерял в итоге, смотрите, у него соплая блок он все 4 роучи заказывает и адепты сейчас зайти-то могут боленько, на самом деле потому что, бла, нечем особо их встречать так, заходят адепты сокер идет на вторую базу отменяет телепорт, как королеву их хорошо так не пропускало сразу адепты ну, типа, иди, сейчас будем рабочих разваливать королева говорит не, не, ребята, погодите, погодите, куда вы пошли сначала со мной надо поговорить а потом моих братьев меньше детишек моих будете разваливать вот, королева, между прочим все юниты здесь, детишки так, все из личинок появляются у зергов так, что королева может быть так, здесь, ну, что вот это вот, вот оно где конечно, контролить рабов перевел вовремя 52, 51 по рабочим здесь у нас, так, роучи вперед тут будет ли пушку это от Блая вижу, так, 6 роучи и 4 реведжера а нафиг Блая реведжер, если он в пуш не идет не понятия не имею так, ВР делается а, Блая призму решил встретить, судя по всему ну, тут Даркшайн как бы есть ну, призмы нету соки а, он с дарками решил просто кажется, это постройка это подблайн решил с дарками вообще Блая встретить вот еще минус овер неприятно, но терпимо роучи идут вперед реведжеры где-то реведжеры сзади где-то тоже вперед выдвигаются заходят блайндлингами роучи пришли уже практически реведжеры через верх Дарк здесь готов Блай, ты видишь Дарка? нет, не вижу а Дарк есть а он есть вот он Дарк можно опустить сейчас но это потеря будет всех роучи вот этих я так думаю потому что им уже некуда деваться отсюда Дарк настигает, Дарк наказывает это один одинешник такой убежал сейчас Таракашечка вот, здесь минуснулось все ну хоть одного Соки опустил и то хорошо ну я бы сказал для Блая это провальное начало казалось вначале что по экономике там рабочих больше все больше все хорошо но в итоге все свелось к равной абсолютно экономике равном боевому лимиту хотя я знаю что Блайн опыте он гораздо ну он лучше сейчас Соки играет я уверен в этом потому что Соки был в инактиве нереальное количество времени и относительно давно начал трениться хаты адепту заблочить ну не знаю, хата это слишком жестко если здесь есть криптумор плеткой там или чем-то еще а криптумор можно к этому моменту да, оттуда сделать четвертая база Ублая есть но он заказывает Гидру сейчас и он абсолютно прав почему? потому что Фениксов очень много даже под споркой эти семь Фениксов будут рабочих разваливать а Гидра поможет отбиться сейчас спокойно от этих Фениксов просто и все ну вот можно две спорки на Мэнни напилить Гидры все больше и больше Соки Чаш уже подделал там Архончики добавляются Имморталы строятся Робо 2, кстати да, 2 Робо Имморталы по 2 штуки строятся сейчас Абса запилил Линги наломились Линги отдались ну и что Блайн делать? здесь у Соки вообще хороший продакшен у него хороший микс и Блай еще и с грейдами ты не особо спешил у Соки и грейды лучше будут в итоге даже так, два криптумора злая поперла вот, королевой энергии нет ну вот ошибка от Блая где спорка называется эта ошибка очень-очень просто пожалуйста, минус 2 королева фаерболы в молоко а была бы спорка уже, ну не то что нет ну мог бы Соки развалить королеву но я думал он не стал бы что он Феникса наверняка потерял бы то в этой ситуации в итоге Соки шатает на халяву Блая Блай как, блин, сзади бегает ну это называется Соки разводят очень серьезно причем Блая ну здесь Блай мог вот этот Феникс точно минус был Блай не стрельнул вовремя короче, косяков очень много у Блая но пока еще не катастрофа сейчас будет люркер Ден Блай будет выходить в люру у него 32 бена делаются покатухи может-то я пару люркеров на выход подморфить я не знаю потому что микс как бы вроде интересный так ядра ушла апсервер сзади висит Соки Блай минус ниже его молодец апса минус 2 весь лингепилон погрызли так 3 люркера делает Блай сейчас тяжелый для контроля микс должен я признать причем суть его в чем нужно минуснуть все перед имморталами и чтоб на имморталов тоже юниты остались помимо люры иначе люра тогда погибнет просто вообще моментально посмотрите это 9 имов это такой просто дичь вообще заходит Блай через ХГ считаю это неправильным решением почему так люра в тыл заходит Соки сейчас люра залпы делает нет апсервера люра зашла замечательно был бобс это была минус люра апсервера нет и Блай разруливает данную ситуацию свою пользу минусует просто Соки надо заходить на ХГ подымов просто и все Блай это делает Файрбул в это молоко поближе люру прикопай маленечко Блай братан ты что творишь Блай подальше прикопал да вот сюда как ниточку чтобы она прикрывала уж точно так роботик всегда избревает дарк есть дарка нечем встретить нет оверсира что ты будешь делать то Блай где оверсир надо сваливать 4 так 4-ый некст уменил не ну это я не знаю на что Блай рассчитывать на что такой мертвец кстати дарков обсердеров нету сокер оба упали я смотрю сейчас и думаю блин это ж прикол дарков просто не минуснуть обсердеры погибли в итоге Блай просто нужно подморфить оверсира где оверсира вообще Блай 0 оверсира вот что он делает сейчас объясните мне соки слил из дарков сейчас зачем-то соки слил из дарков зачем-то архона вот это печаль полная потому что он бы мог Блай отогнать но Блай аверсиров в итоге тоже привел нужно заходить на хг нужно дожимать наконец-то соки Блай как шторм сейчас заходит как шторм сейчас заходит Блай просто бит ребят я извиняюсь но это ну это бит гейминг реально сейчас вы только что наблюдали у меня нет слов просто Люра сзади Люра не перекапывается Блай заходит просто под всех юмитов получает два идеальных шторма они все убивают у Блая нету свитча в мут у Блая нет свитча ни во что вообще это слив походу все соки выходит четвертый нектус у Гэш рано греть осли здесь вроде как и ультра кейер но посмотрите какие ультралы минералов сотка о чем речь ребята дроны перекап переезжают на центральную базу сейчас отсюда можно сюда перевести немножко две пробки там бай где-то минус ну а это вот на вторую базу был драйдов помимо двух картей вообще не делает сейчас revelation до ультра кэвэн спалил 14 люкера два дела и против и морков да как бы ну не знаю решение не очень по моему правильно во первых 10 морков миллиард лингов шторм минус нет а феникса еще несколько люкер может поднять арменка казак ну говорить можно все что угодно а чтобы было по факту так не проверить пока не сделаешь но возможно у меня нет так запойт маслюра два причем ну плюс тот тот кто говорит что если там вот это что происходит бай решил что люра на клике на местность идет нет ее закопать надо чтобы она дралась минус люра минус бай ребята соки 1-0 теперь уже факт это ну то есть да мы сделали ультри армор вот и и делаем гидру блин ну что было за ошибки такие кто-то говорит и есть ты там тренингся и тогда если я тренингся и как бы моя цель была турниры выигрывать вы бы не смотрели все эти стримы со мной понимаете я бы не комментировал тогда я все делал бы сейчас играл бы либо отдыхал бы я бы мог стримить fp и даже то есть самые крупные турниры на самом деле степи про игрок и вообще нацелен выигрывать нормальные турниры или хотят на них проходить то ты должен не сидеть там ну не на блескон можно посмотреть и там самое то в остальное время ты играешь всегда поэтому тут уж извините как так что и по долю вы другое темписты у соки 12 дронов власть сливает соки вырубил рамштайн тряхнул лосатые гривы и заказал двух темпистов короче все четыре пятьдесят шесть полиометру минус люра о позвоночник один остался замариновали люркера пацаны 135-43 проблема влае в том что он уже подряд минут 7 подряд он минут 7 подряд он строит просто одних и тех же юитов просто их сливает а у соки хоть у него микс и кажется одинаковый но нет он не одинаковый уже темписты появились самые лыли то есть технологии он вперед выходит что-то блай сонный кого-то 23 пробки соки минус ну вот это было хорошо сейчас забежали бэйны судя по всему я даже пропустил этот момент извиняюсь сам сонный что-то от соки пригораю от блая точнее вот но соки сейчас с четырех нюксов по четыре пробки просто восстановят микс вообще жестокий очень лейтовый по грейдам три атаки на два блая кухти что это за кухти кукольцы только на лингов здесь даются а при этом все вот смотрите вот просто еще знаете я я уже пригорала в бая но я-то пригоровала тот вот этих врывов посмотрите вот сюда посмотрите вот сюда вот это что это два кокси где здесь два кокси где они вообще где в бороде ё-моё вот они только у бейлингов есть но если ты строишь уже пол игры ты хоть первую атаку закажи ё-моё блин сейчас блая напишет скажет не я всё правильно делал грейдов не надо всё нормально было короче там вообще у меня грейды просто я там должен там убить сэмбулы и т.д спасибо миш удачи тебе доехать увидимся так 176 блай 138 суки ну блай тем не менее отмасился с брудами будет биться сейчас суки всё надо принимать бой надо темпистов пытаться минуснуть что блай делает раз темпист минус два темпист минус бруды бомбят 150 на 128 будет блай вперёд двигаться здесь да здесь два адепты прилетели фикс минус адепты мазеркор суки отдал на ровном месте блай экономика получше смотрите адепты настолько давно на мэйне что они газ уже развалили всё сокис реагер оп миссия выполнена мы убили газ ес мы победили зергов мы самые хитрые адептированные адепты просто на всём айвере ладно здесь делков 4 штучки забегают блай летит бомбить четвёртую нектус блай теряет 25 дронов ну давайте дронами да сделками с плюс 3 побьёмся окей между прочим сделки плюс 3 ребят это знаете что это 22 деможа за удар это 44 за два удара а 44 это что это больше чем 40 а у блая 0 армора то есть сделки из двух ударов дронов любят рубец плюс 3 это дичь полная блай идёт вперёд если соки сейчас отбивается а соки сейчас отбивается то это ггвп из гейминг просто но еще посмотрите соки то не отбивает здесь еще блай трансфюзы есть темписты не убивают так просто караптеров но все таки здесь фениксы прилетели караптеры так караптеры пока не ну здесь дарк еще есть а блай обнаружения нету короче катастрофа 50 на 70 0 1 блай неужели блай соки салют это ж пум и фейл короче несмотря на то что в какой-то момент блай забрал рабочих целую базу как бы это его не спасло слишком крутые у соки были технологии еще блай еще там что-то понтовался типа блин соул слился без шансов со мной там да а соки великий игрок типа да не ну решил что блай развалит по ходу дела да фениксы тут летают пытают сразу блай пытается жить блай пытается жить но жить в наше время непросто но соки говорит кому кому сейчас легко ребята и занимает просто дистанц майнингом сейчас базу очередную но в итоге она доделась но блай тут рабов смотрите по взрыву соки 18 27 блай рабов то больше еще между прочим минус тормовик блай четкий сейчас все делает конечно но у него есть газ кстати две базы добывается что из боевых юнитов все было 14 слингов 6 гидравок ну я не знаю что тут бывает настрой что буду все пробрить вообще бейлинг вася я сейчас газ тебе отключу просто и все ты притормозишь притормози притормози тормози клинги вроде минусовали но не минус 0 нифига здесь один гордый бейлинг куда-то покатился куда он такой один гордый покатился соки заметил фу на тебя говорит tempest блоха у меня уже тупняк от долгого стрима начинается но это весело так потери покажу 41 31 10к разница конечно же не в пользу блая по юнитам а вот мы здесь ух рабов обувь по 90 потеряли 83 25 люркер 44 яма 61 бейлинг соки тоже не мели на потерь но это все дешевле блая пских на 10к как вы поняли так блайп смотрите блайп в лимиту почти сравнялся но меня вот просто бомбанет короче всю игру играет влаги и дрой вот с нулем все строить ну неужели валюшина нету нигде вот же он стоит ну сто сто первый так ну сто сто ну закажи ты хоть первую эту атаку блин мне не надо говорит блайп зачем мне атака с другой стороны у соки тоже только 3 атаки ну у него то 3 атаки на всю землю как бы а у блая по нулям здесь у него только на алингов 2 бейлингов 2 вердоз уже катает мы как бы не будем вперед блая забегать отлично что вердоз уже начал значит мы его скоро посмотрим ахххххх так 117 124 блай вообще соки сравнял сейчас посмотрите пошел на лом сейчас штормы зайдут штормы не зайдут на муви соки сливается если блай здесь перевернет я просто охренею вообще а блай переворачивает гидры больше что мы сейчас видим что я вижу просто на экране ребят что я вижу на экране горка блая минус нул 8160 8170 полиметр здесь минус люркер оракула еще блай минус нул здесь есть темписты люркер уйдет на хайграунд вот сюда же можно зайти хорошо блай мимо нектуса проходит соки внимателен все заметил ревелэйшн кинут офигеть просто соки дайл блай уважите блай еще соки сейчас зашатает на самом деле вот забегание идет на нексус на четвертый точнее на четвертый на вот этот новейший нексус соки ну темписты больно бьют вот можно сверху пойти отменить соки нет ресурсов чтоб темпистов этих особо чем прикрыть блай делает два вайпера блин вот если просто хотя бы одна или две атаки бы на гидру было бы было бы вообще бы просто царские заходят блай на хг так отходит гидрой лингов отдал здесь каждый линк на весь долл взял и отдал лингов вот была новая хатка здесь уже двадцать восемь лингов еще делает так два бэйных вот там поперли два бэйных слита и вот же два айма блин вперед выходит то минус ниши ты блин теперь блай что тут тянет вперед бегает ох хорош блай ох хорош минус темпист раз да ты на муви то пошел блай на муви ходит что ты делаешь вайперы слиты шторм попер не эксус блай минус у их токи сейчас очередной здесь бэйных штормовиков врываются там что-то тут азилок упал или или не азилок я не понял я здесь кто там упал линги сгрызает все здесь блай на новенькую базу врывается здесь уверчаржи везде выставлены три темписта все еще бьются опять соки больше мета 40 на 15 по боевому но соки до конца будет сидеть походу соки сну тут уснута такая же тема он любит сел и сидит хрен пойми так заказываются маслинги сколько угла гидралов пять штук есть неужели соки вперед пойдет мы этого дождемся все таки блай блин эту игру надо было втаскивать просто ну блай блай а соки сейчас может минус 0 наламывается блай минус архона минус штормовики штормы по своим жимам фактически заходят ядра идет с рингами вперед блай минусует несколько юнитов здесь дарк режет дарка надо минуснуть он уходит мува овером нету до сих пор блин 30 25 парабам дистанц майнинг нужно сюда дронов перевести что блай делает и сверху хату восстанавливать но нужно не сидеть на месте ни в коем случае блай несколько дронов просто стоят сейчас ничего не делают это печаль ну все соки добычу восстановил нет здесь короче походу все таки не получится блай ничего сделать сныкались линги не ну игра конечно прикол блай отдал свое преимущество все свое миноломное у него она была просто колоссальная как бы и в итоге вот довел до такой хрени в этой игре ситуацию и сливается просто все равно хотя мог перевернуть даже сейчас вообще и сныкались линги и сныкались линги и сныкались линги и сныкались линги так один делок наверно бежит плетка настолько продемоджилась без скрипа что он ее сейчас минуснет Идет Блай, понимает, что Эту базу отдавать нельзя Ему Но отдает Понимает, что отдавать нельзя, но отдает Все равно Долго встроился войсками Построился бы вовремя, наломился бы Отбил бы базу Если бы, может, что-то и было Базу сливать было нельзя, ни в коем случае Здесь печаль уже Привет, Нео Сапиенс С Ютермалом уже вроде там Они начинают играть Я 2-0-2 С Ютермалом первый играл 98-59 Блай, как обычно, не сдается до конца Не, ну в такое верение рано сдаваться Что-то еще Что-то еще Что-то еще Так, 21-27 106 соки 62, и соки новый Нексус добавил 27-21 Парабан Ну, надо соки уйти Как-то, ну, он типа Ксилнагу контролит, поэтому не парится Здесь две потомки Пробки переводятся Сокина сейчас Ну, Арх Хотя, нет, у него есть Архоны Вот ему можно сделать Грейт на поля Например, первый хотя бы Для Архончиков Чтоб и темпистов было Тогда гидра еще печальнее Станет с нулем атакой Парабан С hell Let's go Т่ climb Болый Р Пытается соки. Ну и не пытается, он в центр вышел, он думает, куда ему лучше наломиться. Будет ломиться вот сюда, судя по всему. Ну, надо ломиться-то, а что сидеть. Все-таки бьет люфт, когда плавится на свежих. Ну, все правильно, что плавится, еще остается. Теймпс-ты ваншот из гидралов сейчас. Ну, три теймпс-ты, конечно. Есть несколько брудов. И соки в теме назад. Ты что будешь делать? Так вот ты, блин, боишься, ты так ломишься назад. Да, хату запиливает. Он сейчас хату запиливает. Нет, как было у Блая-2 пухта, так и есть, но соки тоже больше не добавляют. Но у соки-то, я говорю, просто в таких... в таких слабоэкономичных играх просто три атаки на землю, ну, это уже просто старь дрейды. Еще и навод тут плюс один, это вообще его можно. Вот здесь постоянная размена. Ну, ну, Блай, как бы, играю... То есть здесь и король левый, и гидра, все, блин, ну, жевая атака нужна. Да. 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 Почему на мэне зданий сгрызть? Ну, как вариант, забегание здесь очень сильно в таких играх решает. В лаяме не пользуются. То есть можно было, что, пока Соки стоянием здесь занимался, просто забежать сюда, например, раз там пилоны здесь, но у Соки есть Даркшайн, а это второй стартрафт не первый, здесь есть варп, просто варпишь два дарка и забегания законтрились, всё, без оверсира прибежал, но с оверсира можно очень круто и было в забегании делать, например, даже вот сюда забежал потомку пилон и выгрузил там, овером привёз 8 лингов, выгрузил, например. 158,76, ну Блай, как обычно, тянет резину, блин, всё уже здесь-то уже всё ясно, потери показываю. Ну Блай просто на одну базу больше, чем Соки потерял, вот и всё. Один Блайовский тут типа зелок стоит, Соки уже архонов тут просто миллиард, Соки всё что-то ревелэйшный кидает, кидает, вот пора идти убивать. Ну всё, Соки наконец-то осмелился просто. Вторая игра Блай и Соки нам нужна. Ну вообще я на Блайовский рассчитываю, что он Соки не должен проигрывать, почему? Пока что из группы вышел. Стрэндж только из СНГ. Всё. Вирдосу группа жёсткая, причём там и у Термалада ветераны, два Зерга, с которыми у Вирдоса постоянно проблемы были, как бы. Поэтому я не уверен, что он сможет выйти, да, там. Хотя надеюсь на это. Ну на Блайовский Стрэнджер я надеялся, ну по-любому, как бы. Так, Вирдос ждёт там чего-то. Вирдос уже Лузера начал играть, что ли. Как-то быстро они там бомбят. А, ну на реплеи можешь смотреть, я не знаю, не должен, не должны там всё одновременно играться сейчас. Да. Продолжение следует... 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 Так... 186... Ты уж точно присылал... Плюс 322... Это как у нас... Это 508... Да? Ну да... Слоим... 322... Вытеснил... 322... С 5-го места... Продолжение следует... Продолжение следует... Поехали... Поехали... Короче... Готовы все... Рекламу в пилю... Просьба от блоки отключать... Наверное, после 12-ти уже новая она будет... Продолжение следует... Спасибо всем за поддержку... Еще раз... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Ну да... Близкон раньше, чем выходные начнется... Но он и на выходных тоже будет... Помните об этом?... близко он будет 27 28 погодите погодите четверг и пятницу будет без кона течет не по как они так почему почему четверг и пятницу не выходные блин не знаю но будем четверг и пятка разница будем четверг и пятью смотреть я покажу за то чтоб ноябре он вообще был чтобы на когда конкурс будет да как бы близко он стримит все-таки там явно зрителей будет нормально так лейзер против гунг-фу банды как сыграли лейзер с гунг-фу банды ребят на твиче спрашивают скаут пропал купил стул какой угодный ну вот видишь я отвечаю благодаря моим стримом где-то примерно 20 стульев таких продалась точно но 15 100 процентов что в офисе гривне там сколько и не помимо тебя людей просто реально много писали поднял им продаваемость маленько под по возможности лай переводит дронов соки проверил соки не поверил что вайпрукс хату будет ставить а зря было его могут поставить кресло самурай золото угла я начала добываться мух делает солингом третью пока не пилит хат скоро запилит может solar bill сделать до было и solar bill ты делает против соки сейчас в чем же почему solar build я пи я лично первому solar увидел его заключается он в том что контролер блай вы только что видели сцену смотрю лингов не тех вообще отводит сливается в мясо просто власть что ты делаешь нельзя так сливать лингов по этому билду вообще ни в коем случае так адептом не стал телепортироваться пятница во франции выходной в чем суть этого билда сейчас будет просто заморфлен здесь он уже заморфлен перед робнуться линги на хг от было не знаю будет ли он сгрызать в лоб или всех сюда завезет он всех сюда завезет соки понял что здесь что-то не то и он ждет врыва блая сейчас учебу идет два линга еще смысл ждать то здесь куда ждал то еще два линга можно секунд на 10 будет выйти вперед сейчас ну что он делает а ну что мешает вот сюда забежать окружить адептов и сгрызть их я просто не пойму еще 20 лингов ну развел новерчаш а дальше то что иммортал здесь первой строится почему он стоит то блин какое мертвое и медленное исполнение я даже поражаю что так медленно можно так линге крампе прибегая час двух сторон надо было и брить будет и морфл первый готов есть уже ой 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 линге миглая набегает сгрызает гейты здесь центря первая готов пилоны точнее на гейтах падают и ты нужно отключать все сейчас обязательно нужно отключать адептов нужно центре окружать обязательно филт очень неплохо прошел сейчас но блая много блая много и нужно попытаться минус ну здесь все блай через рабов прорывается или подчеркивание макро активировал премиум на ваш канал я мэрки 2м это минус 2 ребят мы не увидим 2 я так думаю потому что он уже перешел в лингов рабочих а это катастрофа тушен соки 10 рабов вообще не отменил ух насколько его щену мертвовато исполнение здесь вот боя конечно в этой игре может уже сонные не знаю в чем дело про кстати про плюс атаку я блая что-то забыл нибудь сам уже сонный в мясо весь ну куда лингами ты побежал блай ё-моё ну вот если сейчас блай на мэй не сгрызет рабов штук семь хотя бы для него это шанс здесь выход на призму на иммортала идет блай опять ждет короче пока там линги прилетят но вот соки реагирует неплохо очень даже семь рабов блай не сгрызет это факт два сгрыз а эти то куда побежали да развали ты сентрю адепт всеми на сентрю накидывается здесь вот где контроль сейчас идет вот где контроль чем занят блай сейчас объясните ой падать начинает все шанс для блая появляется очень хорошего в этой игре еще адепты варп пока блай здесь удел уже короче соки улетел там этими имморталами блин здесь один иммортал есть но блай под иммортал можно сгрызть рабочих в бане контролят линду блай контролят против здесь ему так кто как как банда и банда слайдом сыграл никто не знает на крыше брус человек спрашивает видимо поляк без понятия 50 85 52 показалось что блай вот этим дропом на мэн что-то там может перевернуть нет блай ничего уже перевернуть не может скромим кроме поддона которые которые находятся под в дном блин стойки приходят глеф нету без блядь из всего достаточно только 20 ну вот если ты понимаете если ты делаешь билд солара надо настолько четкий контроль просто вообще дико четкий надо передропнуться блай передропнулся ждет пока два линга подбежит ну чё ты ждешь то там уже то есть потерял 7 секунд где-то примерно пока они бежали прибежал сюда здесь забежал выманил уверчашь и что здесь адепта два на рампе стоят нахрен ты вообще к пилону бежишь забеги сюда убей два адепта все два не видел конечно есть ли здесь пилоны на хг или нет но в таком раскладе можно предположить что везде-то стоки рампу ну везде-то стоки стен кудилка и две пяти молнии минус блай пока только стрэндж выходит плей-офф и судя по что вердоус там уже насасывает конкретно походу только стрэндж плей-офф и выйдет и так скину вам еще раз ссылочку кто это условие одно из было и условий чтоб я стримил данный турнир вот поддерживайте по возможности у кого есть этот турнир но и меня естественно поддерживаете мой канал тоже ребят стрим идет уже 11 часов да я не лова алмаза конечно уровень о чем ты говоришь да Вердос 8 минут в игре, кто его стримит, кто-нибудь надо посмотреть. Так, сортов Ютермал идет, в чем сортов прокси делают, сейчас я вам покажу. Вердос 8 минут в игре, кто его стримит, кто его стримит, кто его стримит. Так, тут что-то Ютермал убивает, по-моему, хату, оппоненту своему, заходит на ХГ, а там-то плетка, но плетка-то стационарная, а моряки мобильные, они обходят мимо, минус 2 овера просто моментально сейчас. И можно развить, между прочим, атаку на ХГ, вне рейнджа плеткой, зайди ты дальше там, поделись просто и все. Верди 0.4, а кто там у нас был, кстати? А, Серао был там, да? Короче, Стрэндж у нас только в плей-оффе. Ну, будем за Стрэнджа болеть, а потом за красивый Старкрафт, если Стрэндж проиграет. Ну, я надеюсь, что Стрэндж будет выигрывать. Ну, я надеюсь, что мы будем... так! Спасибо. 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 Так, Ютермал invited. Респект ему. Сейчас посмотрим качественного Тиранова. отлично давай посмотрим вердоса по ходу дела вердоса мы уже не посмотрим потому что вердос уже проиграл да вердос уже вылетел каким образом вылетел ну долго, турнир конечно шел я никак не ожидал что Блай может проиграть Соке но Соке наказал просто Блай и все да художе что-то я вижу обои-то не отсюда откуда трансляция задержка ну судя по всему если до Луны обратно сигнал света ой идет примерно 2 секунды то 90 секунд значит что Юрий подчеркивание Шира поддержал ваш канал на сумму 322 рубля и сообщает спасибо за стрим то учитывая ну что 90 секунд видимо в 45 раз дальше расстояние чем от Земли до Луны вот а в 45 раз дальше если до Луны 380 тысяч да там то в 45 раз это много получается это 3 миллиона 810 в 40 это уже почти 16 15 15 400 да быть если точно и еще 5 короче ну да миллионов все сколько до Марса расстояние не до Марса дольше до Марса 54 миллиона ну 17 миллионов это в общем то как четверть расстояние до Марса примерно от стрима идет оттуда примерно да походу есть такая задержка была бы задержку я сам конечно выставляю спасибо Юрий Шира спасибо всем братва за поддержос очень приятно особенно в столь поздний час прямо дает силы ладно шутка силы есть и так я обещал стримить значит буду стримить в любом случае при любом раскладе ну что сортов против ютер мальчика revolution команда называется revolution gaming или gamer gaming да revolution gaming революшн гейминг джи и джи в конце хотя от земли до луны получается побольше чем 2 секунды идет да сигналы с 380 тысяч две с половиной примерно то есть да тут я просчитался короче маленько джи в about to замените джи в так 3 хотя ну сортовщика извините что не комментирую подустал что я маленько вот здесь 16 мариков дропчик со стимпаком ты не прав под локер соло во первых но я навряд ли кого-нибудь уделал вот потому что если я так бы сказал бы то это было бы я как револьвер бы говорил бы просто ну заведомо ложную хрень типа как он там говорил что я его слово там не выиграл ни разу ну или типа это было как касс сегодня сказал что развалит там бича фира ему отдался по итогу либо как лайк сказал что соус проиграл то что без шанса против лая отдался соки вот это нахрен не нужно и никто не отыграет и никто пофигистически не играет тоже просто много обстоятельств сонные уже все как бы поздно очень турнир идет но на самом деле сонность тоже не отмазка как бы это очевидно смотрите хэлбат пуш плюс марики со стимом невероятно дикий прессинг со стороны у термала с очень крутым таймингом ну а я уже выступать я не буду у меня нет времени я уже сказал либо турниров комментирования либо тренировки естественно нет и возможности особо тренироваться за тренировки я не буду зарабатывать ничего естественно это минус сортов посмотрите какие термал великолепно пришел да и комментировать то а старкрафт никому почти буду точнее комментаторов достаточно много но не будет гэнста рэп профессионален комментариям того кто хотя понимает что происходит на экране да понял вердус это все понятно кайбу тяжело так играть все равно надо стараться но я уверен что как бы старался поэтому не будем оба уже просто как бы все уже игра так на 118 75 10 11 здесь два либератора здесь баллинг баст идет здесь маленький на хг минка либераторы здесь без шансов для сортов если он поломится то есть либератор полетел счет нихрена ним не выходит там уж треть прилетел 86 120 хотя вот то что я говорил кассу тыш написал что он там всех развалит не знаю как серьезно было писал или нет дел такое просто вот у нас ну во первых как бы привыкли да что типа всех должны развалить как бы иногда с перебором да как бы идет ну хейт какой-то блин хотя люди стараются я же стараюсь просто комментировать меня пригорает пуска я вижу что моменты до косячные какие-то но с перебором быть не должно да допустим но все привыкли что должен прийти куть браток дима как а мне не знаю и всех убить не должны молодые игроки появляться уже людям по 30 лет как бы это ну для других спорт спортов-то вообще многих уже реально много для киберспорта это очень много как его получается потому что не сыграть у людей уже другие интересы могут появляться не могут они обязаны появляться да как бы вот то есть должны моему а должно молодое поколение появляться не в доту там дрочить и затвор передергивать ну и в доту тоже надо ну просто как бы она на виду она на виду здесь же тяжелее как бы ну нет возможности играний в приток лойды уже как бы и сейчас если сделать вот такой как бы то есть тоже под притока гигантского прям не будет да нужно было делать пока на пике было да тогда бы еще бы усилилось это ну да ладно это все теоретически расклада рассуждения тем временем 176 99 по лимит чё-то я увлекся ну тут я не знаю чё сортов-то не сдают а жесткие бомбежечки здесь идут идут бэллинги вперед блин нравится мне ветерман вы видели бэллинги взорвались думаете спортов на x нажал а пока обкакавшись от такой большой армии нет частью и так ветерман попуснул чем-то напоминает мне его контроль бьяновский контроль вот ну конечно не настолько он крут как бьян безусловно но топовый самый тиран в европе это факт на данный момент marine lord ну как бы неплох но и термал круче я так думаю но и короче я за тесты не будет отринься ну давай все и делаем те маску меня ты такой хопа а потом я хопа на турнире а кто стрим хз кто стримил пацан какой-то надо еще голос только сделать кунь прибор который менять будут ну что у нас осталось то тут вообще ну что у нас осталось Researchers да это понятно хамстрофу все очевидно блин ребят знаете что наверно пора закругляться 12 часов стрим идет 17 минут я конечно все понимаю у нас осталось только завоза в этой группе фактически и и второй там группе чет тоже осталось хотя давайте раз уже начинают а не посмотрим быстренько а так это погодите ютермал сортов выиграл так не понял а ютермал нагнул верди сортов выиграл сирала ютермал выиграл сортов овердос проиграл сиралу и это опять сирал играет сортов он это десайдер а вот все последний дачу тараная эту группу до стримлю и тогда все хорош наверное так чуть несешь вообще спок так 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо за просмотр! Субтитры сделал DimaTorzok Поддержал ваш канал на сумму 1000 рублей и сообщает Ты молодец! Единственный из стримеров прямой Простой, честный с собой и со зрителями Без пафосных масок и без лишнего гонора Спасибо, Литиум! Я прокраснел, застеснялся, как корейцы будут Как они выходят, когда после этого там про Лиги Типа, тренер там, ну чё вы там кланяются? Спасибо большое! Я сейчас читал Твиттер, где Лилбул написал про корейцев Типа, может они о будущем подумают, они на Близконте будут готовиться Чел комментарий написал Субтитры сделал DimaTorzok Королева успешно Так, у кого тут тоже аббатур Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Новая королева создана Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok How's your cancer going? Я не понял, как пуйрак протекает Мистер, я готовлюсь к лотку Мне что понравилось? Ну, как бы в точку прямо Вспоминается тот Близкон, короче Я подугорел маленько Все, ребят, пора бы закомментить Я что-то подугорел с этого коммента Прям меня он повеселел Нормально подколол там Сказал бы Хотя Лилу Ну, Лилу по-любому его прочитал Не зря он в Твиттере постит там Рой эволюционировал Спасибо, Лилу, тебе еще раз Короче, тут что-то Ага, Сирал прибежал Отдал несколько лингов Потери, вы видите 6-2, сейчас не в пользу Сирала Но это мелочи вообще Абсолютно Сирал занимает Вторую базу А у Сортофа уже пошел шпиль О котором Сирала понятия не имеет Он даже не видел, как лэйр сделался Просто он даже не видел, что он был заказан То есть, конечно же, сейчас контроль карты Целиком и полностью будет на стороне сортов Я даже не знаю, что Сирал Чего он беспокоится и плетки строит Ему вообще здесь бояться нечего просто Вот он сейчас своими плетками Спалил всю свою движуху Реально все спалил Ну, потому что не будет строить игрок плетки Когда идет там наземная армия Это просто очевидно Я не понял А, Сортофа, погодите Сортоф видит Роуч Ворон Но он не вкурил, что Сирал его вообще Сейчас не использует Вот смотрите, он раскачивает третью хату Вот сейчас отсюда крипс третий соединить надо И просто запилить сейчас спорок Тут по две на каждой базе Одну в проходе Здесь просто семь спорок пилить Даже меньше Нет, даже вру Одну в проходе И по спорке на базе Плюс королева Почему? Двухбазовая мута Ее много не будет Настолько, чтобы она там захарасила Чтобы королеву не прикрыли На самом деле Поэтому все окей Так, Overmind МК Ты все правильно говоришь Ну, я не вижу вашей нити спора там Или о чем вы говорите Но Факт в том, что Чтобы достичь высот в СНГ в Старкрафте Сейчас, да Нужно быть энтузиастом Только лишь энтузиастом Как и в первом Старкрафте А все хотят Молодежь вообще В принципе уже все Сейчас быть Профессионалом В том плане Что бы им ЗП там платили и т.д. Вот Поэтому как бы тяжело сейчас Уже игрокам Сузах и команды то нету Хоть какую нибудь ЗП Почему Ладно в Москве там Это одно В любом случае Нужно быть энтузиастом Потому что там доходы другие Ну в регионах Там допустим Если бы хотя бы Была бы возможность Игрокам хотя бы Там 15 тысяч да Рээ там 15-20 месяц Как бы Например Получайся Команды Уже бы как бы Да больше Кто играл бы Ну и так вот Команды просто нету Ну для молодых игроков Это хотя бы сильным было бы Для более таких как бы Ну Игроков старых Конечно это тоже уже не вариант Уже минус Уже минус Уже минус Рээ Уже минус Так, смотрите, что у нас творится. Сорт оф Астровал Муталисков. Я, блин, вообще по игре ничего не комментирую. Ребят, я очень устал, поэтому дико извиняюсь. И мне просто голова зависает. И приходится заставлять рот открывать, короче. Не, ну все правильно, что запанижаешь. Просто рано или поздно наступает такой момент. Потому что старкрафт, игра в которой надо много все-таки тренироваться, чтобы побеждать. Когда игроку просто необходимо будет запавить. Элементарные расходы какие-то. Да даже не ЗП. Тебе вот она не нужна. А если ты уровня достигнешь, когда нужно хотя бы на элементарные турниры какие-то самые крупные ездить. Как ты, блин, поедешь в Европу с курсом евро 70 рублей сейчас за свои деньги куда-то, конечно, или играть? А, ну, может, у тебя, но я не говорю, я не утверждаю, что у тебя есть. Может, у тебя есть. У кого-то их просто нет, в принципе, может, сейчас в России на поезде куда-нибудь доехать и то уже подумаешь, ехать или нет вообще. Не говоря уже куда-то куда-то приходит сортов. Сирал его разбирает. У Сирала 2.2, у Сирала Ультра Кеверн уже, ребят. Сирал просто великолепно здесь отсиделся, от всех муток отконтрился. И у него просто по грейдам вообще великолепно все. Вот о чем речь я веду. Команда и профессиональный гейминг – это не только ZP, я думаю. Потому что кто в первую очередь нацелен на ZP, тот, ну, на самом деле, многих это даже губило в свое время просто. Потому что им начинали платить там Трицаху, они сидели как бы, ну, а что Трицаху платят? Я в СНГ катаю, там всех на уровне играю. Там, ну, или, ну, грубо говоря, не знаю каких-нибудь цифр, а нахрен мы там стараться. Трицаху энтузиастом надо быть. Вот. То есть нужно стараться, как бы, и выходить на уровень больше. Просто тогда, ну, грубо говоря, все, все-то будет работать и получать больше будешь, естественно, как бы там, и призовых, и всего-всего. Так, здесь Сурсов убивается, Ленге забегает, Ленге уже на 2.2. Ленге просто унижают рабочий 2.2. Как они грызут? Адреналин еще бы сделал, латерал. Вот, он делает адреналин, но есть третий коготь пошел. Вот. То есть, ЗП тут дело такое, как бы, ну, ну, не обязательно ее там, ну. Короче, ладно, забить херам собачьим на все это дело. Если что-то изменится, мы увидим, как бы, да. Ну, получается, мы все энтузиасты, да. Там мы, я с пацанами там стараюсь организовать, выдержать какие-то турниры на ГГ, еще что-то. То есть, походу, в плане команд, я уже думал об этом, как бы, да. В плане команд, тут тоже какие-то только энтузиасты могут помочь. И, естественно, никаких денег это им не принесет. Особенно в начале, да и потом, я не знаю, сомневаясь в этом. Чтоб принял силу она целую инфраструктуру построить, да, как бы, скорее, хотя бы, ну, мелкую копию этого всего. Вот. Ну, чтоб какие-то турики были, чтоб люди на ОЦС могли проходить. Ну, в плане команд, только, наверное, да, какой-нибудь, чисто на энтузиазме, может, кто-нибудь создаст. Может, и толчок даст. Не, не вариант, потому что, как бы, чё, Пскове, Псков это деревня, как бы, 200 тысяч человек населения. Тут, как бы, ну, в Москве это нужно все как-то пробивать. Так что, дело такое. Так, заходят сюда. Заходят, и, ой, этот, Сорту. Усирала массу ультра. И она растоптала все вообще нафиг. Причем, даже оверсиры были сзади. Если бы они сразу в бою были, уже бы все это исчезло просто с лица земли. Но, они немножечко провтыкались где-то оверсиры. В любом случае, здесь Сирал просто не отпустит ни от своего оппонента. У него сейчас 3-3 ультра будет, это будет жесть просто. Сирал не спит, в смысле, что он встретит Реву на лане. Да, он думает, как же хорошо, что в СМГ нет команд, чтобы этого монстра-убивца просто не послали на лан. Потому что русских мы и так боимся. А тут револьвер еще, он же просто дикий русский, короче, опаснейший боец. Толкатель в плечо и так далее. Так, ладно, это уже полуночный бред пошел, ребят. Трансьюзица все равно. Вот что тянуть-то, сейчас он... Вот это все дело, контрит с игрой даме и масс люрой с плетками, как бы. Шлюра, если будут линги, там были, ну, в беллингов не так, как бы, лингов люра вообще в секунду снимет, если они будут. А когда ультра оголится, то плетки по ним хорошие демоз наносить будут. И плюс люркеры, да, с королевами. Дома можно отбиться, но, как бы, лимит тоже нормально должен быть. Плюс корочки, чтобы ульварсиров там взбивать. Так, здесь линги накидывают. 3-3 грейдами минус хата, просто за секунду буквально. Сирал что-то не спешит лезть. Сирал что-то не спешит. Продолжение следует... Субтитры сделал DimaTorzok Тренировать кого-нибудь пробовал Так уроки брали люди, да, тренировал Большинство, да, все, наверное, даже писали, что да, как бы эффект был Ну, чтобы тренировать, тренировать, как бы, нет Ну, где, так и зачем Это не онлайн делается, нужен вот кемп, как бы Какой-то адский микс Королева ультра Ну, я все, конечно, понимаю Ну, нахрена, давай, вот это, вот это Европа, европейн, европейн гейминг просто, блин Взял, убил все ультрой на оклике Пришел сюда, здесь 130 Здесь было почти 200, как бы Пробегал здесь зад-вперед Все, ушел назад, 200-200, опять Если ты здесь на оклике убил, как он отстроится-то Иди ты и здесь на оклике убей Короче, непонятное действие лично для меня от Сирала Теперь опять 200 в 10 Что, значит, толкать из плеча Ну, старая история с фраером Фраер там на дримхаке толкал что-то в плечо А трансьюжен ультрал здесь на разваливал Короче, не знаю Что здесь есть из уртова 33 муталиска Угу Ну, 17 королев с энергии, на самом деле, с мутой нормально подерут 3-1 3-1, тем более, грейдетики Какие-то пушки выносятся Так, крип уже соединился, кстати Реводжеры забежали что-то Мутки 40 штук сейчас будет Сохмутальских не понимаю Зеленка пошла на люру Перекопал еще зеленку Еще зеленку можно кинуть Почему бы и нет Еще зеленка пошла Налетает мута Мута с двумя атаками Сейчас с тремя будет Королев, кстати, уничтожает Не успевает Сирал трансьюжиться, между прочим Ну, по-моему, ультры столько, что Даже несмотря на то, что мута почти без потерь вынесла королев Ультра, она столько здесь убьет Что уже не оправиться будет Суртоку, скорее всего Лингов на выходе Просто сразу покрошила клешнями Так, здесь ультра на вторую бежит Или куда? Вот еще хата новенькая есть, кстати говоря Ультроф что-то мут А, у него все, ресурсов нету Суртоку больше Мутальский даже с двумя атаками Видите, они как медленно буют ультру С этими дрейдами адскими Здесь на центральную, последнюю базу ультра Приходит, начинает рубить хату Сирал падает Она просто моментально А ведь у ультрала сейчас по зданию уже такой Армор как по июне там получается У них нету бонусов, да? А, ну да, нету никаких бонусов Пора организовать люто СНГ буткемп в Кове Берем два ящика водки Да нет Ну, КЗ, нет, если у меня, может, семьи не было Я бы что-нибудь заморачивался Как я сейчас просто не морочусь реально Ну, это тема Все, минус Говна кусок просто Бомбануло, короче Вот Да даже, понимаете, даже если что-нибудь организовать в любом месте У нас начнется что? Будешь звать там всех, допустим Давайте все, кто что-то может, едьте Начнется у меня пердак болит У меня рука заболела Мне мама не разрешает Мне папа не разрешает Мне там У меня любовь У меня залупа там какая-нибудь еще Извиняюсь Это стандартный расклад Даже так тяжело будет Даже вот если прям телепортнуть Какую-нибудь хату с компами Где можно просто геймить Оттуда стримить Все равно Ну Поедут Не то, что не все Мало кто Мало кто может в будущее смотреть Завтрашний день Понимаешь? Ребят, завтра начало Также в 13.0 Помните Что-то зафилософствовал я под конец стрима Ну такое время еще Пролига закрылась Посмотрим, что будет после Близкона Мне кажется, Близзардам надо какие-то кардинальные меры Предпринимать По популяризации Старкрафта Ну и как бы по поддержке Именно не Какие там турниры делаются Именно игроков Может команда какие-нибудь поддерживает Продолжение следует... То, что я дал Before То, что есть Продолжение следует... Субтитры сделал DimaTorzok Денег если дать, то наверное приедут Так может еще переодеться в шафера, на вокзале встретить Проходить в лимузин, сесть за руль довезти, привезти туда на хату А потом встать мне и с пальмовым листом таким большим Или нет, какой лимузин, пассажиров нанять, самому встать Как вот этих носят, жойстиков там, 4 палки сверху, хрень ставит И просто на плечах несут там эти негры Или ну кто там, неважно, неважно негры или не негры Вот, ну такой хрень и принести, а потом ну листом пальмам Убывать, ну приезжайте как бы, да, там геймите ребята в StarCraft Да нет, тут как бы На самом деле, на самом деле, как бы Условия сейчас гораздо, блин, в тысячу раз лучше, чем Были, когда ну там первый StarCraft начинался Потому что, например, в Пскове вообще интернета не было Как только в Москве он был Сейчас же можно, как бы, просто сидя дома Практически в любом городе, потому что интернет более-менее адекватный Ведь здесь, по крайней мере, чтобы на Европе играть Вот Здесь нужно просто желание Ну а StarCraft сейчас, как бы, нытьем И всеми всякими такими темами Сейчас в СНГ, конечно, упадок приведен очень Плюс уровень уже, StarCraft, то есть уже, если бы это был десятый год Ну понятно, как в десятом году и было много игроков То есть тогда было проще, как бы, да Сейчас уже начальный уровень, уже, ну то есть кто вообще не шарит Ну что вот он начнет в StarCraft Его уже бронза будет казаться, как ГМЛ Понимаешь, как он шарит, ни хрена себе там Два Зилы-то построил, ну что делать-то То есть тут много всяких моментов Так что, ну, тут дело не в отсутствии пор, не в отсутствии возможностей Тут уже дело в других каких-то моментах Короче Нет, к шестнадцати часам уже и грелка будет К шестнадцати часам разогрев у грелки кончается Мои тоже, поверь, потому что там уже все Уже хочется ножом резать людей А, пахалу, точно, пахалу, пахалу Так, ребят, Сирал против Суртофа Вот вижу на Твиче смотрят и, судя по никнеймам, какие-то финские, может быть Ребята Не вкуривают, что я несу просто какую-то ахинею полную сейчас В 12 часов стримлю А тем временем идет, знаете, Сирал, во-первых, прессует Линго Беллингрина Но это фейковый прессинг, не улыновый И Сирал делает сейчас роучи У него уже Что, погодите У него уже десять роучи есть И еще строятся три А, ну, здесь тоже дозаказаны роучи, собственно Ну, абсолютно уже ко всему готов здесь Оп, надо плюнуть Беллинга-то нет? Плюет один КП, ушел Мастадом-09 Браток, конечно Браток играет Браток, причем, начал серьезно тренироваться Он выступал на этом турнире сегодня К сожалению, проиграл Не вышел из группы Но рано еще выиграл В том-то и дело, что в Старкрафт Такая игра не просто с нуля, если кто-то начнет играть Даже многие, кто играл Такие вот игроки, которые Они были в инактиве Ну, там, год, там, может кто-то даже больше Вышел Лотфы Ну, и корейцам теперь, в общем-то Не поехать на халяву Все места не взять У всех появилась мотивация У Старых То есть, они... Многие вернулись Но им реально, ну, не выиграть Уже многих молодых Уж тяжело, как бы Это нужно реально задрачивать Сидеть просто Хотя бы год вообще В девадовом темпе Пока ты там что-то куда-то придешь Ну, уже реально, как бы, молодые Они авантюристы У них и... Дело не в реакции какой-то там Я не знаю, физиологии Дело в совершенно другом подходе Там, ну... Там нет желания Именно на призы ориентации выиграть Там есть желание победить Пошел замес Сортоп приходит в Сирало Это пуш без мува Сейчас у Сортопа есть плюс один У Сирала плюс один отступ Сортоп грамотно Оборачивается от фаербулов Сирал тоже на фаербулы Не попадает Реведжеров Подставляют Сортоп Их что за ошибки глупые Не поймут Двадцать шесть лингов Сортоп еще заказано Отступить немножечко назад Сортоп кидай фаербольщики Дает возможность отступить Отступает Лингов много очень заказывает Будет пушка конца от Сортопа Много новых реведжеров заказ Здесь масс роучи Но у Сирала то есть беллинги Обратите внимание И у Сирала двадцать три роучи Еще строится Ёму здесь тридцать их сейчас будет И боюсь что слингами так просто Здесь не задавить будет Отдается у Сортопа Сирал два ноль Похоже И это да Это беля От Сортопа Отдается у Сортопа Все ребята Отдается что ноль Экот Нет У Ребят Короче я не буду делать Стоп старт без задержки врываться Чтобы вам рассказывать Что завтра Я вам скажу сейчас Это очевидно что будет завтра Завтра будет продолжение данного турнира Будет его плей офф Ро 16 По 2 матча будем болеть за Стрэнджа Единственного прошедшего игрока Не знаю на кого он попадет Пока неизвестно Но я вижу первые места сильные Но матч будут лузера Как минимум 2 матча Стрэнджа Мы завтра посмотрим А Стрэндж единственный кто из 6 СНГ игроков вышел На сегодня все Там последняя группа остается Пусть они и доигрывают Запись выложу на ютуб А я погнал домой Всем спасибо за внимание До завтра Спасибо громадное за поддержку Всем это очень приятно Что вы так поддерживаете Пока